Песнь первая. Поэма Руслана и Людмила из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Руслана и Людмила. Поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Песнь первая. Посвящение. Для вас, туши моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, В часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукой верно я писал. Примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, Счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви Посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный, там о заре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных Чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом, через леса, через моря, Колдун несет богатыря, в темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой векой идет, бредет сама собой, Там царь кощей над златом чахнет, Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, им у моря видел дуб зеленый, Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту, поведаю теперь я Свету. Песнь первая. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, И мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Нескоро ели предки наши, нескоро двигались кругом, Ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, Их важно чашники носили, и низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, Жужжит гостей веселый круг, Но вдруг раздался глаз приятный, И звонких гусли беглый звук. Все смокли, слушают баяна, И славит сладостный певец Людмилу прелесть, И Руслана, и лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный Не ест, не пьет Руслан влюбленный, На друга милого глядит, Вздыхает, сердится, горит, И щипля уз от нетерпения Считает каждое мгновение. В унынии с пасмурным челом За шумным свадебным столом Сидят три витязя молодые, Безмолвные, за кашом пустым, Забытые кубки круговые И брашно неприятные им. Не слышат вещего баяна, Потупили смещённый взгляд, То три соперника Руслана В душе несчастные Таят любви и ненависти яд. Один — Рогдай, воитель смелый, Мечом раздвинувший пределы Богатых киевских полей. Другой — Фарлав, крикун надменный, В пирах никем не побеждённый, Но воин скромный средь мечей. Последний — полный страстной думы, Молодой хазарский хан Ратмир, Все трое бледные и угрюмы, И пир весёлый им не в пир. Вот кончен он, встают рядами, Смешались с шумными толпами, И все глядят на молодых. Невеста очи опустила, Как будто сердцем приуныло, И светил радостный жених. Но тень объемлет всю природу, Уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от мёду, С поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, Ласкает он в воображении Стыдливой девой красоту. Но с тайным грустным умилением Великий князь благословением Дарует юную чету. И вот невесту молодую Ведут на брачную постель. Огни погасли, И ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары, Падут ревнивые одежды На цареградские ковры. Вы слышите, влюблённый шёпот, И поцелуев сладкий звук, И прерывающийся ропот Последней робости. Супруг в восторге чувствует заранее, И вот они настали. Вдруг гром грянул, Свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом всё смерклось, Всё дрожит, И замерла душа в Руслане, Всё смогло. В грозной тишине Раздался дважды Голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвелся чернее мглы и туманной. И снова терем пуст и тих. Встаёт испуганный жених, С лица катится пот остылый, Трепеща хладную рукой Он вопрошает мрак немой. О горе! Нет подруги милой, Хватает воздух, он пустой, Людмилы нет, во тьме густой, Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви Страдает страстью безнадёжно, Хоть грустно жить, друзья мои, Однако жить ещё возможно. Но после долгих-долгих лет Обнять влюблённую подругу, Желаний, слёз, тоски предмет, И вдруг минутную супругу Навек утратить, О, друзья! Конечно, лучше б умер я! Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь? Сражённый вдруг, Молвой ужасной, На зятя гневом распалясь, Его и двор он созывает. Где, где Людмилова? Прошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. Дети, други, Я помню прежние заслуги, О, сжальтесь вы над стариком, Скажите, кто из вас согласен Скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен? Тому терзайся, плачь злодей. Не мог сберечь жены своей, Тому я дам её в супруги С полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, — молвил горестный жених, Я, я, — воскликнули с рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, Мы рады весь изъездить в мир. Отец наш, не продлим разлуки, Не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой В слезах к ним простирает руки Старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан уныньем, как убит. Мысль о потерянной невесте Его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых, Вдоль берегов Днепра счастливых Летят в глубящейся пыли, Уже скрываются вдали, Уж садников не видно боли. Но долго всё ещё глядит Великий князь в пустое поле, И, думай, им во след летит. Руслан томился молчаливо, И смысл, и память потеряв, Через плечо глядя спесиво, И, важно подбочась, фарлав, Надувшись, ехал за Русланом. Он говорит, На силу я на волю вырвался, друзья, Но скоро ли встречусь с великаном? Уж что-то крови будет течь, Уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, Повеселись, мой конь ретивый. Хазарский хан, в уме своём, Уже Людмилу обнивая, Едва не пляшет над седлом, В нём кровь играет молодая, Огня надежды полон взор, То скачет он во весь опор, То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъемлет на дыбы, Иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм, Молчит ни слова, Страшась неведомой судьбы, И мучась ревностью напрасной, Всех больше беспокоен он, И часто взор его ужасный На князя мрачно устремлён. Соперники одной дорогой Все вместе едут целый день. До Днепра стал тёмен, Брек от логи, С востока льётся ночи тень. Туманы над Днепром глубоким, Пора коням их отдохнуть. Вот под горой путём широким Широкий пересёкся путь. Разъедемся, пора, сказали, Безвестны веримся судьбе. И каждый конь, Ничью стали, По воле путь избрал себе. Что делаешь, Руслан несчастный, Один в пустынной тишине? Людмилу свадьбы день ужасный, Всё мнится видел ты во сне. На брови медный шлем надвинув, Из мощных рук узду покинув, Ты шагом едешь меж полей, И медленно в душе твоей Надежда гибнет, Гаснет вера. Но вдруг предвидится пещера, В пещере свет, Он прямо к ней идёт Под дремлющие своды, Ровесники самой природы. Вошёл с унынием, Что же зрит? В пещере старец, Ясный вид, Спокойный взор, Брода седая, Лампада перед ним горит, За древней книгой он сидит, Её внимательно читая. Добро пожаловать, мой сын, Сказал с улыбкой он Руслану, Уж двадцать лет я здесь один, Во мраке старой жизни вяну, Но, наконец, дождался дня, Давно предвиденного мною, Мы вместе сведены судьбою, Садись и выслушай меня. Руслан, Лишился ты Людмилы, Твой твёрдый дух Теряет силы, Но зла промчится Быстрый миг, На время рог тебя постиг, С надеждой, Верою, Весёлой, Иди на всё, Не унывай, Вперёд, Мечом и грудью смелой Свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, Твой оскорбитель, Волшебник страшный черномор, Красавец давний похититель, Полночных обладатель гор. Ещё ничей в его обитель Не проникал до ныне взор, Но ты, Злых козней истребитель, В неё ты вступишь, И злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен боли, Судьба твоих грядущих дней, Мой сын, В твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам, И в радости лапзает руку, Светлеет мир его очам, И сердце позабыло муку. Вновь ожил он, И вдруг опять На вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, Но грусть нетрудно разогнать, Сказал старик. Тебе ужасная любовь Седого колдуна. Спокойся, знай, Она напрасна, И юной деве не страшна. Он звёзды сводит с неба склона, Он свистнет, задрожит луна, Но против времени закона Его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель Замков безжалостных дверей, Он только немощный мучитель Прелестной пленницы своей. Вокруг неё он молча бродит, Клянёт жестокий жребий свой, Но добрый Витязь день проходит, А нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится Пред умирающим огнём. Он ищет позабыться сном, Сдыхает, медленно вертится. Напрасно, Витязь, наконец, Не спится что-то, мой отец. Что делать? Болен я душою, И сон не в сон, Как тошно жить. Позволь мне сердце освежить Твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос, Откройся, кто ты, благодатный, Судьбы наперстник непонятный, В пустыню кто тебя занёс? Вздохнув с улыбкой, Печальный старик в ответ. Любезный сын, Уж я забыл отчизны дальний, Угрюмый край. Природный финн, В долинах, Нам, одним известных, Гоняя стадо сёл окрестных, В беспечной юности я знал Одни дремучие дубравы, Ручьи, пещеры наших скал, До дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине Дано недолго было мне. Тогда, близ нашего селения, Как милый цвет уединения, Жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою Свои стада на тёмный луг Я гнал, волынку надувая. Передо мной шумел поток. Одна, красавица-младая, На берегу плела венок. Меня влекла моя судьба. Ах, Витясь, То была Наина! Я к ней, И пламень роковой За дерзкий взор Мне был наградой. И я любовь узнал душой С её небесной отрадой, С её мучительной тоской. Умчалась года половина. Я с трепетом открылся ей, Сказал «Люблю тебя, Наина». Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала, Лишь прелести свои любя И равнодушно отвечала «Пастух, я не люблю тебя». И всё мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, Весёлые игры пастухов Ничто тоски не утешало. В унынье сердце сохло, вяло, И, наконец, задумал я Оставить финские поля. Морей неверные пучины С дружиной братской переплыть И бранной славой заслужить Внимание гордой Анаины. Я вызвал смелых рыбаков Искать опасности и злата. Впервые тихий край отцов Услышал бранный звук булата И шум немирных челноков. Я вдаль уплыл, Надежды полные, Столпой бесстрашных земляков. Мы десять лет снега и волны Багрили кровью врагов. Молва не слазь, Цари чужбины Страшились дерзости моей. Их горделивые дружины Бежали северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, Делили дани и дары, И с побежденными Садились за дружелюбные перы. Но сердце, полное Анаиной, Под шумом битвы и перов, Томилось тайною кручины Искало финских берегов. Пора домой, сказал я, други. Повесим праздные кольчуги Под сенью хижины родной, Сказал, и весла зашумели, И страх, оставя за собой, В залив отчизны дорогой, Мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, Сбылись опылки и желания, Минута сладкого свидания, И для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной Принес я меч окровавленный, Кораллы, злата и жемчуг, Пред нею страстью упоенной, Безмолвным роем Окруженный ее завистливых подруг, Стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, Примолвя с видом равнодушным, Герой, я не люблю тебя. К чему рассказывать, мой сын, Чего пересказать, нет силы. Ах, и теперь один, Один душой уснув, В дверях могилы я помню горесть, И порой, Как о минувшем мысль родиться, По бороде моей седой Слеза тяжелая катится. Но слушай, В родине моей, Между пустынных рыбарей, Наука дивная таится, Под кровом вечной тишины, Среди лесов, В глуши далекой, Живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой Все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, Что было и что будет вновь, И грозной волей их подвластны, И гроб, И самая любовь. И я, любви искатель жадный, Решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь, И в гордом сердце девы хладной Любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, В уединенный мрак лесов, И там, в ученье колдунов, Провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, И тайну страшную природы Я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинанием, Венец любви, Венец желанием. Теперь, Наина, ты моя, Победа наша, думал я. Но в самом деле победитель Был рок, Упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, В восторге пылкого желания Творю поспешно заклинание, Зову духов, И в тьме лесной Стрела промчалась громовая. Волшебный вихрь поднял вой, Земля вздрогнула под ногой, И вдруг сидит передо мной. Старушка тряхлая, седая, Глазами впалыми сверкая, С горбом, С трясучей головой О печальной ветхости картина. Ах, Витясь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, В сомнении все еще не верил, И вдруг заплакал, закричал. Возможно ли? Ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса Тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, Оставя свет, Растался я с душой и с милой? Давно ли? Ровно сорок лет, Был девой роковой ответ. Сегодня семьдесят мне било. Что делать, мне пищит она? Толпой годы пролетели. Прошла моя, твоя весна, Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, Не беда неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, Немножко, может быть, горбата, Не то, что в старину была, Не так жива, не так мила, Зато, прибавила болтуня, Открою тайну, Я колдунья. И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, Я совершенный был дурак Со всей премудростью моей. Но вот ужасно, Колдовство вполне свершилось По несчастью. Моё седое божество Ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, Могильным голосом урод Бормочет мне любви признание. Вообрази моё страдание! Я трепетал, потупив взор. Она сквозь кашель продолжала Тяжёлый страстный разговор. Так сердце я теперь узнала, Я вижу, верный друг, Оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, я сгораю, Томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои, О, милый, милый, умираю. И между тем она, Руслан, Мигала томными глазами, И между тем за мой кафтан Держалась тощими руками, И между тем я обмирал От ужаса зажмурен очи. И вдруг терпеть не стала мочи, Я с криком вырвался, бежал. Она во след. О, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный, Невинный девы ясных дней. Добился ты любви наины И презираешь. Вот мужчины! Изменой дышат все они. Увы, сама себя вини. Он обольстил меня несчастной, Я отдалась любови страстной. Изменник, изверг, о, позор! Не трепещи, девичий вор! Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении С разочарованной душой И в мире старца утешения, Природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, Но чувства прежние свои Еще старушка не забыла, И пламя поздноя любви С досадой в злобу превратила. Душою черной зло любя, Любя колдунья старая, Конечно, возненавидит и тебя, Но горе на земле не вечно. Наш Витязь с жадностью внимал Рассказы старца. Ясные очи дремоды легкой не смыкал, И тихого полета ночи В глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный, Со вздохом Витязь благодарный Объемлет старца-колдуна. Душа надеждою полна, Выходит вон. Ногами стиснул Руслан заржавшего коня, В седле отправился, присвистнул. Отец мой, не оставь меня! И скачет по пустому лугу. Седой мудрец, молодому другу, Кричит во след. Счастливый путь! Прости, люби свою супругу, Советов старца не забудь! Конец песни первой Из поэмы Руслан и Людмила Звукозапись сделана Foreign Girl West Country, Великобритания Песня вторая Поэма Руслана и Людмила Из собрания сочинения Александра Сергеевича Пушкина В 10 томах, том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Foreign Girl Поэма Руслана и Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах, том 3 Песня вторая Песня вторая Соперники в искусстве брани Не знайте мира меж собой Несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой Пусть мир пред вами цепенеет, девясь и грозным торжествам Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам Соперники другого рода Вы, рыцари парнавских гор, старайтесь не смешить народа Нескромным шумом ваших ссор Бранитесь только осторожно Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременно и девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной, сердится глупо и грешно Когда рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный, злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу И Витязь пасмурно шептал Убью, преграды все разрушу Руслан, узнаешь ты меня Теперь-то девица поплачет И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных, урчайка наедине, для подкрепления сил душевных, обедал в мирной тишине Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне И времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит, а тот за ним во след Остановись, беглец бесчестный, кричит Фарлаву неизвестный, презренный, дай себя догнать, дай голову с тебя сорвать Фарлав, узнавший голос зарогдая, со страха скорчась обмирал, и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо, по кочкам, полям, сквозь леса, скачками мчится от опса На месте славного побега, весной растопленного снега, потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли К орву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белый гривый, бразды стальные закусил и через ров перескочил Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров, земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен, погибни, трус, умри, вещает, вдруг узнает Фарлафа он Глядит, и руки опустились, досада, изумление, гнев в его чертах изобразились Скрипя зубами, анимев, герой с поникшей угловою, скорее отъехав от орва, бесился, но едва-едва сам не смеялся над собой Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую Она дорожную кликой ему на север указала Ты там найдешь его, сказала Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел А наш Фарлаф во рву остался, дохнуть не смея, про себя он лежа думал Жив ли я, куда соперник злой одевался Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь более Я привела тебе коня, вставай, послушайся меня Смущенный витязь по неволе ползком оставил грязный ров Окрестность робко озирая вздохнул и молвила живая Ну, слава богу, я здоров Поверь, старуха продолжала, Людмилу мудрено сыскать Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать Опасно разъезжать по свету Ты, право, будешь сам не рад Последуй моему совету, ступай тихохонько назад Под Киевом в уединении, в своем наследственном селении Останься лучше без забот От нас Людмила не уйдет Сказав, исчезла В нетерпение благоразумный наш герой Тот час отправился домой Сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой И шум малейший под убрали, полет синицы, ропот вод Его бросали в жар и в пот Меж тем Руслан далеко мчится В глуши лесов, в глуши полей Привычной, думаю, стремится к Людмиле Радости своей И говорит, найду ли друга, где ты, душей моей супруга Увижу ли я твой светлый взор Услышал ли нежный разговор Или суждено, чтоб чародеей ты вечной пленницей была И скорбной девою старея в темнице мрачная цвела Или соперник дерзновенный придет Нет, нет, мой друг бесценный Еще при мне мой верный меч Еще глава не пала с плеч Однажды темную порою По камнем берегам крутым Наш Витя съехал над рекою Все утихало Вдруг за ним Стрелы мгновенное жужжание Кольчуги звон И крик, и ржание И топот по полю глухой Стой, грянул голос громовой Он оглянулся, в поле чистом Подняв копье, летит со свистом свирепый всадник И грозой помчался князь ему навстречу Ага, догнал тебя, постой Кричит наездник удалой Готовься, друг, на смертную сечу Теперь ложись средь здешних мест А там ищи своих невест Руслан вспылал Вздрогнул от гнева Он узнает сей буйный глаз Друзья мои, а наша дева? Оставим витязей на час О них опять я вспомню вскоре А то давно пора бы мне Подумать о молодой княжне И об ужасном Черноморье Моей причудливой мечты На перстник иногда нескромный Я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты От воспаленного Руслана Сокрылись вдруг среди тумана Несчастная, когда злодей Рукою мощную своей Тебя сорвав с постели брачной Взвелся, как вихрь к облакам Сквозь тяжкий дым И воздух мрачный И вдруг умчал к своим горам Ты чувства и памяти лишилась И в страшном замке колдуна Безмолвно, трепетно, бледна В одно мгновение очутилась С порога хижины моей Так и видел я Средь летних дней Когда за курицей трусливой Султан курятника спесивый Петух мой подвор убежал И сладострастными крылами Уже подругу обнимал Над ними хитрыми кругами Цеплят селения старый вор Прияв губительные меры Носился, плавал коршун серый И пал, как молния, на двор Взвелся, летит В когтях ужасных Во тьму расселен безопасных Уносит бедную злодей Напрасно горестью своей И хладным страхом пораженный Зовет любовницу петух Он видит лишь летучий пух Летучим ветром занесенный До утра юная княжна Лежала тягостным забвением Как будто страшным сновидением Объята Наконец она очнулась Пламенным волнением И смутным ужасом полна Душой летит за наслаждением Кого-то ищет с упоением Где ж милый шепчет Где супруг Зовет и помертвела вдруг Глядит с боязнью вокруг Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица Среди подушек пуховых Под гордой сенью балдахина Завесы, пышная перина В кистях, в узорах дорогих Повсюду ткани парчевые Играют яхонты, как жар Кругом курильницы золотые Подъемлют ароматный пар Довольно, благо мне не надо Описывать волшебный дом Уже давно шахерозада Меня предупредила в том Но светлый терем не отрада Когда не видим друга в нем Три девы красоты чудесной В одежде легкой и прелестной Княжне явились Подошли и поклонились до земли Тогда неслышными шагами Одна поближе подошла Княже воздушными перстами Золотую косу заплела С искусством в наши дни не новым И обвела венцом перловым Окружность пледного чела За нею скромно взор склоняя Потом приближилась другая Лазурный пышный сарафан Одел людмилый стройный стан Покрылись кудри золотые И грудь, и плечи молодые Фатой прозрачный, как туман Покров завистливый лапзает Красы достойные небес И обувь легкая сжимает Две ножки чудо из чудес Княжне последняя девица Жемчужный пояс подает Меж тем незримая певица Веселой песней ей поет Увы, ни камни, а жерелья Ни сарафан, ни перлов ряд Ни песни лести Веселия ее души не веселят Напрасно зеркало рисует Ее красы, ее наряд Потупя неподвижный взгляд Она молчит, она тоскует Те, кои правду возлюбя На темном сердце дне читали Конечно знают про себя Что если женщина в печали Сквозь слез украдкой как-нибудь На зло привычки и рассудку Забудет в зеркало взглянуть То грустно ей уж не на шутку Но вот Людмила вновь одна Не зная, что начать Она к окну решетчато Подходит и взор ее печально Бродит в пространстве Пасмурной доли Все мертво Снежные равнины Коврами яркими легли Стоят у грюмых гор вершины В однообразной белизне И дремлют в вечной тишине Кругом не видно дымной кровли Не видно путника в снегах И звонкий рог веселой ловли В пустынных нетрубит горах Лишь изредка с унылым свистом Бунтует вихрь в поле чистом И на краю седых небес Скачает обнаженный лес В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь Она с музыкой отворилась И наша дева очутилась в саду Пленительный предел Прекраснее садов Армиды И тех, которыми владел Царь Соломон или князь Тавриды Пред нею зыблются шумят Великолепные дубровы Аллеи пальм и лес лавровый И благовонных миртов ряд И кедров гордые вершины И золотые апельсины Зерцалом вод отражены При горке, рощи и долины Весны огнем оживлены С прохладой вьется ветер майский Средь очарованных полей И свищет соловей китайский Во мраке трепетных ветвей Летят алмазные фонтаны С веселым шумом к облакам Под ними блещут истуканы И мнится живый Фидий сам, питомец Феба и Паллады Любуюсь ими, наконец Свой очарованный резец Из рук бы выронился до сады Дробясь о мраморной преграды Жемчужной огненной дугой Валятся, плещут водопады И ручейки в тени лесной Чуть вьются сонную волной Приют покоя и прохлады Сквозь вечную зелень Здесь и там мелькают Светлые беседки Повсюду розживые ветки Цветут и дышат по тропам Но безутешная Людмила Идет, идет и не глядит Волшебство роскошь ей постыла Ей грустен негий светлый вид Куда, сама не зная, бродит Волшебный сад кругом обходит Свободу горьким дав слезам И взоры мрачные возводит К неуболимым небесам Вдруг осветился взор прекрасный Кустам она прижала перст Казалось, умысел ужасный Рождался Страшный путь отверст Высокий мостик над потоком Пред ней висит на двух скалах В унынии тяжком и в глубоком Она подходит И в слезах На воды шумные взглянула Ударила, рыдая в грудь В волнах решила утонуть Однако в воду не прыгнула И далее продолжала путь Моя прекрасная Людмила По солнцу бегая с утра Устала, слезы осушила В душе подумала Пора На травку села, оглянулась И вдруг над нею сень шатра Шумя с прохладой развернулась Обед роскошный перед ней Прибор из яркого кристалла И в тишине из-за ветвей Незримо арфа заиграла Девица пленная княжна Но втайне думает она Вдали от милого, в неволе Зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть Меня терзает и лелеет Мне не страшна злодея власти Людмила умереть умеет Не нужно мне твоих шатров Ни скучных песен, ни перов Не стану есть, не буду слушать Умру среди твоих садов Подумала и стала кушать Княжна встает И вмиг шатер И пышный роскошь, и прибор И звуки арфы Все пропало По-прежнему все тихо стало Людмила вновь одна в садах Скитается из рощи в рощи Меж тем в лазурных небесах Плывет луна, царица ночи Находит мгла со всех сторон И тихо на холмах почила Княжну невольно клонит сон И вдруг неведомая сила Нежней, чем вешний ветерок Ее на воздух поднимает Несет по воздуху в чертог И осторожно опускает Сквозь фемиам вечерних роз На ложе грусти, ложе слез Три девы вмиг опять явились И вкруг нее засуетились Чтоб на ночь пышно снять убор Но их унылый, смутный взор И принужденное молчание Являли втайне сострадание И немощной судьбам укор Но поспешим Рукой их нежной Раздета сонная княжна Прелестно прелестью небрежной В одной сорочке белоснежной Ложится почивать она Со вздохом девы поклонились Скорей как можно удалились И тихо притворили дверь Что ж наша пленница теперь Дрожит, как лист Дохнуть не смеет Хладеет перси Взор темнеет Мгновенный сон от глаз бежит Не спит Удвоило внимание Недвижно в темноту глядит Все мрачно Мертвое молчание Лишь сердце слышит трепетание И мнится Шепчет тишина Идут Идут к ее постели В подушке прячется княжна И вдруг О страх И в самом деле Раздался шум Озарена Мгновенным блеском тьма ночная Мгновенно дверь отворена Безмолвно гордо выступая Ногими саблями сверкая А раба в длинный ряд идет Попарно, чинно, сколь возможно И на подушках осторожно Седую бороду несет И входит с важностью за нею Подъяв величественно шею Горбатый карлик из дверей Его-то голове обритой Высоким колпаком покрытой Принадлежала борода Уж он приближился Тогда княжна с постели соскочила Седого карлу за колпак Рукою быстро ухватила Дрожащей занесла кулак И в страхе завизжала так Что всех арапов оглушила Трепеща скорчился бедняк Княжны испуганной бледнее Зажавшие уши поскорее Хотел бежать Но в бороде запутался Упал и бьется Встает, упал В такой беде арапов черный рой Метется, шумят, толкаются, бегут Хватают колдуна в охапку И вон распутывать несут Оставив Людмилу шапку Но что-то добрый витязь наш Вы помните ли нежданную встречу Бери свой быстрый карандаш Рисуй орловский Ночь и сечу При свете трепетном луны Сразились витязи жестоко Сердца их гневом стеснены Уж копья брошены далеко Уже мечи раздроблены Кольчуги кровью покрыты Щиты трещат В куски разбиты Они схватились на конях Взрывая к небу черный прах Под ними борзы кони бьются Борцы недвижно сплетены Друг друга стиснув Остаются как бы к седлу Приквождены Их члены злобой сведены Переплелись и костенеют По жилам быстрый огонь бежит На вражей груди Грудь дрожит И вот колеблются Слабеют Кому-то пасть Вдруг витязь мой Вскипев железную рукой С седла наездников Срывает Подъемлет Держит над собой И в волны с берега Бросает Погиб Негрозно восклицает Умри Завистник Злобный мой Ты догадался Мой читатель С кем бился Доблестный Руслан То был кровавых битв Искатель Рогдай Надежда Киевлян Людмилы Мрачный Обожатель Он вдоль Днепровских берегов Искал соперника Следов Нашел Настиг Но прежняя сила Питомцу битвы Изменила И Руси Древний удалец В пустыне Свой Нашел конец И слышно было Что Рогдай Тех вот Русалка Молодая На хладной Персе Приняла И жадно Витязя Лапзая На дно Со смехом Увлекла И долго После ночи Темной Бродя Близ тихих Берегов Богатыря Призрак Огромный Пугал Пустынных Рыбаков Конец Песни Второй Из поэмы Руслан И Людмила Звукозапись Сделана Foreign Girl West Country Великобритания Песнь Третья Поэма Руслана И Людмила Из собрания Сочинений Александра Сергеевича Пушкина В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Полной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Вебсайт LibriVox .org Звукозапись Сделана Foreign Girl Поэма Руслана Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Песня Третья Напрасно Вы в тени Таились Для мирных Счастливых Друзей Стихи Мои Вы не Сокрылись От гневных Зависти Очей Уж Бледный Критик Ей В услугу Вопрос Мне Сделал Роковой Зачем Русланову Подругу Как бы На смех Ее Супругу Зову И девой И княжной Ты Видишь Добрый Мой Читатель Тут Злоб И черную Печать Скажи Заил Скажи Предатель Ну как И что Мне Отвечать Красней Несчастный Бог С тобою Красней Я спорить Не хочу Довольный Тем Что прав Душою В смиренной Кротости Молчу Но Ты Поймешь Меня Клемена Потупишь Томные Глаза Ты Жертва Скучного Гемена Я Вижу Тайная Слеза Падет На стих Мой Сердцу Внятный Ты Покраснела Взор Погас Вздохнула Молча Вздох Понятный Ревнивец Бойся Близок Час Амур С досадой Своенравной Вступили В смелый Заговор И для Главы Твоей Бесславной Готов Уж Мстительный Убор Уж Утро Хладное Сияло На темени Полнощных Гор Но В дивном Замке Все Молчало В досаде Скрытый Черномор Без шапки В утреннем Халате Зевал Сердито На кровати Вокруг Броды Его Седой Рабы Толпы Лис Молчаливы И нежно Гребень Костяной Расчесывал Ее Извивы Меж Тем Для Пользы И красы На бесконечные Усы Лислись Восточные Ароматы И кудри Хитрые Велись Как Вдруг Откуда Не Возьмись В окно Влетает Змей Крылатый Гремя Железной Чешуей Он В кольце Быстро И согнулся И вдруг Наиной Обернулся Предизумленную Толпой Приветствую Тебя Сказала Собрат Издавно Чтимый Мной Доселья Черномора Знала Одною Громкую Молвой Но Тайный Рог Соединяет Теперь Нас Общую Враждой Тебе Опасность Угрожает Нависла Туча Над тобой И Голос Оскорбленной Чести Меня К отмщению Зовет Со Взором Полным Хитрой Мне драгоценен Твой Союз Мы Посрамим Коварство Финна Но Мрачных Козней Не боюсь Противник Слабый Мне Не страшен Узнай Чудесный Жребий Мой Сей Благодатной Бородой Недаром Черномор Украшен Доколь В лосов Ее Седых Враждебный Меч Не перерубит Никто Из Витязей Лихих Никто Из Смертных Не погубит Малейших Замыслов Моих Моею Будет Век Людмила Руслан Же Гробу Обречен И Мрачно Ведьма Повторила Погибнет Он Погибнет Он Потом Три раза Прошипела Три раза Топнула Ногой И черным Змеем Улетела Блистая В ризе Порчевой Колдун Колдуньей Ободренный Развеселясь Решился Вновь Нести К ногам Девицы Пленные Усы Покорность И любовь Разряжен Карлик Бородатый Опять Идет В ее Палаты Проходит Длинный Комнат Ряд Княжны В них Нет Он Дали В сад Лавровый Лес К решетке Сада Вдоль Озера Вкруг Водопада Под мостик И в беседке Нет Княжна Ушла Пропал И след Кто Выразит Его Смущение И рев И трепет Иступление С досады Дня Не взвидел Он Раздался Карл И дикий Стон Сюда Невольники Бегите Сюда Надеюсь Я На вас Сейчас Людмилу Мне Сыщите Скорее Слышите Сейчас Не то Шутите Вы Со Мною Всех Удавлю Вас Бородою Читатель Расскажу Ль тебе Куда Красавица Девалась Всю ночь Она Своей Судьбе В слезах Девилась И смеялась Ее Пугала Борода Но Черномор Уж Был Известен И был Смешен А никогда Со смехом Ужас Несовместен Навстречу Утренним Лучам Постель Оставила Людмила И взор Невольный Обратила К высоким Чистым Зеркалам Невольно Кудри Золотые С лилейных Плеч Приподняла Невольно Волосы Густые Рукой Небрежной Заплела Свои Вчерашние Наряды Нечаянно В углу Нашла Вздохнув Оделась И с досады Тихонько Плакать Начала Однако Сверного Стекла Вздыхая Не сводила Взора Девице Пришло На ум В волнении Своенравных Дум Примерить Шапку Черномора Все тихо Никого Здесь нет Никто На девушку Не взглянет А девушке В семнадцать лет Какая шапка Не пристанет Рядиться Никогда Не лень Людмила Шапкой Завертела На брови Прямо На бекрень И задом Наперед Надела И что ж О чудо Старых дней Людмила В зеркале Пропала Перевернула Перед ней Людмила Прежняя Предстала Назад Надела Снова Нет Сняла И в зеркале Прекрасно Добро Колдун Добро Мой Свет Теперь Мне здесь Уже Безопасно Теперь Избавлюсь От хлопот И шапку Старого Злодея Княжна От радости Краснее Надела Задом Наперед Но Возвратимся Жек Герои Не стыдно Ли заниматься Нам Так долго Шапкой Бородой Руслана Поруча Судьбам Свершив С рогдаем Бой Жестокий Проехал Он Дремучий Лес Пред Ним Открылся Дол Широкий При блеске Утренних Небес Трепещет Витязь По неволе Он Видит Старые Битвы Поле Вдали Все Пусто Здесь И там Желтеют Кости По Холмам Разбросаны Колчаны Латы Где Збруя Где Заржавый Щит В костях Руки Здесь Меч Лежит Травой Оброс Там Шлем Косматы И Старый Череп Тлеет В нем Бокодеря Там Остов Целый С его Поверженным Конем Лежит Недвижный Копья Стрелы В сырую Землю Вонзины И Мирный Плющ Их Обвивает Ничто Безмолвной Тишины Пустыни Сей Не Возмущает И Солнце С ясной Вашины Долину Смерти Озаряет Со Вздохом Битясь Вкруг Себя Взирает Грустными Очами О Поле Поле Кто Тебя Усеял Мертвыми Костями Чей Борзый Конь Тебя Топтал В последний Час Кровавой Битвы Кто На Тебе Со Славой Пал Чей Небо Слышало Молитвы Зачем же Поле Смолкло Ты И Просло Травой Забвение Времен От Вечной Темноты Быть Может Нет И Мне Спасения Быть Может На Холме Немом Поставят Тихий Гроб Русланов И Струны Громкие Баянов Не Будут Говорить О Нем Но Вскоре Вспомнил Витязь Мой Что Добрый Меч Герою Нужен И Даже Панцирь А Герой С Последней Битвы Безоружен Обходит Поле Он Вокруг В Кустах Среди Костей Забвенных В Громаде Тлеющих Кольчуг Мечей И Шлемов Раздробленных Себе Доспехов Ищет Он Проснулись Гул И Степь Немая Поднялся В поле Треский Звон Он Поднял Щит Не Выбирая Нашел И Шлем И Звон Кирог Но Лишь Меча Сыскать Не Мог Долину Брани Объезжаю Он Видит Множество Мечей Но Все Легкие Да Слишком Малые А Князь Красавец Был Невялый Не То Что Витязь Наших Дней Чтоб Чем Нибудь Играть От Скуки Копье Стальное Взял Он В руки Кольчуг Он Надел На Грудь И Далее Пустился В путь Уж Побледнел Закат Румяный Над Усыпленной Землей Дымятся Синие Туманы И Всходит Месяц Золотой Померкла Степь Тропою Темной Задумчив Едет Наш Руслан И Видит Сквозь Ночной Туман Вдали Чернеет Холм Огромный И Что-то Страшное Храпит Он Ближе К Холму Ближе Слышит Чудесный Холм Как Будто Дышит Руслан Внимает И Глядит Бестрепетно Спокойным Духом Но Шевеля Пугливым Ухом Конь Упирается Дрожит Трясет Упрямой Головою И Гриво Дыбом Поднялась Вдруг Холм Безоблачной Луною В тумане Бледно Озарясь Яснеет Смотрит Храбрый Князь И Чудо Видит Пред Собою Найду Ли Краски Или Слова Пред Ним Живая Голова Огромные Очи Сном Объяты Храпит Качая Шлем Пернатый И Перья В темной Высоте Как тени Ходят Развиваясь В своей Ужасной Красоте Над Мрачной Степью Возвышаясь Безмолвием Окружена Пустыней Сторож Безыманной Руслану Предстоит Она Громадой Грозной И Туманной В недоумении Хочет он Таинственный Разрушить Сон Вблизи Осматривая Дива Объехал Голову Кругом И стал Предносом Молчаливо Щекотит Ноздри Копием И Сморщись Голова Зевнула Глаза Открыла И Чихнула Поднялся Вихрь Степь Дрогнула Взвелася Пыль С ресниц С усов С бровей Слетела Стая Сов Проснулись Рощи Молчаливы Чихнуло Эхо Конь Ретивый Заржал Запрыгал Отлетел Едва Сам Витязь Усидел И След Раздался Голос Шумный Куда Ты Витязь Неразумный Ступай Назад Я Не Шучу Как Раз Нахало Проглочу Руслан С презрением Оглянулся Браздами Удержал Коня И С гордым Видом Усмехнулся Чего Ты Хочешь От Меня Нахмурясь Голова Вскричала Вот Гостя Мне Судьба Послала Послушай Убирайся Прочь Я Спать Хочу Теперь Уж Ночь Прощай Но Витязь Знаменитый Услыша Грубые Слова Воскликнул С важностью Сердитый Молчи Пустая Голова Слыхал Я Истину Бывало Хоть Лоб Широк Да Мозгу Мало Я Еду Еду Не Свищу А Как Наеду Не Спущу Тогда От Ярости Неме Стесненной Злобой Пламене Надулась Голова Как Жар Кровавы Очи Засверкали Навстречу Князю Стала Дуть Напрасно Конь Зажмуря Очи Склонив Голову На ту же Грудь Сквозь Вихрь Дождь И сумрак Ночи Неверный Продолжает Путь Объятый Страхом Ослепленный Он мчится Вновь Изнеможенный Далече В поле Отдохнуть Вновь Обратиться Витязь Хочет Вновь Отражен Надежды Нет А голова Ему Вослед Как сумасшедшая Хохочет Гремит Ай Витязь Ай Герой Куда Ты Тише Тише Стой Эй Витязь Шею Сломишь Даром Не Трусь Наездник И Меня Порадуй Хоть Одним Ударом Пока Не Заморил Коня И Между Тем Она Героя Дразнила Страшным Языком Руслан Досаду В сердце Кроя Грозит Ей Молча Копием Трясет Его рукой Свободный И Задрожав Булат Холодный Вонзился В дерзостный Язык И Кровь Из Бешеного Зева Рекою Побежала Вмиг От Удивления Боли Гнева В минуту Дерзости Лишась На Князя Голова Глядела Железо Грызло И Бледнело В Спокойном Духе Горячась Так Иногда Среди Нашей Сцены Плохой Питомец Мельпомены Внезапным Свистом Оглушен Уж Ничего Не Видит Он Бледнеет Ролю Забывает Дрожит Поникнув Головой И Заикаясь Умолкает Перед Насмешливой Толпой Счастливым Пользуясь Мгновением К объятой Голове Смущением Как Ястреб Богатырь Летит С подъятой Грозной Десницей И В щеку Тяжкой Рукавицей С размаха Голову Разит И Степь Ударом Огласилась Кругом Расистая Трава Кровавой Пеной Обогрилась И Зашатавшись Голова Перевернулась Покатилась И Шлем Чугунный Застучал Тогда На месте Опустелом Меч Богатырский Засверкал Наш Витязь В трепете Веселом Его Схватил И К голове По Окровавленной Траве Бежит С намерением Жестоким Ей Нос И Уши Обрубить Уже Руслан Готов Розить Уже Змахнул Мечом Широким Вдруг Изумленный В нем Литон Главы Молящий Жалкий Стон И Тихо Меч Он Опускает В нем Гнев Свирепый Умирает И Мщение Бурное Падет В душе Моленьем Усмиренной Так На долине Тает Лед Лучом Полудня Пораженный Ты Вразумил Меня Герой Со Вздохом Голова Сказала Твоя Десница Доказала Что Я Виновен Пред Тобой Отныне Я Тебе Послушен Но Витязь Будь Великодушен Достоин Плача Жребий Мой И Я Был Витязь Удалой В кровавых Битвах Супостата Себе Я Равного Не Зрел Счастлив Когда Бо Не Имел Соперником Меньшого Брата Коварный Злобный Черномор Ты Ты Всех Бед Моих Виною Семейство Нашего Позор Рожденный Карлой С бородой Мой Дивный Рост От Юных Дней Не Мог Он Без Досады Видеть И Стал Зато В Душей Своей Меня Жестокий Ненавидеть Я Был Всегда Немного Прост Хотя Высок А Сей Несчастный Имея Самый Глупый Рост Умен Как Бес И Зол Ужасно При том Знай К моей Беде В его Чудесной Бороде Таится Сила Роковая И Все На Свете Презирая Доколе Борода Цела Изменник Не Страшится Зла Вот Он Однажды С видом Дружбы Послушай Хитро Мне Сказал Не Откажись От Важной Службы Я В Черных Книгах Отыскал Что За Восточными Горами На Тихих Море Берегах В Глухом Подвале Под Замками Хранится Меч И Что Ж Страх Я Разобрал Во Тьме Волшебной Что Волею Судьбы Враждебной Сей Меч Известен Будет Нам Что Нас Он Обоих Погубит Мне Бороду Мою Отрубит Тебе Главу Суди Ж Сам Сколь Важно Нам Приобретение Сего Создания Злых Духов Ну Что Ж Где Тут Затруднение Сказал Я Карли Я Готов Иду Хоть За Пределы Света И Сосну На Плечо Взвалил А На Другое Для Совета Злодей Брата Посадил Пустился В Дальнюю Дорогу Шагал Шагал И Слава Богу Как Бы Пророчеству На Зло Все Счастливо Сначала Шло За Отдаленными Горами Нашли Мы Роковой Подвал Я Разметал Его Руками И Потаенный Меч Достал Но Нет Судьба Того Хотела Между Нами Ссора Закипела И Было Признаюсь О чем Вопрос Кому Владеть Мечом Я Спорил Карло Горячился Бронились Долго Наконец Уловку Выдумал Хитрец Притих И Будто Б Смягчился Оставим Бесполезный Спор Сказал Мне Важно Черномор Мы Тем Союз Наш Обесславим Рассудок В мире Жить Велит Судьбе Решить Мы Предоставим Кому Сей Меч Принадлежит К земле Приникнем Ухом Оба Чего Не Выдумает Злоба И Кто Услышит Первый Звон Тот И Владей Мечом До Гроба Сказал И Лег На Землю Он Я Сдуру Так же Растянулся Лежу Не Слышу Ничего Смекая Обманул Его Но Сам Жестоко Обманулся Жлодея В глубокой Тишине Пристав На Цыпочках Ко Мне Подкрался Сзади Разнохнулся Как Вихрь Свистнул Острый Меч И Прежде Чем Я Оглянулся Уж Голова Слетела С Плеч И Сверхъестественная Сила В ней Жизни Дух Остановила Мой Остов Тернием Оброс Вдали В стране Людьми Забвенный И Злобный Карла Перенес Меня Всей Краю Единенной Где Вечно Должен Был Стереть Тобой Сегодня Взятый Меч О Витязь Ты Храним Судьбою Возьми Его И Бог С Тобою Быть Может На Своем Пути Ты Карла Чародея Встретишь Ах Если Ты Его Заметишь Коварству Злобе Отомсти И Наконец Я Счастлив Буду Спокойно Мир Оставлю Сей И В Благодарности Моей Твою Пощечину Забуду Конец Песни Третьей Поэмы Руслан И Людмила Александра Сергеевича Пушкина Звукозапись Сделана Foreign Girl West Country Великобритания Песня Четвертая Поэма Руслан И Людмила Из Собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Вебсайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Гузель Багаудиновой Поэма Руслан И Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Песнь Четвертая Я каждый день Восстав от сна Благодарю Сердечно Бога За то Что в наши Времена Волшебников Не так уж Много К тому же Честь и слава Им Женить бы Наши Безопасны Их замыслы Не так ужасны Мужьям Девицам Молодым Но есть Волшебники Другие Которых Ненавижу Я Улыбка Очи Голубые И голос Милый О, друзья Не верьте Им Они Лукавы Страшитесь Подражая Мне Их Упоительной Отравы И Почевайте В тишине Поэзия Чудесный Гений Певец Таинственных Видений Любви Мечтаний И чертей Могил И рая Верный Житель И музой Ветреной Моей На Перстник Пестун И Хранитель Прости Мне Северный Орфей Что В повести Моей Забавной Теперь Во след Тебе Лечу И Лиру Музы Своенравной Во лжи Прелестной Обличу Друзья Мои Вы Все Слыхали Как Бесу В древние Дни Злодей Предал Сперва Себя С печали А там И души Дочерей Как После Щедрым Подаянием Молитвой Верой И постом И Непритворным Покаянием Снискал Заступников Святом Как Умер Он И Как Заснули Его Двенадцать Дочерей И Нас Пленили Ужаснули Картины Тайных Сих Ночей Сии Чудесные Виденья Сей Мрачный Бес Сей Божий Гнев Живые Грешника Мученья И Прелесть Непорочных Дев Мы С ними Плакали Бродили Вокруг Зубчатых Замка Стен И Сердцем Тронутым Любили Их Тихий Сон Их Тихий Плен Душой Вадима Призывали И Пробуждение Зрели Их И часто Инокинь Святых На Гроб Отцовский Провожали И Что Ж Возможно Ль Нам Солгали Но Правду Возвещу Ли Я Молодой Ратмир Направе К югу Нетерпеливый Бег Коня Уж Думал Пред Закатом Дня Нагнать Русланову Супругу Но День Багряный Вечерел Напрасно Витязь Пред Собою В Туманы Дальние Смотрел Все Было Пусто Над Рекою Зари Последний Луч Горел Над Ярко Позлощенным Бором Наш Витязь Мимо Черных Скал Тихонько Проезжал И Взором Ночлега Меж Дерев Искал Он На долину Выезжает И Видит Замок На скалах Зубчатой Стены Возвышает Чернеют Башни На углах И Дева По стене Высокой Как Море Лебедь Одинокий Идет Зарей Освещена И Девой Песнь Едва Слышна Долины Тишине Глубокой Ложится В поле Мрак Ночной От Волн Поднялся Ветер Хладный Уж Поздно Путник Молодой Укройся В терем Наш Отрадный Здесь Ночью Нега И Покой А днем И Шум И Пирование Приди На Дружное Призвание Приди О Путник Молодой У нас Найдешь Красавец Рой Их Нежной Речи И Лапзанье Приди На Тайное Призвание Путник Молодой Тебе Мы С утренней Зарей Наполним Кубок На Прощание Приди На Мирное Призвание Приди О Путник Молодой Ложится В поле Мрак Ночной От Волн Поднялся Ветер Хладный Уж Поздно Путник Молодой Укройся В терем Наш Отрадный Она Манит Она Поет И Юный Хан Уж Под Стеною Его Встречают У ворот Девицы Красные Толпою При Шуме Ласковых Речей Он Окружен С Него Не Сводят Они Пленительных Очей Две Девицы Коня Уводят В чертоги Входит Хан Молодой За Ним Отшельниц Милый Рой Одна Снимает Шлем Крылатый Другая Кованые Латы Та Меч Берет Та Пыльный Щит Одежда Неги Заменит Железные Доспехи Брани Но Прежде Юношу Ведут К великолепной Русской Бане Уж Волны Дымные Текут В ее Серебряные Чаны И Брыжут Хладные Фонтаны Разослан Роскошью Ковер На нем Усталый Хан Ложится Прозрачный Пароль Над ним Клубится По тупи Неги Полный Взор Прелестные Полуногие В заботе Нежный И немой В круг Хана Девы Молодые Теснятся Резвою Толпой Над Рыцарем Иная Машет Ветвями Молодых Берез И Жар От них Душистый Пашет Другая Соком Вешних Роз Усталый Член Прохлаждает И В ароматах Потопляет Темно- Кудрявые Лосы Восторгом Витязь Упоенный Уже Забыл Людмилы Пленной Недавно Милые Красы Томится Сладостным Желанием Бродящий Взор Его Блестит И Полный Страстным Ожиданием Он Тает Сердцем Он Горит Но Вот Выходит Он Из Бани Одетый В Бархатные Ткани В Кругу Прелестных Дев Ратмир Садится За Богатый Пир Я Не Амир В Стихах Высоких Он Может Воспевать Один Обеды Греческих Дружин И Звон И Пену Чаш Глубоких Милее По Следам Парни Мне Славить Лирую Небрежной И Наготу В Ночной Тени И Поцелуй Любови Нежной Луною Замок Озарен Я Вижу Терем Отдаленный Где Витязь Томный Воспаленный Вкушает Одинокий Сон Его Чело Его Ланиты Мгновенным Пламенем Горят Его Уста Полу Открыты Лапзанье Тайные Манят Он Страстно Медленно Вздыхает Он Видит Их И В пылком Сне Покровы К сердцу Прижимает Но Вот В глубокой Тишине Дверь Отворилась Пол Ревнивый Скрипит Под ножкой Торопливый И При серебряной Луне Мелькнула Дева Сны Крылаты Сокройтесь Отлетите Прочь Проснись Твоя Настала Ночь Проснися Дорог Миг Утраты Она Подходит Он Лежит И В сладострастной Неге Дремлет По Кровь Его И Жаркий Пух Чело Объемлет В Молчанье Дева Перед Ним Стоит Недвижно Бездыханно Как Лицемерная Диана Пред Милым Пастырем Своим И Вот Она На Ложе Хана Коленом Опершись Одним Вздохнув Лицо К Нему Склоняет С Томлением С Трепетом Живым И Сон Счастливца Прерывает Лапзанем Страстным И Немым Но Други Девственная Лира Умолкла Под Моей Рукой Слабеет Робкий Голос Мой Оставим Юного Ратмира Не Смею Песни Продолжать Руслан Нас Должен Занимать Руслан Сей Витязь Беспримерный В душе Герой Любовник Верный Упорным Боем Утомлен Под Богатырской Головою Он Сладостный Вкушает Сон Но Вот Уж Раннею Зарею Сияет Тихий Небосклон Все Ясно Утро Луч Игривый Головы Косматый Лоб Золотит Руслан Встает И Конь Ретивый Уж Витязя Стрелой Мчит И Дни Бегут Желтеют Нивы С дерев Спадает Дряхлый Лист В лесах Осенний Ветр Свист Певец Пернатых Заглушает Тяжелый Пасмурный Туман Ноги И Холмы Обвивает Зима Приближилась Руслан Свой Путь Отважно Продолжает На Дальний Север С каждым Днем Преграды Новые Встречает То Бьется Он С богатырем То С ведьмой То С великаном Долойной Ночью Видит Он Как будто Сквозь Волшебный Сон Окружены Седым Туманом Русалки Тихо На ветвях Качаясь Витязи Молодого С улыбкой Хитрой На устах Манят Не говоря Ни слова Но Тайным Промыслом Храним Бесстрашный Витязь Невредим В его Душе Желание Дремлет Он Их Не Видит Им Не Внемлет Одна Людмила Всюду С ним Но Между Тем Никем Незримо От Нападений Колдуна Волшебной Шапкой Хранима Что Делает Моя Княжна Моя Прекрасная Людмила Она Безмолвно И уныло Одна Гуляет По садам А Други Мыслит И Вздыхает Иль Волю Дав Своим Мечтам К родимым Киевским Полям В забвении Сердце Улетает Отца И Братьев Обнимает И старых Мамушек Своих Забытый Плен И Разлучение Но Вскоре Бедная Княжна Своё Теряет Заблуждение И Вновь Уныла И Одна Рабы Влюбленного Злодея И День И Ночь Сидеть Не Смея Меж Тем По Замку По Садам Прелестной Пленницы Искали Метались Громко Призывали Однако Все По Пустякам Людмила Ими Забавлялась Волшебных Рощах Иногда Без шапки Вдруг Она Являлась И Кликала Сюда Сюда И Все Бросались К ней Толпою Но В сторону Незримо Вдруг Она Неслышную Стопою От Хищных Убегала Рук Везде Все Часно Замечали Ее Минутные Следы То Позлощенные Плоды На шумных Ветвях Исчезали То Капли Ключевой Воды На лук Измятые Упадали Тогда Наверно В замке Знали Что Пьет Или Кушает Княжна На ветвях Кедра Иль Березы Скрываясь По Ночам Она Минутного Искала Сна Но Только Проливала Слезы Звала Супруга И покой Томилась Грустью И зевотой И редко Редко Пред зарей Склонялась К кадре В угловой Дремала Тонкую Дремотой Едва Редела Ночь Мгла Людмила К водопаду Шла Умыться Хладную Струею Сам Карло Утренней Порою Однажды Видел Из палат Как под Невидимой Рукою Блескал И брызгал Водопад С своей Обычной Тоскою До новой Ночи Здесь и там Она Бродила По садам Нередко Под вечер Слыхали Ее приятный Голосок Нередко В рощах Поднимали Ильею Брошенный Венок Или Клочки Персидской Шали Или Заплаканный Платок Жестокой Страстью Уязвленной Досадой Злобой Омраченной Колдун Решился Наконец Поймать Людмилу Непременно Так Лемно Сохромой Кузнец Прияв Супружеский Венец Из рук Прелестной Цитереи Раскинул Сеть Ее Красам Открыв На смешливым Богам Киприды Нежные Затеи Скучая Бедная Княжна В прохладе Мраморной Беседки Сидела Тихо Близ окна И сквозь Колеблемые Ветки Смотрела На цветущий Лук Вдруг Вдруг Слышат Кличут Милый Друг И видят Верного Руслана Его Черты Походка Стан Но Бледен Он В очах Туман И на бедре Живая Рана В ней Сердце Дрогнуло Руслан Руслан Он Точно И стрелою К супругу Пленница Летит В слезах Трепеща Говорит Ты здесь Ты ранен Что с тобою Уже достигла Обняла О ужас Призрак Исчезает Княжна В сетях С ее чела На землю Шапка Упадает Холодея Слышит Грозный крик Она Моя И в тот же миг Зрит Колдуна Перед очами Раздался Девы Жалкий стон Падет Без чувств И дивный сон Объял Несчастную Крылами Что будет С бедной Княжной О страшный Вид Волшебник Хилый Ласкает Дерзостной Рукой Младые Прелести Людмилы Уже ли Счастлив Будет Он Чу Вдруг Раздался Рога Звон И кто-то Карла Вызывает В смятенье Бледный Чародей На деву Шапку Надевает Трубят Опять Звучнее Звучней И он летит К безвестной Встрече Закинув Бороду За плечи Конец Песни Четвертой Из поэмы Руслан И Людмила Звукозапись Сделана Гузель Богудиновой Россия Ульяновск 2009 год Песня Пятая Поэма Руслан И Людмила Из собрания Сочинений В десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Пустите Веб-сайт LibriVox Звукозапись Звукозапись Сделана Гузель Богудиновой Поэма Руслан И Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том 3 Песня Пятая Ах Как мила Моя княжна Мне нрав Ее Всего дороже Она чувствительна Скромна Любви Супружеской Верна Немножко Ветрена Так что же Еще милее Тем она Все частно Прелестью Новой Умеет Нас Она Пленить Скажите Можно ли Сравнить Ее С дельфирую Суровой Одной Судьба Послала Дар Обворожать Сердца И взоры Ее Улыбка Разговоры Во мне Любви Рождают Жар А та Под юбку И гусар Лишь дайте Ей усы До шпоры Блажен Кого Под вечерок Выйденный Уголок Моя Людмила Поджидает И другом Сердце Назовет Но Верьте Мне Блаженный Тот Кто От Дельфиры Убегает И даже С нею Не знаком Да Впрочем Дело Не о том Но Кто Трубил Кто Чародея Насечу Грозно Вызывал Кто Колдуна Перепугал Руслан Он Местью Пламенея Достиг Обители Злодея Уш Витязь Под горой Стоит Призывный Рог Как Буря Воет Нетерпеливый Конь Кипит И снег Копытом Мощным Роет Князь Карлу Ждет Внезапно Он По шлему Крепкому Стальному Рукой Незримый Поражен Удар Упал Подобно Грому Руслан Подъемлет Смутный Взор И Видит Прямо Над головою С подъятой Страшной Буловою Летает Карла Черномор Щитом Прикрывшись Он Нагнулся Мечом Потряс И Замахнулся Но Тот Взвелся Под облака На миг Исчез И С высока Шумя Летит На князя Снова Проворный Витязь Отлетел И В снег С размаха Рокового Колдун Упал Да Там И Сел Руслан Не говоря Ни слова С коня Долой К нему Спешит Поймал За бороду Хватает Волшебник Силится Кряхтит И Вдруг С Русланом Улетает Ретивый Конь Во след Глядит Уже Колдун Под облаками На бороде Герой Висит Летят Над мрачными Лесами Летят Над дикими Горами Летят На бездну Морской От напряжения Костенея Руслан За бороду Злодея Упорно Держится Рукой Меж тем На воздухе Слабее И силе Русской Изумясь Волшебник Гордому Руслану Коварно Молвит Слушай Князь Тебе Вредить Я перестану Молодое Мужество Любя Забуду Все Прощу Тебя Спущу Но Только С уговором Молчи Коварный Чародей Прервал Наш Витязь С Черномором С Мучителем Жены Своей Руслан Не знает Договора Сей Грозный Меч Накажет Вора Лети Хоть До Ночной Звезды А Быть Тебе Без Бороды Боязнь Объемлет Черномора В досаде В горести Немой Напрасно Длинной Бородой Усталый Карло Потрясает Руслан Ее Не выпускает И щиплет Волосы Порой Два Дня Колдун Героя Носит На Третьей Он Пощады Просит О Рыцарь Сжалься Надо Мной Едва Дышу Нет Мочи Боли Оставь Мне Жизнь В Твоей Я Воле Скажи Спущусь Куда Велишь Теперь Ты Наш Ага Дрожишь Смирись Покорству Русской Сили Неси Меня К Моей Людмиле Смиренно Внемлет Черномор Домой Он С Витязем Пустился Летит И Мигом Очутился Среди Своих Ужасных Гор Тогда Руслан Одной Рукою Взял Меч Сраженной Головы И Бороду Схватив Другою Отсек Ее Как Горь Стравы Знай Наших Молвил Он Жестоко Что Хищник Где Твоя Краса Где Сила И На Шлем Высокий Седые Вяжет Волоса Свистя Зовет Коня Лихого Веселый Конь Летит И Ржет Наш Витязь Карлу Чуть Живого В Котомку За Седло Кладет А Сам Боясь Мгновенья Траты Спешит Наверх Горы Крутой Достиг И С радостной Душой Летит Волшебные Палаты Идет И не Находит Кругом Смущенный Взор Обводит Все Мертво Рощицы Молчат Беседки Пусты На Стремнинах Вдоль Берегов Ручья В Долинах Нигде Людмилы Следу Нет И Ухо Ничего Не Внемлет Внезапный Князь Хлад Объемлет В очах Его Темнее Цвет В уме Возникли Мрачные Думы Быть Может Горесть Плен Угрюмый Минута Волны Сих Мечтах Он Погружен Снимой Тоскою Поникнул Витязь Головою Его Томит Невольный Страх Недвижим Он Как Мертвый Камень Мрачится Разум Дикий Пламень И яд Отчаянной Любви Уже Текут В его Крови Казалось Тень Княжны Прекрасной Коснулась Трепетным Устам И Вдруг Неистовый Ужасный Стремится Витязь По Садам Людмила С воплем Призывает С холмов Утеса Отрывает Все Рушит Все Крушит Мечом Беседки Рощи Упадают Древа Мосты Миг Миг Пустынный Витязь Любви Небес Витязь она, и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огонь ее родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятенье, в бешенстве немом она зубами скрежетала и брату хладным языком у корней внятно лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень газ, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор, и вскоре князь и черномор узрели смерти содрогания. Она почила вечным сном, в молчанье видясь удалился. Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной, в прохладном сумраке лесов, стоял поникший хат и кров, густыми соснами венчанный. В течении медленном река, вблизи плетени страстника, волною сонное омывало, и вкруг него едва журчало при легком шуме ветерка. Долина всех местах таилась, уединенно и темна. И там, казалось, тишина сначала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От расцветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияла дым. Руслан на лук жену слагает, садится близ нее, вздыхает с уныним, сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйную рукою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан. Челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, в лосы небрежно распущены, улыбка, тихий взор очей, и грудь, и плечи обнаженные. Все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумлении молчаливом, кого же в рыбаке счастливом наш юный витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавый, его соперник молодой. Ратмир в пустыне безмятежной Людмилу славу позабыл, им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана. Встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. «Что вижу я?» — спросил герой. «Зачем ты здесь? Зачем оставил тревоги жизни боевой? И меч, который ты прославил?» «Мой друг!» — ответствовал рыбак. Душе наскучил бранной славы пустой и гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу во сто крат. Теперь, утратив жажду брани, пристал платить безумству дани, и верным счастьем богат я все забыл, товарищ милый. Все, даже прелести Людмилы. «Любезный хан, я очень рад!» — сказал Руслан. «Она со мною!» «Возможно ли? Какой судьбою?» «Что слышу? Русская княжна? Она с тобою?» «Где ж она? Позволь!» «Но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила. Моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость, она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых. Двенадцать дев меня любили. Я для нее...» Покинул их. Оставил терем их веселый в тени хранительных дубров. Сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов. «Отшельник, мирный и безвестный, остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою, свет моей души!» Пастушка милая внимала друзей открытый разговор, и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и Витязь на брегах до темной ночи просидели С душой и сердцем на устах. Часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора. Встает луна, все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслану счастья, побед и славы, и любви желает. И думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено Моей непостоянной лире Геройство воспевать одно? И с ним, незнаемое в мире, Любовь и дружбу старых лет. Печальный истинный поэт, Зачем я должен для потомства Порог и злобу обнажать И тайны козни вероломства В прадивых песнях обличать. Княжный искатель недостойный, Охоту к славе потеряв, Никем незнаемый, фарлав, В пустыне дальней и спокойной Скрывался и наины ждал. И час торжественный настал. К нему волшебница явилась, Вещая, знаешь ли меня, Ступай за мной, седлай коня. И ведьма кошкой обратилась, Оседлан конь, она пустилась, Тропами мрачными дубрав, За нею следует фарлав. Долина тихая дремала, В ночной одетая туман. Луна во мгле перебегала, Из тучи в тучу, И курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан Сидел с обычной тоскою, Предусыпленную княжною. К глубоку думу думал он, Мечты летели за мечтами, И неприметно веял сон Над ним холодными крылами. На деву смутными очами В дремоте томной он взглянул И, утомленную главою, Склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна Над страшной бездной глубиною Стоит недвижно и бледна. И вдруг Людмила исчезает, Стоит один над бездной он, Знакомый глаз, призывный стон Из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, Стремглав летит во тьме глубокой, И видит вдруг перед собой Владимир в гриннице высокой. В кругу седых богатырей Между двенадцатью сынами Столпой названных гостей Сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, Как в день ужасной расставанья, И все сидят, не шевелясь, Не смея прерывать молчание. Утих веселый шум гостей, Не ходит чаша круговая, И видит он среди гостей В бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит, Из опененного стакана. Он весел пьет и не глядит На изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, Друзей и недругов. И вдруг раздался гуслий беглый звук И голос вещего баяна, Певца героев и забав. Вступает в гринницу фарлав, Ведет он за руку Людмилу. Но старец, с места не привстав, Молчит, склонив голову унылу. Князья, бояре, все молчат. Душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад Объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, Он льет мучительные слезы, В волнении мыслит. Это сон! Томится, но зловещие грезы, Увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, Объятый роща темнотою, Долина в мертвой тишине. Изменник едет на коне. Перед ним открылась поляна. Он видит сумрачный курган. У ног Людмилы спит Руслан, И ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит. В тумане ведьма исчезает. В нем сердце замерло, дрожит, Из хладных рук узду роняет, Тихонько обнажает меч, Готовясь витязей без боя, С размаха надвое рассечь. К нему подъехал. Конь героя, врага почуя, Закипел, заржал и топнул, Знак напрасный. Руслан не внемлет. Сон ужасный, как груз над ним отяготел. Изменник, ведьмой ободренный, Герою в грудь рукой презренной, Вонзает трижды хладну сталь. И мчится бы излива вдаль С своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан Лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою Текла из воспаленных ран. Поутру, взор открыв туманный, Пуская тяжкий, слабый стон, С усилием приподнялся он, Взглянул по ней головой убранной И пал недвижный, бездыханный. Конец песни пятой Из поэмы Руслан и Людмила Звукозапись сделана Гузель Багладиновой Россия, Ульяновск, 2009 год Глава шестая Поэма Руслана и Людмила Из собрания сочинений в десяти томах Том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Для регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Песня шестая Ты мне велишь, о, друг мой нежный, На лире легкой и небрежной Старинны были напевать И музе верной посвящать Часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, По ссори с ветреной молвой Твой друг блаженством упоенный Забыл и труд уединенный И звуки лиры дорогой. От гармонической забавы Я негой упоен отвык. Дышу тобой, и гордой славы Не внятен мне призывный клик. Меня покинул тайный гений И вымыслов, и сладких дум Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты и любила Рассказы прежние мои Предания славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, черномор, И финна верные печали Твоё мечтание занимали. Ты, слушая мой лёгкий вздор, С улыбкой иногда дремала, Но иногда свой нежный взор Нежнее на певца бросала. Решусь. Влюблённый говорун Касаюсь вновь ленивых струн. Сажусь у ног твоих И снова бренчу про витязя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мёртвый в чистом поле. Уж кровь его не льётся боли. Над ним летает жадный вран. Безгласен рок. Недвижны латы. Не шевелится шлем косматый. Вокруг Руслана ходит конь, Поникнув гордой головою. В его глазах исчез огонь, Не машет гривой золотою, Не тешится, не скачет он. И ждёт, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок хладный сон, И долго щит его не грянет. А Черномор, он за седлом, В котомке, ведьмою забытый, Ещё не знает ни о чём. Усталый, сонный и сердитый, Княжну героя моего Бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, Волшебник выглянул. О, диво! Он видит богатырь убитый, В крови потопленный лежит. Людмилы нет, Всё пусто в поле. Злодея от радости дрожит И мнит. Свершилось! Я на воле! Но старый Карло был неправ. Меж тем, Наиной осенённый С Людмилой, Тихо усыплённой, Стремится к Киеву Фарлав. Летит, надежды, Страха полны. Пред ним уже днепровские волны В знакомых пажетях шумят. Уж видит золотоверхий град, Уже Фарлав по граду мчится, И шум настогно хвастаёт. В волнении радостным народ Валит за всадником, Теснится. Бегут обрадовать отца, И вот изменнику крыльца. Палача в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время В высоком тереме своём Сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом Сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он. Перед крыльцом Волнение, крики, Шум чудесный. Дверь отворилась. Перед ним Явился воин неизвестный. Все встали с шёпотом глухим И вдруг смутились, Зашумели. Людмила здесь, Фарлав, Уже ли? В лице печальном изменясь, Встаётся с тула старый князь, Спешит тяжёлыми шагами, К несчастной дочери своей Подходит. Отчими руками Он хочет прикоснуться к ней. Но дева милая не внемлет И очарованная дремлет В руках убийцы. Все глядят На князя в смутном ожидании, И старец беспокойный взгляд Вперел на витязя в молчании. Но хитро перст кустам прижав. — Людмила спит, — Сказал Фарлав. — Я так нашёл её недавно В пустынных муромских лесах У злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. Три дня мы билися, Луна над боем Трижды подымалась. Он пал, А юная княжна Мне в руки сонную досталась. И кто прервёт Сидивный сон, Когда настанет пробуждение? Не знаю. Скрыт судьбы закон. А нам надежды и терпенья Одни остались в утешении. И вскоре С вестью роковой Молва по граду полетела. Народа пёстрой толпой Городская площадь закипела. Печальный терем всем открыт. Толпа волнуется, Валит туда, Где на древе соком, На одеяле парчевом Княжна лежит во сне глубоком. Князья и витязи Кругом стоят унылые. Глазы трубные, Рога, Кимпаны, Гусли, Бубны Гремят над нею. Старый князь С тоской тяжело изнурясь К ногам Людмилы Сединами Приник С безмолвными слезами. И бледный близнеево форлав В немом раскаянии, Досаде трепещет, Дерзость потеряв. Настала ночь. Никто в ограде Очей бессонных не смыкал, Шумя теснились все друг к другу, О чуде всякий толковал. Молодой супруг Свою супругу Светлиться скромной забывал. Но только свет луны двурогой Исчез предутренней зарей. Весь Киев Вновой тревогой смутился. Клики, шум и вой Возникли всюду. Киевляне Толпятся на стене городской И видят В утреннем тумане Шатры белеют за рекой. Щиты Акзарева блистают, В полях наездники мелькают, Вдали под земля черный прах. Идут походные телеги, Костры пылают на холмах. Беда Восстали печенеги, Но в это время Вещи Финн, Духов могучий властелин, В своей пустыне безмятежной Спокойным сердцем ожидал, Чтоб день судьбины неизбежный, Давно предвиденный, Восстал. В немой глуши Степей горючих За дальней цепью диких гор Жилища ветров, Бурь гремучих, Куда и ведьмы смелый взор Проникнуть в поздний час боится. Долина чудная таится, И в той долине Два ключа. Один течет волной живою, Пока у нем весело журчат, Тот льется мертвой водой, Кругом все тихо, Ветры спят, Прохлада вешняя не веет, Столетние сосны не шумят, Не вьются птицы, Лань не смеет, В жар летний пить из тайных вод. Чета духов с начала мира, Безмолвная на лоне мира, Дремучий берег стережет. С двумя кувшинами пустыми Предстал отшельник перед ними, Прервали духи давний сон, И удалились страха полный. Склонившись, погружает он сосуды В девственные волны, Наполнил, в воздухе пропал, И очутился в два мгновения В долине, Где Руслан лежал в крови, Безгласный, без движения. И стал над рыцарем старик, И вспрыснул мертвой водою, И раны засияли вмиг, И труп чудесной красотою Процвел. Тогда водой живою Героя-старица кропил, И бодрый, полный новых сил, Трепеща жизнью молодою, Встает Руслан, На ясный день Очами жадными взирает, Как безобразный сон, Как тень, Пред ним мельнувшая мелькает. Но где Людмила? Он один, В нем сердце вспыхнув, Замирает. Вдруг Витязь вспрянул, Вещи Финн его зовет И обнимает. Судьба свершилась, О, мой сын, Тебя блаженство ожидает, Тебя зовет кровавый пир, Твой грозный меч Бедою грянет, На Киев снидет Кроткий мир, И там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, Коснись ей мчела Людмилы, И тайных чар исчезнут силы, Врагов смутит твое лицо, Останет мир, Погибнет злоба. Достойны счастья Будьте оба, Прости надолго, Витязь мой, Дай руку. Там, За дверью гроба, Не прежде Свидимся с тобой, Сказал, Исчезну. Упоенный, Восторгом пылким и немым, Руслан, Для жизни пробужденный, Подъемлет руки Вслед за ним. Но ничего не слышно более. Руслан один В пустынном поле, Запрыгав, С Карлой за седлом, Руслана в конь нетерпеливый Бежит и ржет, Махая кривой. Уж князь готов, Уж он верхом, Уж он летит живой и здравый, Через поля, Через дубравы. Но между тем, Какой позор Являет Киев осажденный. Там, устремив на Ниву взор, Народ, Унынием пораженный, Стоит на башнях И стенах, И в страхе ждет Небесной казни. Стена неоробкая в домах, На стогнах тишина боязни. Один, Близь дочери своей, Владимир в горестной молитве И храбрый сон богатырей, С дружиной верною князей Готовится к кровавой битве, И день настал. Толпы врагов Зарей двинулись с холмов, Неукротимые дружины, Волнуясь, Хлынули с равнины И потекли К стене городской. В ограде трубы Загремели, Бойцы сомкнулись, Полетели Навстречу ратью удалой, Сошлись И заварил с собой. Почуя смерть, Взыграли кони, Пошли стучать Мечи о броне. Со свистом Туча стрел взвелась, Равнина кровью залилась. Тремглав Наездники помчались, Дружины конные Смешались. Сомкнутой, Дружиной стеной, Там рубится Со строем Строй. Со всадником Там пеший бьется, Там конь Испуганный Несется, Там клики битвы, Там побег, Там русский пал, Там печенек. Тот опрокинут Буловою, Тот легкой Поражен стрелою, Другой, Придавленный щитом, Растоптан Бешеным конем. И длился бой До темной ночи, Ни враг, Ни наш Не одолел. За грудами Кровавых тел Бойцы Сомкнули Томные очи, И крепок Был их Бранный сон. Лишь изредка На поле битвы Был слышен Падших Скорбный стон И русских Витязей Молитвы. Бледнела Утренняя тень, Волна Сребрилась В потоке. Сомнительный Рождался день На отуманенном Востоке. Яснили Холмы И леса, И просыпались Небеса. Еще в бездейственном Покое Дремало Поле боевое. Вдруг Сон Прервался. Вражий Стан С тревогой Шумную Воспрянул. Внезапный Крик Сражений Грянул. Мутилось Сердце Киевлян Бегут Нестройными Толпами И видят В поле Меж врагами Блистая В латах Как в огне Чудесный Воин На коне Грозой Несется Колит Рубит В ревущий Рог Летая Трубит Как был Руслан Как божий Гром Наш Витязь Пал на Басурмана Он Рыщет С Карлой За седлом Среди Испуганного Стана Где Не просвищет Грозный Меч Где Конь Сердит И Не промчится Везде Главы Слетают С плеч И С воплем Строй На Строй Валится В одно Мгновенье Бранный Лук Покрыт Холмами Тел Кровавых Живых Раздавленных Безглавых Громады Копий Стрел Кольчу На Трубный Звук На Голос Боя Дружины Конные Слаган Помчались По следам Героя Сразились Гибни Басурман Объемлят Уже Спеченегов Питомцы Бурные Набегов Зовут Рассеянных Коней Противицы Не смеют Боли И С диким Воплем В пыльном Поле Бегут От Киевских Мечей Обречены На Жертву Аду Их Сон Мы Русский Меч Казнит Лекует Киев На Пограду Могучий Богатырь Летит В деснице Держит Меч Победный Копье Сияет Как Звезда Струится Кровь С кольчуги Медной На Шлеме Вьется Борода Летит Надежда Окрыленный Постогном Шумным В княжий Дом Народ С восторгом Поенный Толпится С кликами Кругом И князя Радость Оживила Безмолвный Терем Входит Он Где Дремлет Чудным Сном Людмила Владимир В думу Погружен У ног Ее Стоял Унылый Он Был один Его Друзей Война Влекла Поля Кровавы Но С ним Фарлав Чуждая Славы Вдали От Вражеских Мечей В душе Презрев Тревоги Стана Стоял На Стражу Дверей Едва Злодею Знал Руслан В нем Кровь Остыла Взор Погас В устах Открытых Замер Глаз И Пал Бесчувств Он На Колено Достойной Казни Ждет Измена Но Помня Тайный Дар Кольца Руслан Летит К Людмиле Спящей Ее Спокойного Лица Касается Рукой Рожащей И Чудо Юная Княжна Вздохнув Открыла Светлые Очи Казалось Будто Бы Она Дивилась Остоль Долгой Ночи Казалось Что Какой-то Сон Ее Томил Мечтой Неясной И Вдруг Узнала Это Он И Князь В Объятиях Прекрасный Наскреснув Пламенной Душой Руслан Не Видит Не Внимает И Старец В радости Немой Рыдая Милых Обнимает Чем Кончит Длинный Мой Рассказ Ты Угадаешь Друг Мой Милый Неправый Старца Гнев Показ Орла Впред Ним И Пред Людмилой У ног Руслана Объявил Свой Стыд И Мрачное Злодейство Счастливый Князь Ему Простил Лишенный Силы Чародейства Был Принят Карла Во дворец И Бедствий Празднуя Конец Владимир В гриднице Принувших дней Предания Старины Глубокой Эпилог Поэма Руслана Людмила Из Собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Для регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Вебсайт LibriVox.org Эпилог Так Мирожитель Равнодушный На лоне Праздной Тишины Я славил Лирую Послушной Бредание Темной Старины Я пел И забывал Обиды Слепого Счастья И врагов Измены Ветреной Дориды И сплетни Шумная Глупцов На крыльях Вымыслоносимый Ум улетал За край Земной И между тем Грозы Незримой Сбиралась Туча Надо Мною Я погибал Святой Хранитель Первоначальных Бурных Дней О, Дружба Нежный Утешитель Болезненной Души Моей Ты умолила Непогоду Ты сердцу Возвратила Миру Ты сохранила Мне свободу Кипящий Младости Кумир Забытый Светом И маловою Далече От брегов Невы Теперь Я вижу Пред Собою Кавказа Гордые Главы Над Их вершинами Восторга В краткий День Протек И скрылась От меня Навек Богиня Тихих Песнопений Конец Поэмы Руслана Людмила Глава Восьмая Поэма Кавказский Пленник Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot Org Звукозапись Сделана Ильей Поэма Кавказский Пленник Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Посвящение Прими С улыбкой Мой друг Свободной Музы Музы Приношения И Пустыни Розно Шли В течение Дикой Воспоминают Прежних Дней Неотразимые Набеги Обманы Хитрых Узденей Удары Шашек Их Жестоких И меткость Неизбежных Стрел И пепел Разоренных Сел И ласки Пленниц Чернооких Текут Угроз Взор Сон С волнением И Преклонив Сон 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 И белоснежное пшено. С ним тайный ужин разделяет, На нем покоит нежный взор, С неясной речью сливает Очей и знаков разговор. Поет ему и песни гор, И песни Грузии счастливой, И памяти нетерпеливой Передает язык чужой. Впервые девственной душой Она любила, знала счастье, Но русский, жизни молодой, Давно утратил сладострастие. Не мог он сердцем отвечать Любви младенческой, открытой, Быть может, сон любви забытый, Боялся он воспоминать. Не вдруг увянет наша младость, Не вдруг восторги бросят нас, И неожиданную радость Еще обнимем мы не раз. Но вы, живые впечатления, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоения, Не прилетаете вы вновь. Казалось, пленник безнадежный К унылой жизни привыкал. Тоску неволи, жар мятежный В душе глубоко он скрывал. Влачась о межгрюмых скал В час ранней утренней прохлады, Вперял он любопытный взор На отдаленные громады Седых румяных синих гор, Великолепные картины, Престолы вечные снегов. А чам казались их вершины Недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двухглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, Белел на небе голубом. Когда с глухим сливаясь гулом, Предтеча бури, гром гремел. Как часто пленник над аулом Недвижим на горе сидел, У ног его дымились тучи, В степи взвивался прах летучий. Уже приюта между скал, Олень испуганный искал. Орлы с утесов подымались И в небесах перекликались. Шум табунов, мычанье стад, Уж глазом бури заглушались. И вдруг на долы дождь и град И стучь сквозь молнии извергались. Волнами роя крутизны, Сдвигая камни вековые, Текли потоки дождевые. А пленник с горной вышины Один за тучей громовою Возврата солнечного ждал Недосягаемой грозою. И бури немощному вою С какой-то радостью внимал. Но европейца все внимание Народ сей чудный привлекал. Межгорцев пленник наблюдал Их веру, нравы, воспитание. Любил их жизни простоту, Гостеприимство, жажду брани, Движений вольных быстроту, И легкость ног, и силу длани. Смотрел по целым он часам, Как иногда черкес проворный Широкой степью по горам, В косматой шапке, в бурке черной, К луге склоняясь на стремена, Ногою стройной опираясь, Летал по воле скакуна, К войне заранее приучаясь. Он любовался красотой, Одежды бранной и простой, Черкес оружием обвешан, Он им гордится, им утешен, На нем броня, пищаль, колчан, Кубанский лук, кинжал, аркан, И шашка вечная подруга, Его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, Ничто не брякнет, Пеший, конный, Все тот же он, Все тот же вид, Непобедимый, непреклонный, Гроза беспечных казаков, Его богатство, конь ретивый, Питомец горских табунов, Товарищ верный, терпеливый. В пещере или в траве глухой, Коварный хищник с ним таится, И вдруг, внезапною стрелой, Завидя путника, стремится. В одно мгновенье верный бой, Решит удар его могучий, И странника в ущелье гор, Уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, Исполнен огненной отваги. Все путь ему, Болото, бор, кусты, Утесы и овраги, Кровавый след за ним бежит, В пустыне топот раздается, Седой поток пред ним шумит, Он вглубь кипящую несется. И путник, брошенный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая, смерти просит, И зрит ее перед собой. Но мощный конь его стрелой На берег пенистый выносит. И ухватив рогатый пень, В реку, не сверженной грозою, Когда на холмах пеленою Лежит безлунной ночи тень, Черкес на корни вековые, На ветве вешает кругом Свои доспехи боевые, Щит, бурку, панцирь и шелом, Колчан и лук, И в быстрые волны За ним бросается потом, Неутомимый и безмолвный. Глухая ночь, река ревет, Могучий ток его несет, Вдоль берегов уединенных, Где на гурганах возвышенных, Склонясь на копья казаки, Глядят на темный бег реки, И мимо их во мгле чернее Плывет оружие злодея. О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы? На смертном поле свой бивак, Полков хвалебные молитвы, И родину? Коварный сон, Простите, вольные станицы, И дом отцов, И тихий дон, Война и красные девицы, К бригам причалил тайный враг, Стрела выходит из колчана, Взвелась и падает казак, С окровавленного кургана. Когда же с мирною семьей Черкес в отеческом жилище Сидит ненастною порой И тлеют угли в пепелище, И спрянув с верного коня В горах пустынных запоздалый К нему войдет пришлец усталый И робко сядет у огня, Тогда хозяин благосклонный С приветом ласково встает И гостью в чашу благовонной Чехирь отрадный подает. Под влажной буркой В сакле дымной Вкушает путник мирный сон, И утром оставляет он Ночлега кров гостеприимный. Бывало, в светлый байран Сберутся юноши толпою, Игра сменяется игрою, То, полный разобрав колчан, Они крылатыми стрелами Пронзают в облаках орлов, То с высоты крутых холмов Нетерпеливыми рядами При данном знаке вдруг падут, Как лани землю поражают, Равнину пылью покрывают И с дружным топотом бегут. Но скучен мир однообразный Сердцам рожденным для войны, И часто игры воли праздны, Игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут В безумной резвости перов, И в прах летят главы рабов, И в радости младенцы плещут. Но русский равнодушно зрел Сеи кровавые забавы, Любил он прежде игры славы И жаждой гибели горел. Невольник чести беспощадный, Вблизи видал он свой конец, На поединках твердый, хладный, Встречая гибельный свинец. Быть может, в думу погруженный Он время то воспоминал, Когда друзьями окруженный Он с ними шумно пировал. Жалел ли он о днях минувших, О днях надежду обманувших, И любопытный созерцал Суровой простоты забавы И дикого народа нравы В всем верном зеркале читал. Таил в молчании он глубоком Движение сердца своего, И на челе его высоком Не изменялось ничего. Беспечной смелости его Черкесы грозные дивились, Щадили век его молодой, И шепотом между собой Своей добычей угордились. Глава 9 Поэма «Кавказский пленник» Из собрания сочинений в десяти томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Ильей Поэма «Кавказский пленник» Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти томах Том 3 Глава 9 Ты их узнала, дева гор В восторге сердца, жизни сладость Твой огненный невинный взор Высказывал любовь и радость Когда твой друг во тьме ночной Тебя лобзал немым лобзанием Сгорая негой и желанием Ты забывала мир земной Ты говорила Пленник милый Развесели свой взор унылый Склонись главой ко мне на грудь Свободу, родину забудь Скрываться рада я в пустыне С тобою, царь души моей Люби меня Никто доныне Не целовал моих очей К моей постели одинокой Черкес молодой и черноокой Не крался в тишине ночной Слыву я девою жестокой Неумолимой красотой Я знаю, жребий мне готовый Меня отец и брат суровый Немилому продать хотят В чужой аул Ценою злата Но умолю отца и брата Не то найду кинжал Ильят Непостижимой чудной силой К тебе я вся привлечена Люблю тебя, невольник милый Душа тобой упоена Но он с безмолвным сожалением На деву страстную взирал И полный тяжким размышлением Словам любви ее внимал Он забывался В нем теснились воспоминания Прошлых дней И даже слезы из очей Однажды градом покатились Лежала в сердце, как свинец Тоска любви без упования Пред юной девой, наконец Он излиял свои страдания Забудь меня Твоей любви Твоих восторгов я не стою Бесценных дней не трать со мною Другого юношу зови Его любовь тебе заменит Моей души печальный хлад Он будет верен, он оценит Твою красу, твой милый взгляд И жар младенческих лапзаний И нежность пламенных речей Без упоения, без желаний Я вяну жертвую страстей Ты видишь след любви несчастной Душевной бури след ужасной Оставь меня, но пожалей Оскорбной участи моей Несчастный друг, зачем мне прежде Явилась ты моим очам В те дни, как верил я надежде И упоительным мечтам Но поздно Умер я для счастья Надежды призрак улетел Твой друг отвык от сладострастия Для нежных чувств окаменел Как тяжко мертвыми устами Живым лапзанием отвечать И очи полные слезами Улыбкой хладной встречать Измучась ревностью напрасной Уснув бесчувственной душой В объятиях подруги страстной Как тяжко мыслить о другой Когда так медленно, так нежно Ты пьешь лапзания мои И для тебя часы любви Проходят быстро, безмятежно Снедая слезы в тишине Тогда рассеянный, унылый Перед собою, как во сне Я вижу образ вечно милый Его зову, к нему стремлюсь Молчу, не вижу, не внимаю Тебе в забвении предаюсь И тайный призрак обнимаю А в нем в пустыне слезы лью Повсюду он со мною бродит И мрачную тоску наводит На душу сирую мою Оставь же мне мои железы Уединенные мечты Воспоминания, грусть и слезы Их разделить не можешь ты Ты, сердце слышало признание Прости, дай руку на прощание Недолго женскую любовь Печалит хладная разлука Пройдет любовь, настанет скука Красавица полюбит вновь Раскрыв уста, без слез рыдая Сидела дева молодая Туманный, неподвижный взор Безмолвный выражал укор Бледна, как тень, она дрожала В руках любовника лежала Ее холодная рука И, наконец, любви тоска В печальной речи излилась Ах, русский, русский, для чего Не зная сердца твоего Тебе навек я предалася Недолго на груди твоей В забвении дева отдыхала Немного радостных ночей Судьба на долю ей послала Придут ли вновь когда-нибудь Ужель навек погибла радость Ты мог бы, пленник, обмануть Мою неопытную младость Хотя б из жалости одной Молчанием, лаской и притворной Я услаждала б жребий твой Заботой нежной и покорной Я стерегла б минуты сна Покой тоскующего друга Ты не хотел Но кто ж она, твоя прекрасная подруга Ты любишь русский, ты любим Понятны мне твои страдания Простишь и ты мои рыдания Не смейся горе с тем моим Умолкла Слезы и стенания Стеснили бедные девы грудь Уста без слов роптали пени Без чувств обняв его колени Она едва могла дохнуть И пленник тихою рукою Подняв несчастную сказал Не плачь И я гоним судьбою И муки сердца испытал Нет, я не знал любви взаимной Любил один, страдал один И гасну я, как пламень дымный Забытый средь пустых долин Умру вдали брегов желанных Мне будет гробом эта степь Здесь на костях моих изгнанных Заржавит тягостная цепь Светила ночи затмевались Вдали прозрачные означались Громады светлоснежных гор Главу склонив Потупя взор Они в безмолвии расстались Унылый пленник с этих пор Один окрест аула бродит Заря на знойный небосклон За днями новые дни возводит За ночью ночь во след уходит Вообще свободы жаждет он Мелькнет ли серно меж кустами Проскачет ли в омгле сайгак Он вспыхнув загремит цепями Он ждет Не крадет цель казак Ночной аулов разоритель Рабов отважный избавитель Зовет Но все кругом молчит Лишь волны плещут сабушуя И человека зверь почуя В пустыню темную бежит Однажды слышит русский пленный В горах раздался клик военный В табун, в табун Бегут, шумят Уздечки медные гремят Чернеют бурки Блещут брони Кипят оседланные кони К набегу весь аул готов И дикие питомцы брани Рекою хлынули с холмов И скачут по брегам Кубани Сбирать насильственные дани Утих аул На солнце спят Усакли псы сторожевые Младенцы смуглые Ногие Свободной резвости шумят Их прадеды в кругу сидят Из трубок дым виясь синеет Они безмолвно юных дев Знакомы слушают припев И старцев сердце молодеет Глава Черкесская песня Поэма «Кавказский пленник» Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма «Кавказский пленник» Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Глава «Черкесская песня» Первая В реке бежит гремучий вал В горах безмолвие ночное Казак устал и задремал Склонясь на копье стальное Не спи, казак Во тьме ночное чеченец ходит за рекой Второе Казак плывет на челноке Волоча по дну речному сети Казак, утонешь ты в реке Как тонут маленькие дети Купаясь жаркою порой Чеченец ходит за рекой Третье На берегу заветных вод Цветут богатые станицы Веселый пляшет хоровод Бегите, русские певицы Спешите, красные, домой Чеченец ходит за рекой Так пели девы Сев на бреге Мечтают русские побеги На цепь невольника тяжка Быстра глубокая река Меж тем, померкнув, степь уснула Вершины скала мрачены По белым хижинам аула Мелькает бледный свет луны Елене дремлют над водами Помолкнул поздний крик орлов И глухо вторится горами Далекий топот табунов Тогда кого-то слышно стало Мелькнула девы покрывала И вот, печально и бледна К нему приближилась она Уста прекрасно ищут речи Глаза исполнены тоской И черной падают волной Ее влазы на груди плечи В одной руке блестит пила В другой кинжал ее булатный Казалось, будто дева шла На тайный бой На подвиг ратный На пленника возведший взор Беги, сказала дева гор Нигде черкес тебя не встретит Спеши, не трать ночных часов Возьми кинжал Твоих следов никто во мраке не заметит Пилу дрожащей взяв рукой К его ногам она склонилась Визжит железо под пилой Слеза невольная скатилась И цепь проспалась и гремит Ты волен, дева говорит Беги! Но взгляд ее безумный Любви порыв изобразил Она страдала Ветер шумный Свистя по кровь ее клубил О, друг мой! Русский возопил Я твой навек, я твой до гроба Ужасный край оставим оба Беги со мной! Нет, русский, нет! Она исчезла, жизнь и сладость Я знала все Я знала радость И все прошло Пропал и след Возможно ли ты любил другую? Найди ее Люби ее О чем же я еще доскую? О чем уныние мое? Прости Любви благословения С тобою будут каждый час Прости Забудь мои мучения Дай руку мне В последний раз В Черкешинке Простер он руки Воскресшим сердцем К ней летел И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел Рука с рукой Уныние полны Сошли К обрегу в тишине И русский В шумной глубине Уже плывет И пенит волны Уже противных скал достиг Уже хватается за них Вдруг волны Глухо зашумели И слышен отдаленный стон На дикой брег Выходит он Глядит назад Брега и снели И опененные белели Но нет Черкешинки Молодой Ни у брегов Ни под горой Все мертво На брегах уснувших Лишь ветра Слышен легкий звук И при луне В водах плеснувших Струистый Исчезает круг Все понял он Прощальным взором Объемлет он В последний раз Кустой аул С его забором Поля Где пленный Стадо пас Стремнины Где влачил оковы Ручей Где в полдень отдыхал Когда в горах Черкес суровый Свободы песню запевал Редел на небе Мрак глубокий Ложился день На темный дол Зашла заря Тропой далекой Освобожденный пленник шел И перед ним Уже в туманах Сверкали русские штыки И окликались на курганах Сторожевые Казаки Конец главы Черкесская песня Поэмы Кавказский пленник Глава Эпилог Поэма Кавказский пленник Из собрания Сочинений в десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Кавказский пленник Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений в десяти томах Том 3 Глава Эпилог Так муза Легкой друг мечты К пределам Азии летала И для венка себе срывала Кавказа дикие цветы Ее пленял Наряд суровый Племен Возросших на войне И часто В сей одежде новой Волшебница Являлась мне Вокруг Аулов Опустелых Одна Продила по скалам И к песням Дев осиротелых Она прислушивалась Там Любила бранные станицы Тревоги смелых казаков Курганы Тихие гробницы И шумы ржания табунов Богиня песен И рассказа Воспоминания полна Быть может повторит она Предание грозного Кавказа Расскажет повесть Дальних стран Мстислава Древний поединок Измены Гибель россиян На лоне Мстительных Грузинок И воспою Тот славный Час Когда Почуя бой Кровавый На негодующий Кавказ Подъялся Наш Орел Двуглавый Когда На тереке Седом Впервые Грянул Битвы Гром И Грохот Русских Барабанов И Всечи С дерзостным Челом Явился Пылки Цицианов Тебя Я воспою Герой О Котляревский Бич Кавказа Куда Не мчался Ты Грозой Твой Ход Как Черная Зараза Вгубил Ничтожил Племена Ты Днесь Покинул Саблю Мести Тебя Не радует Война Скучая Миром В язвах Чести Вкушаешь Праздный Ты Покой И Тишину Домашних Долг Но Се Восток Подъем Литвой Поникни Снежной Угловой Смирись Кавказ Идет Ермолов И Смолкнул Ярый Крик Войны Все Русскому Мечу Подвластно Кавказа Гордые Сыны Сражались Гибли Вы Ужасно Но Не Спасла Вас Наша Кровь Ни Очарованная Брони Ни Горы Ни Лихие Кони Недикой Вольности Любовь Подобно Племени Батыя Изменит Прадедом Кавказ Забудет Алчной Брани Глаз Оставит Стрелы Боевые Ущельем Где Гнездились Вы Подъедет Путник Безбоязни И Возвестят О Вашей Казни Предание Темной Молвы О Юный Вождь Сверша Походы Прошел Ты С воинством Кавказ Зрел Ужасы По красы Природы Как С ребр Там Страшных Гор Лиясь Ревут В мрак Безн Сердиты Реки Как С челых С грохотом Снега Падут Лежавши Целы Веки Как Серны Вниз Склонив Рога Зрят В мгле Спокойно Под собою Рождение Молнии Громов Ты Зрел Как Ясною Порою Там Солнечные Лучи Средь Льдов Средь Вод Играя Отражаясь Великолепный Кажут Вид Как В разноцветных Рассеваясь Там Брызгах Тонкий Дождь Горит Как Глыба Там Сиза Янтарна Навесись Смотрит В темный Бор А Там Заря Златобагряна Сквозь лес Увеселяет Взор Жуковский В своем Послании Господину Воейкову Также Посвящает Несколько Прелестных Стихов Описанию Кавказа Ты Зрел Как Терек В быстром Беге Меж Виноградников Шумел Где Часто Притаясь На бреге Чеченец Или Черкес Сидел Под Буркой С Гибельным Арканом И Вдалеке Перед Тобой Одетый Голубым Туманом Гора Вздымалась Над Горой И В сонме Их Гигант Седой Как Туча Эль Бурус Двуглавый Ужасною И Величавой Там Все Блистает Красотой Утесов Мшистые Громады Бегущие С ревом Водопады Во мрак Пучин С Леса Которых Сна От Века Ни Стук Секир Ни Человека Веселый Глаз Не Возмущал В Которых Сумрачные Сени Еще Луч Дневный Не Проник Где Изредка Одни Елене Орла Послышав Грозный Крик Стеснясь В толпу Шумят Ветвями И Козы Легкими Ногами Перебегают По Скалам Там Все Является Очам Великолепия Творения Но Там Среди Уединения Долин Таящихся В горах Нездятся И Балкар И Бах И Абазех И Комуцинец И Корбулак И Албазинец И Чичереец И Шапсук Пищаль Кольчуга Сабля Лук И Конь Соратник Быстроногий Их И Сокровища И Боги Как Серны Скачут По горам Бросают Смерть Из-за Утеса Или По топким Берегам В Траве Высокой В Чаще Леса Рассыпавшись Добыча Ждут Скалы Свободы Их Приют Но Дни В Аулах Их Бредут На Костылях Угрюмой Лени Там Жизнь Их Сон Стеснясь Кружок И в Братский С Табаком Горшок Вонзивший Чубуки Как тени Тыму Клубящимся Сидят И об убийствах Говорят Или хвалят Меткие Пищали Из-скоих Деды Их Стреляли Или сабли На кремнях Острят Готовясь На убийство Новое Конец главы Эпилог Поэмы Кавказский Пленник Поэма Гавриили Ада Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Довольный Царю небес И Господу Христу Пою стихи На лире Богомольной Смиренных Струн Быть может Наконец Ее пленят Церковные Напевы И Дух Святой Сойдет На сердце Девы Властитель Он И мыслей И сердец 16 лет Невидное Смирение Бровь Темная Двух Девственных Холмов Под полотном Упругое Движение Нога Любви Жемчужный Ряд Зубов Зачем Же Ты Еврейка Улыбнулась И по лицу Румянец Пробежал Нет Милая Ты Право Обманулась Я Не Тебя Марию Описал В глуши Полей Вдали Иерусалима Вдали Забав И юных Волокит Которых Без Для гибели Хранит Красавица Никем Еще Незримо Без Прихоти Вела Спокойный Век Ее Супруг Почтенный Человек Седой Старик Плохой Столяр И плотник В селенье Был Единственный Работник И день И ночь Имея Много Дела То с уровнем То с верную Пилою То с топором Немного Он смотрел На прелести Который Овладел И тайный Цвет Которому Судьбой Назначена Была Иная Честь На стебельке Не смел Еще Процвесть Ленивый Муж Своею Старой Лейкой В час Утренней Не орошал Его Он Как отец С невинной Жил Еврейкой Ее Кормил И больше Ничего Но С праведных Небес Во время Оно Всевышний Бог Склонил Приветный Взор На стройный Стан На девственное Лона Рабы Своей И Чувствуя Задор Он Положил В премудрости Глубокой Благословить Достойный Вертоград Сей Вертоград Забытый Одинокий Щедротую Таинственных Наград Уже Поля Немая Ночь Объемлят В своем Углу Мария Сладко Дремлет Всевышний Рек И Деве Снится Сон Пред Нею Вдруг Открылся Небосклон Во Глубине Небес Необозримый В сиянии И славе Нестерпимой Тьмы Ангелов Волнуются Кипят Бесчисленно Летают Серафимы Струнами Арв Брецают Херувимы Архангелы В безмолвии Сидят Главы Закрыв Лазурными Крылами Стоит Пред ними Трон И Светил Вдруг Очам Явился Он Все Полениц Умолкнул Арф И звон Склонив Главу Едва Мария Дышит Дрожит Как лист И Голос Бога Слышит Краса Земных Любезных Дочерей Израиля Надежда Молодая Зову Тебя Любовью Пылая Причастница Ты Славы Будь Моей Готова Будь К неведовой Судьбине Жених Грядет Грядет К своей Рабыне Вновь Облаком Оделся Божий Трон Восстал Духов Крылатый Легион И Раздались Небесные Арфы Звуки Открыв Уста Сложив Умильно Руки Лицу Небес Мария Предстоит Но Что 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 Так Волнует Монит Ее К Себе Внимательные Взоры Кто Сей В толпе Придворных Молодых С нее Очей Не Сводит Голубых Пернатый Шлем Роскошные Уборы Сиянье Крилы Локонов Золотых Высокий Стан Взор Томный И Стыдливый Все Нравится Марии Молчаливой Замечен Он Один Он Сердцу Мил Гордись Не в нем Ле детской Пене На полотне Так Исчезают Тени Рожденные Волшебном Фонаре Красавица Проснулась На заре И нежилась На ложе Томной Лени Но Дивный Сон Но Милый Гавриил Из памяти Ее Не выходил Царя Небес Любить Она Хотела Его Слова Приятно Были Ей И Перед Ним Она Благоговела Но Гавриил Казался Ей Милей Так Иногда Супруг Генерала Затянутый Прельщает Адъютант Что Делать Нам Судьба Так Приказала Согласны В том Невежда И Педант Поговорим О странностях Любви Другого Я Не Смыслю Разговора В те Дни Когда От огненного Взора Мы Чувствуем Волнение В крови Когда Тоска Обманчивых Желаний Объемлет Нас И душу Тяготит И Всюду Нас Преследует Томит Предмет Один И Дума И Страданий Не Правда Ли В толпе Младых Друзей Наперсника Мы Ищем И Находим С Ним Тайный Глаз Мучительных Страстей Наречием Восторгов Переводим Когда Ж Мы Поймали На лету Крылатый Миг Небесных Упоений И К радостям Наложа Наслаждений Стыдливо Склонили Красоту Когда Любви Забыли Мы Страдания И Нечего Нам Более Желать Чтоб Оживить О ней Воспоминания С наперсником Мы Любим Поболтать И Ты Господь Познал Ее Волнение И Ты Пылал О Боже Как И Мы Создателю Постыло Все Творенье Наскучило Небесное Моленье Он Сочинял Любовные Псалмы И Громко Пел Люблю Люблю Марию В уныние Бессмертия Влачу Где Крылья К Марии Полечу И На Груди Красавицы Почию И Прочее Все Что Придумать Мог Творец Любил Восточный Пестрый Слог Потом Призвав Любимца Гавриила Свою Любовь Он Прозой Объяснял Беседы Их Нам Церковь Утаила Евангелист Немного Оплошал Но Говорит Армянское Предание Что Царь Небес Не Пожалев Похвал В Меркурии Архангела Избрал Заметя В нем И ум И дарование И вечерком К Марии Подослал Архангелу Другой Хотелось Чести Нередко Он В посольствах Был Счастлив Переносить Записочки До вести Хоть выгодно Но он Самолюбив И Славы Сын Намерение Сокрыв Стал Нехотя Услушливый Угодник Царю Небес А по земному Сводник Но Старый Враг Не дремлет Сатана Услышал Он Шатаясь В Белом Свете Что Бог Имел Еврейку На примете Красавицу Которая Должна Спасти Наш Род От вечной Муки Ада Лукавому Великая Досада Хлопочет Он Всевышний Между тем На небесах Сидел В унынде Сладком Весь мир Забыв Не правил Он ничем И без него Все шло Своим Порядком Что же Делает Мария Где Она Иосифа Печальная Супруга В своем Саду Печальных Дум Полна Проводит Час Невинного Досуга И снова Ждет Пленительного Сна С ее Души Нисходит Образ Милой К Архангелу Летит Душой Унылой В прохладе Пальм Под говором Ручья Задумалась Красавица Кто ж это был Увы Конечно Без Красавица Змеи Цветов Разнообразность Ее привет Огонь Лукавых глаз Понравились Марии В тот же Час Чтоб Усладить Молодого Сердца Праздность На сатане Поко Нежный Взор С ним Завела Опасный Разговор Кто ты Змея По Льстивому Напеву По Красоте По Блеску По Глазам Я Узнаю Того Кто Нашу Еву Привлечь Успел К таинственному Древу И там Склонил Несчастную К грехам Ты Погубил Неопытную Деву А с нею Весь Адамов Род И нас Мы В песне Бед Невольно Потонули Не стыдно ли Папы Вас Обманули И Еву Я Не погубил А спас Спас От Кого От Бога Враг Опасный Он Был Влюблен Послушай Берегись Он К ней Пылал Молчи Любовь Е Страстный Она Была В В опасности Ужасный Змея Ты Лжешь Ей Богу Не Божись Но Выслушай Подумала Мария Нехорошо В саду Наедине Украдку Внимать Наветом Змея И Кстати Ли Поверить Сатане Но Царь Небес Меня Хранит И Любит Всевышний Благ Он Верно Не погубит Своей Рабы За Что За разговор К тому же Да Измея Скромна Довольно С виду Какой Тут Грех Где Зло Пустое Вздор Подумала И Ухо Преклонила Забыв Началась Любовь И Гавриила Лукавый Бес Надменно Развернув Гремучий Хвост Согнув Тугую Шею С ветвей Скользит И Падает Пред Нею Желаний Огнь Во Грудь Ее Вдохнув Он Говорит С Рассказом Моисея Не Соглашу Рассказа Моего Он Вымыслом Хотел Пленить Еврея Он Важно Лгал И Слушали Его Бог Наградил В нем Слог И Ум Покорный Стал Моисей Известный Господин Но Я Поверь Историк Непридворный Не Нужен Мне Пророка Важный Чин Они Должны Красавицы Другие Завидовать Огню Твоих Очей Ты Рождена О Скромная Мария Чтоб Изумлять Адамовых Детей Чтоб Властвовать Их Легкими Сердцами Улыбкой Ублаженства Им Дарить Сводить С ума Двумя Тремя Словами По Прихоти Любить И Не Любить Вот Жребий Твой Как Ты Младая Ева В своем Саду Скромна Умна Мила Но Без Любви В унынии Цвела Всегда Одни Глаз На Глаз Муж И Дева На Берегах Эдема Светлых Рек В Спокойстве Вели Невинный Век Скучна Была Их Дни Однообразность Ни Рощи Сень Ни Молодость Ни Праздность Ничто Любви Не Воскрешало В них Рука С рукой Гуляли Пили Ели Зевали Днем А ночью Не имели Ни страстных Игр Ни радостей Живых Что скажешь Ты Тиран Несправедливый Еврейский Бог Угрюмый И ревнивый Адамову Подругу Полюбя Ее Хранил Для самого Себя Какая Честь И что За наслажденья На небесах Как будто В заточенье У ног Его Молись Адамолись Хвали Его Красе Его Девись Взглянуть Не смей Украдкой На другого С архангелом Тихонько Молвить Слово Вот Жребий Той Которую Творец Себе Возьмет В подруге Наконец И что Ж потом За скуку За мучение Награда Вся Девичков Осиплых Пенья Свечи Старух Да Кучная Мольба Да Чат Кодил Да Образ Под алмазом Написанный Каким-то Богомазом Как весело Завидная Судьба Мне Стало Жаль Моей Прелестной Евы Решился Я Создатель Вназло Разрушить Сон И юноши И девы Ты слышала Как все Произошло Два Яблока Вися На ветке Дивны Счастливый Знак Любви Символ Призывный Открыли Ей Неясную Мечту Проснулось Неясное Желание Она Свою Познала Красоту И негу Чувств И сердца Трепетанье И юного Супруга Наготу Я Видел Их Любви Моей Науке Прекрасное Начало Видел Я В глухой Лесок Ушла Чита Моя Там Быстро Их Блуждали Взгляды Руки Меж Милых Ног Супруги Молодой Заботливый Неловкий И немой Адам Искал Восторгов Упоенья Неистовым Исполненный Огнем Он Вопрошал Источник Наслаждения И Закипев Душой Терялся В нем И не страшась Божественного Гнева Вся в пламени Влосы Раскинув Ева Едва Едва Устами Шевеля Лапзанием Адаму Отвечала В слезах Любви В бесчувствии Лежала Под сенью Пальм И юная Земля Любовников Цветами Жили И дни Свои Невинно Проводили В объятиях Ленивой Тишины Но им Открыл Я Тайну Сладострасти И Младости Веселые Права Томление Чувств Восторги Слезы Счастья И поцелуй И нежные Слова Скажи Теперь Уже ли Я Предатель Уже ли Адам Несчастлив От меня Не Думаю Но Знаю Только я Что С Евою Остался Я Приятель Умолкнул Бес Мария В тишине Коварному Внимала Сатане Что ж Думала Быть может Прав Лукавый Слыхала Я Ни почестями Ни славой Ни золотом Блаженства Не купить Слыхала Я Что надо Мно Любить Любить Но Как Зачем И что Такое А между Тем Внимание Молодое Ловило Все В рассказе Сатаны И действия И странные Причины И смелый Слог И вольные Картины Охотники Мы все До новизны Часо-часу Неясное Начало Опасных Дум Казалось Ей Ясней И вдруг Змеи Как будто Не бывало И новое Явление Перед ней Мария Зрит Красавца Молодого У ног Ее Не говоря Ни слова К ней Устремив Чудесный Блеск Очей Чего-то Он Красноречиво Просит Одной рукой Цветочек Ей Подносит Другая Мнет Простое Полотно И крадется Подри Заторопливо И легкий Перст Касается Игриво До милых Тайн Все Все Для Марии Дива Все Кажется Ей Ново Мудрено А между Тем Румянец Нестыдливый На девственных Ланитах Заиграл И томный Жар И вздох Нетерпеливый Молодую Грудь Марии Подымал Она Молчит Но вдруг Не стала Мочи Едва Дыша Закрыла Томные Очи К лукавому Склонив На грудь Главу Вскричала Ах И пала На траву О, милый Друг Кому Я Посвятил Мой первый Сон Надежды И желания Красавица Которой Был я Мил Простишь Ли Мне Мои Воспоминания Мои Грехи Забавы Юных Дней Те Вечера Когда В семье Твоей При матери Докучливой И строгой Тебя Томил Я Тайную Тревогой И Просветил Невидные Красы Я Научил Послушливую Руку Обманывать Печальную Разлуку И Услаждать Безмолвные Часы Бессонницы Девическую Муку Но Молодость Утрачена Твоя От Бледных Уст Улыбка Отлетела Твоя Краса Во Цвете Помертвела Простишь Ли Мне О Милая Моя Отец Вдруг Прости Устал Занятием Отважную Борьбой Безмолвие 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 У окна Уж Гавриил С известием Приятным По небесам Летит Путем Обратным На Перстника Нетерпеливый Бог Приветствуем Встречает Благодатным Что Нового Я Сделал Все Что Мог Я Ей Открыл Ну Что Ж Она Готова И Царь Небес Не говоря Ни слова С престола Встал И манием Бровей Всех Удалил Как Древний Бог Гомера Когда Смирял Бесчисленных Детей Но Греции Навек Угасла Вера Девеса Нет Мы Сделались Умней Упоена Живым Воспоминанием В своем Углу Мария В тишине Покоилась На смятой Простыне Душа Горит И Негой И Желанием Младую Грудь Волнует Новый Жар Она Зовет Тихонько Гавриила Его Любви Готовя Тайный Дар Ночной Покров Ногою Отдалила Довольный Взор С улыбку Склонила И Счастлива В прелестной Ноготе Сама Своей Девица Красоте Но Между Тем В задумчивости Нежной Она Грешит В прелестной И томна И Чашу Пьет От рады Безмятежной Смеешься Ты Лукавый Сатана И Что же Вдруг Мохнатой Белокрылой В ее Окно Влетает Голубь Милой Над Не Он Порхает И Кружит И Пробует Веселые Напевы И Вдруг Летит В колени Милой Девы Над Розою Садится И Дрожит Клюет Ее Колышется Ветится И Носиком И Ножками Трудится Он Точно Он Мария Поняла Что В голуби Другого Угощала Колени Жав Еврейка Закричала Вздыхать Дрожать Молиться Начала Заплакала Но Голубь Торжествует В жару Любви Трепещет И Воркует И Падает Объятый Легким Сном Приосенят Цветок Любви Крылом Он Улетел Усталая Мария Подумала Вот Шалости Какие Один Два Три Как Это Им Не Лень Могу Сказать Перенесла Тревогу Досталась Я В один И тот же День Лукавому Архангелу И Богу Всевышний Бог Как Водится Потом Признал Своим Еврейской Девы Сына Но Гавриил Завидная Судьбина Не Приставал Являться Ей Тайком Как Многие Иосиф Был Утешен Он Пред Женой По-прежнему Безгрешен Христа Любил Как Сына Своего Зато Господь И Наградил Его Аминь Аминь Чем Кончу Я Рассказа Навек Забыв Старинные Проказы Я Пел Тебя Крылатый Гавриил Смиренных Струн Тебе Я Посвятил Усердное Спасительное Пенье Храни Меня Внемли Мое Моленье Досель Я Был Еретиком В любви Младых Богинь Безумный Обожатель Друг Демона Повеса И Предатель Раскаянье Мое Благослови Приемлю Я Намеренье Благие Переменюсь Елену Видел Я Она Мила Как Нежная Мария Подвластна Ей Навек Душа Моя Моим Речам Придая Очарование Понравится Поведай Тайну Мне В ее Душе Зажги Любви Желанья Не То Пойду Молиться Сатане Но Дни Бегут И Время Седяною Мою Главу Тишком Посеребрит И Важный Брак С Любезную Женою Пред Алтарем Меня Соединит Иосифа Прекрасный Утешитель Молю Тебя Колено Преклоня О Рогачей Заступник И Хранитель Молю Тогда Благослови Меня Даруй Ты мне Блаженное Терпение Молю Тебя Пошли Мне Вновь И Вновь Спокойный Сон В Супруге Уверенье В Семействе Мир И К Ближнему Любовь Конец Поэмы Гаврииля Ада Поэма Братья Разбойники Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot Org Поэма Братья Разбойники Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Не стая Воронов Слеталась На груды Тлеющих Костей За Волгой Ночью Вкруг Огней Удалых Шайка Собиралась Какая Смесь Одежды Лиц Племен Наречий Состояний Из Хат Из Келий Из Темниц Они Стеклися Для Стяжаний Здесь Цель Одна Для Всех Сердец Живут Без Власти Без Закона Меж Ними Зрица И Беглец С Брегов Воинственного Дона И В Черных Локонах Еврей И Дикие Сыны Степей Калмык Башкирец Безобразный И Рыжий Фин И С Ленью Праздный Везде Кочующий Цыган Опасность Кровь Разврат Обман Суть Узы Страшного Семейства Тот Их Кто С Каменной Душой Прошел Все Степени Злодейства Кто Режет Хладной Рукой Вдовицу С Чадит Кого Убийство Веселит Как Юношу Любви Свидания Затихло Все Теперь Луна Свой Бледный Свет На них Наводит И Чарка Пенного Вина Из Рук В Другие Переходит Простерто На земле Сырой Иные Чутко Засыпают И Сны Зловещие Летают Над Их Преступной Головой Другим Рассказы Сокращают У грумой Ночи Праздный Час Умолкли Все Их Занимает Пришельца Нового Рассказ И Все Вокруг Его Внимает Нас Было Двое Брат И Я Росли Мы Вместе Нашу Младость Вскормила Чуждая Семья Нам Детям Жизнь Была Не В радость Уже Мы Знали Нужды Глаз Сносили Горькое Презренье И Рана Волновала Нас Жестокой Зависти Мученья Не Оставалось У сирот Ни Бедной Хижинки Ни Поля Мы Жили В горе Средь Забот Нас Скучила Нам Эта Доля И Согласились Меж Собой Мы Жребий Испытать Иной В Товарищи Себе Мы Взяли Булатный Нож До Темной Ночь Завыли Робости Печали А Совесть Отогнали Прочь Заложим Приковали От мирных Пашин Меня В дремучий Лес Сманил И Ночью Там Могущ И Страшен Убийству Первый Научил Теперь Он Без Меня На Воле Один Гуляет В чистом Поле Тяжелым Машет Кистенем И Позабыл В завидной Доле Он О Товарищи Совсем То Снова Разгорались В нем До кучной Совести Мучения Пред Ним Толпились Привидения Грозя Перстом Издалека Всех Чаще Образ Старика Давно Зарезанного Нами Ему На мысли Приходил Больной Зажав Глаза Руками За старца Так Меня Молил Брат Жалься Над его Слезами Не Режь Его На Старый След Мне Дряхлый Крик Его Ужасен Пусти Его Он Не Опасен В нем Крови Капли Теплой Нет Не Смейся Брат Над Сединами Не Муч Его А Вось Мольбами Смягчит За нас Он Божий Гнев Я Слушал Ужас Одолев Хотел Унять Больного Слезы И Удалить Пустые Грезы Он Видел Пляски Мертвецов В Тюрьму Пришедших Из лесов То Слышал Их Ужасный Шепот То Вдруг Погони Близкий Топот И Дико Взгляд Его Сверкал Стояли Волосы Горою И Весь Как Лист Он Трепетал То Мнил Уж Видеть Пред Собою На Площадях Толпы Людей И Страшный Ход До Места Казни И Кнут И Грозных Палачей Без Чувств Исполненной Боязни Брат Упадал Ко Мне На Грудь Так Проводил Я Дни И Ночи Не Мог Минуты Отдохнуть И Сна Не Знали Наши Очи Но Молодость Свою Взяла Вновь Сила Брата Возвратились Болезнь Ужасная Прошла И С Нею Грезы Удалились Воскресли Мы Тогда Сильнее Взяла Тоска По Прежней Доле Душа Рвалась К лесам И К воле Алкала Воздуха Полей Нам Тошен Был И Мрак Темницы И Сквозь Решетки Свет Деницы И Стражек Клик И Звон Цепей И Легкий Шум Залетной Птицы Собирали Вместе Подаянье И Согласились В тишине Исполнить Давнее Желание Река Шумела В стороне Мы К ней Из берегов Высоких Бух Поплали В водах Глубоких Цепями Общими Гремим Бьем Волны Дружными Ногами Песчаный Видим Островок И Рассекая Быстрый Ток Туда Стремимся Вслед За нами Кричат Лови Лови Уйдут Два Стражей Издали Плывут Но Уж На Остров Мы Ступаем Оковы Камнем Разбиваем Друг С Друг Друг Погоню Видим За Собою Но Смело Полные Надежд Сидим И Ждем Один Уж Тонет То Захлебнется То Застонет И Как Свинец Пошел Ко Дну Другой Проплыл Уж Глубину С Ружьем В Руках Он Но В голову Ему Два Камня Полетели Прямо И Хлынула На Волны Кровь Он Утонул Мы В воду Вновь За нами Гнаться Не Посмели Мы Берегов Достичь Успели И В лес Ушли Но Бедный Брат И Труд И Вол Носенний Хлад Недавних Сил Его Лишили Опять Недуг Его Сломил И Злые Грезы Посетили Три Дня Больной Не Говорил И Не Смыкал Очей Дремотой В Четвертой Грустную Заботой Казалось Он Исполнен Был Позвал Меня Пожал Мне Руку Потухший Взор Изобразил Одолевающую Муку Рука Задрогла Он Вздохнул И На груди Моей Уснул Над Хладным Телом Я Остался Три Ночи С ним Не Расставался Все Ждал Очнется Ли Мертвец И Горько Плакал Наконец Взял Заступ Грешную Молитву Над Братней Ямой Совершил И Тело В землю Схоронил Потом На Прежнюю Ловитву Пошел Один Но Прежних Лет Уж Не Дождусь Их Нет Как Нет Перы Веселые Ночлеги Наши Буйные Набеги Могила Брата Все Взяла Влачусь Угрюмый Одинокий Окаменел Мой Дух Жестокий И В сердце Жалость Умерла Но Иногда Щижу Морщины Мне Страшно Резать Старика На Беззащитные Сидины Не Подымается Рука Я Помню Как В тюрьме Жестокой Больной В цепях Лишенный Сил Без Памяти В тоске Глубокой За Старца Брат Меня Молил Конец Поэмы Братья Разбойники Поэма Бахчисарайский Фонтан Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Ниной Поэма Бахчисарайский Фонтан Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Эпиграф Многие Так же, как и я Посещали Сей фонтан Но иных Уже нет Другие Странствуют Далеча Сади Гирей Сидел Потупя взор Янтарь В устах Его дымился Безмолвно Раболепный Двор В круг Хана Грозного Теснился Все было Тихо Во дворце Благоговея Все читали Приметы Гнева И печали На сумрачном Его лице Но повелитель Горделивый Махнул рукой Нетерпеливой И все Склонившись Идут вон Один в своих Чертогах Он Свободне Грудь Вздыхает Живее Строгое Чело Волненье Сердце Выражает Так Бурной Тучей Отражает Залива Зыбкое Стекло Что Движет Гордую Душою Какую Мыслью Занят Он На Русь Ли вновь Идет Войною Несет Ли Польше Свой Закон Горит Ли Местью Кровавой Открыл Ли В войске Заговор Страшится Ли Народов Гор Или Козни Гену Лукавой Нет Он Скучает Бранной Славой Устала Грозная Рука Война От мыслей Далека Ужель В его Гарем Измена С тезей Преступную Вошла И Дочи Неволи Нек И Плен Геуру Сердце Отдала Нет Жены Робкие Гирея Не думать Не желать Не смея Цветут В унылой Тишине Под стражей Бдительной И хладной На луне Скуки Безотрадной Измен Не ведают Они В тени Хранительной Темницы Утаяны Их Красоты Так Аравийские Цветы Живут За стеклами Теплицы Для них Унылой Чередой Дни Месяца Льта Проходят И неприметно За собой И младость И любовь Уводят Однообразен Каждый День И медленно Часов Теченья В гареме Жизни Правит Лень Мелькает Редко Наслажденье Младые Жены Как-нибудь Желая Сердце Обмануть Меняют Пышные Уборы Заводят Игры Разговоры Или При шуме Водживых Над их Прозрачными Струями В прохладе Яворов Густых Гуляют Легкими Роями Меж Ними Ходит Злой Эвнух И убегать Его напрасно Его ревнивый Зор И слух За всеми Следует Всечасно Его Старанием Заведен Порядок Вечный Воля Хана Ему Единственный Закон Святую Заповедь Корана Нестроже Наблюдает Он Его Душа Любви Не просит Как истукан Он Переносит Насмешки Ненависть Укор Обиды Шалости Нескромной Презренья Просьбы Робкий Взор И тихий Вздох Он Испытал Сколен Лукав И на Свободе И в Неволе Взор Нежный Слез Упрек Немой Невластный Над Его Душой Он Им Уже Не Верит Боле Раскинув Легкие Влосы Как Идут Пленницы Молодые Купаться В Жаркие Часы И Льются Волны Ключевые На Их Волшебные Красы Забав Их Сторож Неотлучный Он Тут Он Винит Равнодушный Прелестниц Обнаженный Рой Он По горему В тьме Ночной Неслышными Шагами Бродит Ступая Тихо По коврам К послушным Крадится Дверям От Ложи К ложу Переходит В заботе Вечной Ханских Жен Роскошный Наблюдает Сон Ночной Подслушивает Лепет Дыхание Вздох Малейший Трепет Все Жадно Примечает Он И горе Той Чей шопот Сонный Чужое Имя Призывал Или Подруге Благосклонной Порочной Мысли Доверял Что ж Пулан Грусти Ум Гирея Чубук В руках Его Потух Недвижим И Дохнуть Не смея У двери Знака Ждет Эвнух Встает Задумчивый Властитель Пред Ним Дверь Настеж Молча Он Идет Заветную Обитель Еще Недавно Милых Жен Беспечно Резвою Сидели И С детской Радостью Глядели Как рыба В ясной Глубине На мраморном Ходила Дне Нарочно К ней На дно Иные Роняли Серьги Золотые Кругом Невольницы Меж тем Шарбет Носили Ароматный И песню Звонкой И приятной Вдруг Огласили Весь Гарем Татарская Песня Дарует Небо Человеку Замены Слез И Частых Бед Блажен Факир Узревший Мекку На старости Печальных Лет Блажен Кто Славный Брег Дуная Своей Смертью Осветит К нему На встречу Дева Рая С улыбкой Страстной Полетит Но Тон Блажен Ни О Зарема Кто Мир И негу Возлюбя Как Розу В тишине Гарема Лелеет Милая Тебя Они Поют Но Где Зарема Звезда Любви Краса Гарема Увы Печальная Бледна Похвал Не слушает Она Как Пальма Смятая Грозою Поникла Юной Головою Ничто Ничто Не мило Ей Зарему Разлюбил Гирей Он Изменил Но Кто С тобой Грузин Каравин Красотою Вокруг Лелейного Чела Ты Косу Дважды Обвела Твои Пленительные Очи Яснее Дня Чернее Ночи Чей Голос Выразить Сильней Порывы Пламенных Желаний Чей Страстный Поцелуй Живее Твоих Извительных Лапзаний Как Сердце Полное Тобой Забьется Для Красы Чужой Но Равнодушный И Жестокий Гирей Призрел Твои Красы И Ночи Хладные Часы Проводит Мрачный Одинокий С тех Пор Как Польская Княжна В Его Гарем Заключена Недавно Юная Мария Узрела Небеса Чужие Недавно Милой Красой Она Цела В Стране Родной Седой Отец Гордился Ею И Звал Отрадую Своею Для Старика Была Закон Ее Младенческая Воля Одну Заботу Видал Он Чтоб Дочери Любимой Доля Была Как Вешний День Ясна Чтоб Минутные Печали Ее Души Не Помрачали Чтоб Даже Замужем Она Воспоминала С умилением Девичье Время Дни Забав Велькнувших Легким Сновиденьем Все В ней Пленяла Тихий Нрав Движения Стройные Живые И очи Томно-голубые Природы Милые Дары Она Искусством Украшала Она Домашние Перы Волшебные Арфы Оживляла Толпы Вельмоши Богачей Руки Марии Наискали И Много Юношей По ней Встраданье Семы досуг В отцовском Замке Межподруг Одним Забавам Посвящала Давно-ль И что же Тьмы Татар На Польшу Хлынули Рекою Не столь Ужасной Быстротой Пожат Вестелец А пожар Обезображенный Войною Цветущий Край Осиротел Исчезли Мирные Забавы Уныли Селы И дубравы И пышный Замок Опустел Тиха Марийна Светлица В домовой Церкви Где кругом Почует Мощи Хладным Сном С короной С княжеским Ермом Возниглась Новая Гробница Отец В могиле Дочь В плену Скупой Наследник В замке Правит И тягостным Ермом Бесславит Опустошенную Страну Увы Дворец Бахчисарая Скрывает Юную Княжну В неволе Тихо Увидая Мария Плачет И грустит Гирей Несчастную Щадит Ее уныние Слезы Стоны Тревожат Хана Краткий Сон И для нее Смягчает Он Гарема Строгие Законы Угрюмый Сторож Ханских Жон Ни днем Ни ночью К ней Не входит Рукой Заботливой Не он На ложе Сна Ее Возводит Не смеет Устремиться К ней Обидный Взор Его Очей Она В купальне Потаенной Одна С невольницей Своей Сам Хан Боится Девы Пленные Печаль Не Возмущать Покой Гарема В дальнем Отдаленье Позволено Ежить Одной И Мниться В том Уединенье Сокрылся Некто Неземной Там День И ночь Горит Лампада Предликом Девы Пресвятой Души Тоскующая Отрада Там Упованья В тишине Смиренной Верой Обитает И Сердце Все Напоминает О близкой Лучшей Стороне Там Дева Слезы Проливает Вдали Завистливых Подруг И Между Тем Как Все Вокруг В безумной Неге Утопает Святыню Строгую Скрывает Спасенный Чудом Уголок Так Сердце Жертва Заблуждений Среди Порочных Упоений Хранит Один Святой Залог Одно Божественное Чувство Настала Ночь Покрылись Тенью Тавриды Сладостные Поля Вдали Под тихой Лавров Сенью Я Слышу Пень Соловья За хором Звезд Луна Восходит Она С безомлачных Небес На долы На холмы На лес Сиянье Томное Наводит Покрыты Белой Пеленой Как тени Легкие Мелькая По улицам Бахчисарая Из дома В дом Одна К другой Простых Татар Спешат Супруги Делить Вечерние Досуги Дворец Утих Уснул Гарем Объятый Негой Безмятежный Не прерывается Ничем Спокойство Ночи Страш Надежный Дозором Обошел Эвнух Теперь он Спит Но Страх Прилежный Тревожит В нем И спящий Дух Измен Всечастных Ожидания Покоя Не дает Уму То чей-то Шорох То шептанье То крики Чудятся ему Обманутый Неверным Слухом Он Пробуждается Дрожит Напуганным Приникнув Ухом Но все Кругом Его Молчит Одни Фонтаны Сладкозвучны Из Мраморной Теницы Бьют И Смилой Розой Неразлучны Во мраке Соловьи Поют Эвнух Еще Им Долго Внемлет И Снова Сон Его Объемлет Как Милы Темные Красы Ночей Роскошного Востока Как Сладко Льются Их Часы Для Обожателей Пророка Какая Нега В их Домах В очаровательных Садах Тиши Гаремов Безопасных И Под влиянием Луны Все Полно Тайн И Тишины И Вдохновений Сладо Страстных Все Жены Спят Не Спит Одна Едва Дыша Встает Она Идет Рукою Торопливая Открыла Дверь Во Тьме Ночной Ступает Легкою Ногой Дремоте Чуткой И Пугливой Пред Ней Лежит Эвнух Седой Ах Сердце В нем Неумолимо Обманчив Сна Его Покой Как Дух Она Проходит Мимо Пред Нею Дверь С Недоуменьем Ее Дрожащая Рука Коснулась Верного Замка Вошла Взирает С изумлением И Тайный Страх В нее Проник Лампады Свет Уединенный Кивот Печально Озаренный Пречистой Девы Кроткий Лик И Крест Любви Символ Священный Грузинка Все В душе Твоей Родное Что-то Пробудило Все Звуками Забытых Дней Невнятно Вдруг Заговорила Пред Ней Покоилась Княжна И Жаром Девственного Сна Ее Ланиты Оживлялись И Слез Являя Свежий След Улыбкой Томной Озарялись Так Озаряет Лунный Свет Дождем Отягощенный Цвет Спорхнувшись С неба Сын Эдема Казалось Ангел Почевал И Сонные Слезы Проливал О бедной Пленнице Гарема Увы Зарема Что с тобой Стеснилась Грудь Ее Стоской Невольно Клонится Колени И Молит Сжалься Надо Мной Не Отвергай Моих Молений Ее Слова Движенья Стон Прервали Девы Тихий Сон Княжна Со Страхом Пред Собою Младую Незнакомку Зрит В смятенье Трепетной Рукою Ее Подъемля Говорит Кто Ты Одна Порой Ночною Зачем Ты Здесь Я Шла К Тебе Спаси Меня В моей Судьбе Одна Надежда Мне Осталась Я Долго Счастьем Наслаждалась Была Беспечней День От Дня И Тень Блаженства Миновалась Я Гибну Выслушай Меня Родилась Я Не Здесь Далеко Далеко Но Минувших Дней Предметы В памяти Моей Даны Не Врезаны Глубоко Я Помню Горы В небесах Потоки Жаркие В горах Непроходимые Дубравы Другой Закон Другие Нравы Но Почему Какой Судьбой Я Край Оставила Родной Не Знаю Помню Только Море И Человека В вышине Над Парусами Страх И Горе Даны Не Чужды Были Мне Я В безмятежной Тишине В тени Гарема Расцветала И Первых Опытов Любви Послушным Сердцем Ожидала Желания Тайные Мои Сбылись Гирей Для мирной Неги Войну Кровавую Призрел Присек Ужасные Набеги И Свой Гарем Опять Узрел Предханов В смутном Ожиданье Предстали Мы Он Светлый Взор Остановил На Мне В молчанье Позвал Меня И С этих Пор Мы В беспрерывном Упоенье Дышали Счастьем И Ни Мария Ты Пред Ним Явилась Увы С тех Пор Его Душа Преступной Думой Омрачилась Гирей Изменой Дыша Моих Не Слушает Укоров Ему Докучен Сердце Стон Ни Прежних Чувств Ни Разговоров Со Мною Не Находит Он Ты Преступленью Не Причастна Я Знаю Не Твоя Вина Итак Послушай Я Прекрасна Во Всем Зачем Жи Хладной Красотой Ты Сердце Слабое Тревожишь Оставь Гирея Мне Он Мой На Мне Горят Его Лап Занья Он Клятвы Страшные Мне Дал Давно Все Думы Все Желанья Гирей С Моими Сочетал Меня Убьет Его Измена Я Плачу Видишь Я Колено Теперь Склоняю Пред Тобой Молю Винить Тебя Не Смея Тобою Презрением Просьбою Тоскою Чем Хочешь Отврати Его Клянись Хоть Я Для Алкарана Между Невольницами Хана Забыла Веру Прежних Дней Но Вера Матери Моей Была Твоя Клянись Мне Ею Зарему Возвратить Гирею Но Слушай Если Я Должна Тебе Кинжалом Я Владею Я Близ Кавказа Рождена Сказав Исчезла Вдруг За Нею Не Смеет Следовать Княжна Невинной Деве Непонятен Язык Мучительных Страстей Но Голос Их Смутно Внятен Он Странен Он Ужасен Ей Какие Слезы И Моленья Ее Спасут От Посрамления Что Ждет Ее Уже Ли Ей Остаток Горьких Юных Дней Провесть Наложницей Презренной О Боже Если бы Гирей В ее Темнице Отдаленной Забыл Несчастную Навек Или Кончиной Ускоренной Уныло Дни Ее Пресек С Какой Бо Радостью Мария Оставила Печальный Свет Мгновенья Жизни Дорогие Давно Прошли Давно Их Нет Что Делать Ей В пустыне Мира Уж Ей Пора Марию Ждут И В небеса Налона Мира Родной Улыбкой Промчались Дни Марии Нет Мгновенно Сирота Почила Она Давно Желанный Свет Как Новый Ангел Зарила Но Что Ж В гроб Ее Свело Тоскаль Неволи Безнадежной Болезнь Или Другое Зло Кто Знает Нет Марии Нежной Дворец Угрюмый Опустел Его Гирей Опять Оставил С толпой Татар В чужой Предел Он Злой Набег Опять Направил Несется Мрачный Кровожадный Но В сердце Хана Чувств Иных Таится Пламень Безотрадный Он Часто В сечах Роковых Подъемлет Саблю И с размаха Недвижим Остается Вдруг Глядит С безумием Вокруг Бледнеет Будто Полный Страха И что-то Шепчет И порой Горючие Слезы Льет Рекой Забытый Преданный Презренью Гарем Незрит Его лица Там Скопца Стареют Жены Между Ними Давно Грузинки Нет Она Гарема Стражами Немыми В пучину Вот Опущена В ту ночь Как умерла Княжна Свершилось И ее Страданья Какая Б не была Вина Ужасно Было Наказание Опустошив Огнем Войны Кавказу Близкие Страны И селы Мирные России В Таврину Возвратился Хан И в память Горестной Марии Воздвигнул Мраморный Фонтан В углу Дворца Уединенный Над ним Крестом Осенена Магометанская Луна Символ Конечно Верзновенный Незнание Жалкая Вина Есть Надпись Едкими Годами Еще не Сгладилась Она За чуждыми Ее Чертами Журчит Во мраморе Вода И каплит Хладными Слезами Не умолкая Никогда Так Плачет Мать В одни Печали О сыне Падшем На войне Молодые Девы Преданье Старины Узнали И мрачный Памятник Оне Фонтаном Слез Именовали Покинув Север Наконец Перы Надолго Забывая Я посетил Бахчисарая В забвенье Дремлющий Дворец Среди Безмолвных Переходов Бродил Я там Где бич Народов Татарин Буйный Перовал И после Ужасов Набега В роскошной Лене Утопал Еще Поныне Дышит Нега В пустых Покоях И садах Играют В воды Рдеют Розы И вьются Виноградные Лозы И злато Блещет На стенах Я видел Ветхие Решетки За коями В своей Весне Янтарной Разбирая Четки Вздыхали Жены В тишине Я видел Ханское Кладбище Владык Последнее Жилище Сии Надгробные Столбы Венчанны Мраморной Челмою Казалось Мне Завет Судьбы Гласили Внятную Молвою Где Скрылись Ханы Где Гарем Кругом Все Тихо Все Уныло Все Изменилось Но Не тем В то время Сердце Полно Было Дыханье Рос Фонтанов Шум Влекли К невольному Забвенью Невольно Придавался По дворцу Летучей тенью Мелькала Дева Предо мной Чью тень О друге Видел я Скажите мне Чей образ Нежный Тогда Преследовал Меня Неотразим И Неизбежный Мариэль Чистая Душа Явилась Мне Или Зарема Носилась Ревностью Дыша Среди Пустелого Гарема Я Помню Столь же Милый Взгляд И Красоту Еще Земную Все Думы Сердца К ней Летят Об ней В изгнании Тоскую Безумец Полно Перестань Не оживляй Тоски Напрасной Мятежным Снам Любви Несчастной Заплачена Тобою Дань Опомнись Долго Ль узник Томный Тебе Оковы Лобы Зать И Всеветилирую Нескромно Своё Безумство Разглашать Поклонник Мус Поклонник Мира Забыв И славу И любовь О Скоро Вас Увижу Вновь Брега Весёлая Салгира Приду На склон Приморских Гор Воспоминаний Тайных Полный И вновь Таврические Волны Обрадует Мой Жадный Взор Волшебный Край Очей Отрада Всё Живо Там Холмы Леса Янтарь Яхонт Винограда Долин Приютная Краса И струи Тополей Прохлада Всё Чувство Путь Некомонит Когда В час Утро Безмятежный В горах Дорогою Прибрежный Привычный Конь его Бежит И зеленеющая Влага Пред ним И блещет И шумит Вокруг Утёсов Аюдага Конец Поэмы Бахчисарайский Фонтан Глава 15 Поэма Цыганы Из собрания Сочинений В 10 томах Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтёра Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Фонисом Мусиным Поэма Цыганы Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Глава 15 Цыганы Шумную Толпой По Бессарабии Кочуют Они Сегодня Над рекой В шатрах Изодранных Ночуют Как Вольность Веселых Ночлег И мирный Сон Под небесами Между Колесами Телег Полузавешанных Коврами Горит огонь Семья Кругом Готовит Ужин В чистом Поле Пасутся Кони За шатром Ручной Медведь Лежит На воле Все Живы Посреди Степей Заботы Мирные Семей Готовых С утром В путь Недальний И песни Жон И крик Детей И звон Походной Наковальни Но вот На табор Кочевой Нисходит Сонное Молчанье И слышно В тишине Степной Лишь лай собак До коней Вот уж ночь И скоро Месяц Уж покинет Небес Далеких Облака Земфира Нет как нет И стынет Убогий Ужин Старика Но вот Она За нею Следом По степи Юноша Спешит Цыгану Вовсе Он неведом Отец Мой Дева Говорит Веду Я гостя За курганом Его В пустыне Я нашла И в табор На ночь Зазвала Он хочет Быть Как мы Цыганом Его Преследуют Закон Но я Ему Подругой Буду Его Завод Олег Он Готов Идти За мною Всюду Старик Я рад Останься До утра Под Сенью Нашего Шатра Иль Пробудь У нас И доли Как ты Захочешь Я готов С тобой Делить И хлеб И кров Будь Наш Привыкни К нашей Доли Бродячей Бедности И воли А завтра С утренней Зарей В одной Телеге Мы поедем Примись За промысел Любой Железо Куй Иль песни Пой И сел И обходи С медведем Олега Я остаюсь Я остаюсь Земфира Он будет Мой Кто ж От меня Его Отгонит Но поздно Месяц Молодой Зашел Поля Покрыты Мглой И сон Меня Невольно Клонит Светло Старик Тихонько Бродит Вокруг Безмолвного Шатра Вставай Земфира Солнце Телеги Готовы Двинуться В поход Все вместе Тронулась И вот Толпа Валит В пустых Равнинах Ослы В перекидных Корзинах Детей Играющих Несут Мужья И братья Жены Девы И стар И млад Во след Идут Крик Шум Цыганские Припевы Медведи Рев Его Цепей Нетерпеливое Бряцание Лохмотьев Ярких Пестрота Детей И старцев Нагота Собак И лай И завыванье Волынки Говр Скрыб Телег Все Скудно Дико Все Нестройно Но Все Так Живо Неспокойно Так Чуждо Мертвых Наших Нек Так Чуждо Этой Жизни Праздный Как Песнь Рабов Однообразной Унылый Юноша Глядел На опустелую Равнину И грусти Тайную Причину Истолковать Себе Не смел С ним Черноокая Земфира Теперь он Вольный Житель Мира И солнце Весело Над ним Полуденной Красою Блещет Что ж Сердце Юноши Трепещет Какой Заботой Он Томим Птичка Божья Не знает Ни забота Ни труда Хлопотливо Не свивает Долговечного Гнезда В долгу Ночь На ветке Дремлет Солнце Птичка Глаз Убога Внемлет Встрепенется И поет За весной Красой Природой Лето Знойное Пройдет И туман И непогоды Осень Позднее Несет Людям Скучно Людям Горе Птичка В дальние Страны В теплый Край За Сине Море Улетает До весны Подобно Птичке Беззаботной И он Изгнанник Перелетный Гнезда Надежного Не знал И ни к чему Не привыкал Ему Везде Была Дорога Везде Была Ночлег Осень Прослувшись Поутру Свой день Он Отдавал На волю Бога И жизни Не могла Тревога Смутить Его Сердечную Лень Его Порой Волшебной Славы Манила Дальняя Звезда Нежданно Роскошь И забавы К нему Являлись Иногда Над Одинокой Головой И гром Нередко Крохотал Но он Беспечно Под грозой И в ведро Ясное Дремал И жил Не признавая Власти Судьбы Коварной И слепой Но боже Как играли Страсти Его Послушной Душой С каким Волнением Кипели В его Измученной Груди Давно Ль Надолго Ль Усмирели А не Проснуться Погоди Земфира Скажи Мой Друг Ты не Жалеешь О том Что бросил Навсегда Олег Что ж Бросил Я Земфира Ты Разумеешь Людей Отчизны Города Олег О чем Жалеть Когда б Ты знала Когда Ты Воображала Неволю Душных Городов Там Люди В кучах За оградой Не дышат Утренней Прохладой Невешним Запахом Лугов Любви Стыдятся Мысли Гонят Торгуют Волею Своей Главы Предыдолами Клонят И Просят Денег До цепей Что бросил Я Измен Волненье Предрассуждение Приговор Толпы Безумное Гонение Или Блистательный Позор Земфира Но Там Огромные Палаты Там Разноцветные Ковры Там Игры Шумные Пиры Уборы Дев Там Так Богат Олег Что шум Веселий Городских Где нет Любви Там Нет Веселий А девы Как ты Лучше Их И без Нарядов Дорогих Без Жемчугов Без Ожерелей Не Изменись Мой Нежный Друг А я Одно Мое Желание С тобой Делить Любовь Досуг И Добровольное Изгнание Старик Ты Рассказами Пленяя Дуная Прошло Косматый Солнце Греет Уж Остывающую Кровь У Люльки Дочь Поет Любовь Олег Внемлет И Бледнеет Зимфира Старый Муж Грозный Муж Режь Меня Жги Меня Я Тверда Не боюсь Ни ножа Ни огня Ненавижу Тебя Презираю Тебя И Другого Люблю Умирая Любя Олегу Молчи Мне пение Надоело Я Диких Песен Не Люблю Зимфира Не Любишь Мне Какое Дело Я Песню Для Себя Пою Режь Меня Жги Меня Не скажу Ничего Старый Муж Грозный Муж Не Узнаешь Его Он Свежее Весны Жарче Летнего Дня Как Он Молод И Смел Как Он Любит Меня Как Ласкала Его Я В Ночной Тяжене Как Смеялись Тогда Мы Твоей Седине Олег Молчи Зимфира Я Доволен Зимфира Так Понял Песню Ты Мою Олег Зимфира Зимфира Ты Сердиться Волен Я Песню Про Тебя Пою Уходит И Поет Старый Муж И Прочь Старик Так Помню Помню Песня Эта Во Время Наши Сложена Уж Давно В Забаву Света Поется Меж Людей Она Качу Я На Степях Кагула Ее Бывало В Зимню Ночь Моя Певала Мариула Перед Огнем Качая Дочь В Уме Моем Минувше Лето Час От Часу Темнее Темнее Но Заранилась Песня Эта Глубоко В памяти Моей Все Тихо Ночь Луной Украшен Лазурный Юг Небосклон Старик Земфирой Пробужден О мой Отец Олег Страшен Послушай Сквозь Тяжелый Сон Истонет И рыдает Он Старик Не тронь Его Храни Молчание Слыхал Я русское Предание Теперь Полуночный Порой Успящего Теснит Дыхание Домашний Дух Перед Зарей Уходит Он Сиди Со мной Земфира Отец Мой Шепчет Он Земфира Старик Тебя Он Ищет И во Сне Ты Для Него Дороже Мира Земфира Его Любовь Постыла Мне Мне Скучно Сердце Воли Просит Уж Я Но Тише Слышишь Он Другое Имя Произносит Старик Чье Имя Земфира Слышишь Хриплый Сон Искрежет Ярый Как Ужасно Я Разбужу Его Старик Напрасно Ночного Духа Не гони Уйдет И сам Земфира Он Повернулся Привстал Зовет Меня Проснулся Иду К нему Прощай Усни Олега Где Где ты Была Земфира С Отцом Сидела Какой Ты Дух Тебя Томил Во Сне Душа Твоя Терпела Мученья Ты Меня Страшил Ты Сонный Скрижетал Зубами И Звал Меня Олега Мне Снилась Ты Я Видел Будто Между Нами Я Видел Страшные Мечты Земфира Не Верю Лукавым Сновиденьям Олега Ах Я Не Верю Ничему Ни Снам Ни Сладким Увереньям Ни Даже Сердцу Твоему Старик О чем Безумец Молодой О чем Вздыхаешь Ты Всечасно Здесь Люди Вольны Небо Ясно И Жены Славятся Красой Не Плач Тоска Тебя Погубит Олега Отец Она Меня Не Любит Старик Учешься Друг Она Дитя Твоё Уныние Безрассудно Ты Любишь Горестно И Трудно А Сердце Женское Шутя Взгляни Под Отдалённым Сводом Гуляет Вольная Луна На Всю Природу Мимоходом Равно Сиянье Льёт Она Заглянет В Облако Любое Его Так Пышно Озарит И Вот Уж Перешла В Другое И То Недолго Там Остановись Кто Сердцу Юной Девы Скажет Люби Одно Не Изменись Утешься Олегу Как Она Любила Как Нежно Преклонялась Ко Мне Она В Пустынной Тишине Часы Ночные Проводила Веселье Детского Полна Как Часто Милым Лепетанием Или Упоительным Лапзанием Мою Задумчивость Она В Минуту Разогнать Умела И Что Зимфира Неверна Моя Зимфира Охладела Старик Послушай Расскажу Тебе Я Повесть О Самом Себе Давно Давно Когда Дунаю Не Угрожал Еще Маскаль Вот Видишь Я Припоминаю Олегу Старую Печаль Тогда Боялись Мы Султана Оправил Буджаком Паша С Высоких Башен Акермана Я Молот Был Моя Душа В То Время Радостно Кипела И Ни Одна В Кудрях Моих Еще Сединка Не Велела Между Красавиц Молодых Одна Была И Долго Ею Как Солнцем Любовался Я И Наконец Назвал Моею Ах Быстр Молодость Моя Звездой Подучую Мелькнула Но Ты Пара Любви Минула Еще Быстрее Только Год Меня Любила Мариула Однажды Близко Гульских Вод Мы Чуждый Табор Повстречали Цыганы Те Свои Шатры Разбив Близнаших У горы Две Ночи Вместе Ночевали Они Ушли На Третью Ночь И Брося Маленькую Дочь Ушла За Ними Мариула Я Мирно Спал Заря Блеснула Проснулся Я Подруги Нет Ищу Зову Пропал И След Тоскуя Плакала Земфира И Я Заплакал С этих Пор Постыли Мне Все Девы Мира Меж Ими Никогда Мой Взор Не Выбирал Себе Подруги И Одинокие Досуги Уже Ни С кем Я Не Делил Олег Да Как же Ты Не Поспешил Тот Час Во След Неблагодарный И Хищником И Ей Коварный Кинжала В Сердце Не Водзил Старик К Чему Вольнее Птицы Младость Кто В силах Удержать Любовь Чередую Всем Дается Радость Что Было То Не Будет Вновь Олег Я Не Таков Нет Я Не Споря От Прав Моих Не Откажусь Или Хоть Мущением Наслажусь О Нет Когда Б Над Бездной Море Нашел Я Спящего Врага Клянусь И Тут Моя Нога Не Пощадила Б Злодея Я В Волны Море Не Бледнее И Беззащитного Толкнул Внезапный Ужас Пробуждения Свирепым Смехом Уприкнул Смешон И Сладок Был бы Гул Молодой Цыган Молодой Цыган Еще Одно Одно Лапзанье Земфира Пора Мой Муж Ревнив И Зол Цыган Одно На Доле На Прощанье Земфира Прощай Пока Мест Не Пришел Цыган Скажи Когда Опять Свиданье Земфира Сегодня Как зайдет Луна Там За курганом Над могилой Цыган Обманет Не придет Она Земфира Вот он Беги Придумай Милый Олег Спит В его уме Видение Смутное Играет Он С криком Пробудясь Во тьме Ревниво Руку Простирает Но Обробелая Рука Покровы Хладные Хватает Его Подруга Далека Он С трепетом Привстал И внемлет Все тихо Страх Его Объемлет По нем Текут И жар И хлад Встает Он Из шатра Выходит Вокруг Телег Ужасен Бродит Спокойно Все Поля Молчат Темно Луна Зашла В туманы Чуть Брежет Звезд Неверный Свет Чуть Поросе Приметный След Ведет За дальние Курганы Нетерпеливо Он идет Куда Зловещий След Ведет Могила На краю Дороги Вдали Белеет Перед Ним Туда Слабеющие Ноги Влочит Предчувствием Томим Дрожат Уста Дрожат Колени Идет Идет Или это Сон Вдруг Видит Близкие Две Тени И близкий Шепот Слышит Он Над Обеславленной Могилой Первый Голос Пора Второй Голос Постой Первый Голос Пора Мой Милый Второй Голос Нет Нет Постой Дождемся Дня Первый Голос Уж Поздно Второй Голос Как Ты Робко Любишь Минуту Первый Голос Ты Меня Погубишь Второй Голос Минуту Первый Голос Если Без Меня Проснется Муж Олег Проснулся Я Куда Вы Не Спешите Оба Вам Хорошо И Здесь У Гроба Мой Друг Беги Беги Олег Постой Куда Красавец Молодой Лежи Вонзает В него Нож Зимфира Олег Цыган Умираю Зимфира Олег Ты Убьешь Его Взгляни Ты Весь Обрызган Кровью О Что Ты Сделал Олег Ничего Теперь Дыши Его Любовью Зимфира Нет Полно Не боюсь Тебя Твои Угрозы Презираю Твое Убийство Проклинаю Олег Умри Ж И Ты Поражает Ее Зимфира Умру Любя Восток Деницей Озаренный Сиял Олегу За холмом С ножом В руках Окровавленный Сидел На камне Гробовом Два Трупа Перед ним Лежали Убийца Страшен Был лицом Цыганы Робко Окружали Его Стревоженной Толпой Могилу В стороне Копали Шли Жены Скорбной Чередой И В очи Мертвых Целовали Старик Отец Один Сидел И на Погибшую Глядел В немом Бездействие Печали Подняли Трупы Понесли И В лонах Ладной Земли Читу Младую Положили Олегу Издали Смотрел На Все Когда же Их Закрыли Последней Горстью Землей Он Молча Медленно Склонился Из Камня На Траву Свалился Тогда Старик Приближе Серег Оставь Нас Гордый Человек Мы Дики Нет У нас Законов Мы Не терзаем Не Казним Не Нужно Крови Нам Из Тонов Но Жить С Убийцей Не Хотим Ты Не Рожден Для Дикой Доли Ты Для Себя Лишь Хочешь Воли Ужасен Нам Твой Будет Глаз Мы Робки И Добры Душою Ты Зол И Смел Оставь Ж Нас Прости Да Будет Мир С Тобою Сказал И Шумную Толпою Поднялся Табор Кочевой С Долины Страшного Ночлега И Скоро Все Вдали Степной Сокрылась Лишь Одна Телега Убогим Крытая Ковром Стояла В поле Роковом Так Иногда Перед Зимою Туманной Утренней Порою Когда Подъемлется С полей Станица Поздних Журавлей И С криком Вдаль На юг Несется Пронзенный Гибельным Светцом Один Печально Остается Повиснув Раненым Крылом Настала Ночь В телеге Темной Огня Никто Не разложил Никто Под крышей Подъемной До утра Сном Не опочил Конец Поэмы Цыганы Звукозапись Сделана Фанисом Мусиным www.kardry.com Поэма Граф Нулин Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Поэма Граф Нулин Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Пора Пора Рога Трубят Псари В охотничьих Уборах Чем свет Уж на конях Сидят Борзые Прыгают На сворах Выходит Барин На крыльцо Все Подбочась Обозревает Его Довольное Лицо Приятной Важностью Сияет Чекмень Затянутый На нем Турецкий Нож За кушаком За пазухой Во фляжке Ром И рог На бронзовой Цепочке В ночном Чипце В одном Платочке Глазами Сонными Жена Сердито Смотрит Из окна На сбор На псарную Тревогу Вот Мужу Подвели Коня Он Холку Хвать И Встремя Ногу Кричит Жене Не Жди Меня И Выезжает На дорогу В последних Числах Сентября Презренной Прозой Говоря В деревне Скучно Грязь Ненастья Осенний Ветер Мелкий Снег Двой Волков Но То-то Счастье Охотнику Не зная Нек В отъезжем Поле Он горцует Везде Находит Свой Ночлег Бронится Мокнет И пирует Опустошительный Набег А что же делает супруга Одна В отсутствии супруга Занятий мало ли есть у ней Грибы солить Кормить гусей Заказывать обед И ужин В анбар И в погреб заглянуть Хозяйке глаз Повсюду нужен Он вмиг заметит Что-нибудь К несчастью Героиня наша Ах Я забыл ей имя дать Муж просто звал ее Наташа Но мы Мы будем называть Наталья Павловна К несчастью Наталья Павловна Совсем Своей хозяйственной Участью Не занималась Затем Что Не в отеческом законе Она воспитана была А в благородном пансионе У эмигрантки Фальбала Она сидит Перед окном Пред ней Открыт Четвертый том Сентиментального романа Любовь Элизы И Армана Или переписка Двух семей Роман Классический Старинный Отменно Длинный 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 Дровоучительный И чинный Без романтических Затей Наталья Павловна Становилась Коляска Без романтическая Ремонт Свои грядущие Наталья Наталья Павловна Без романтическая Наталья Павловна Длинный Без романтическая Модорина Длинный Без романтическая Наталья Павловна Длинный 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 Граф сам не свой. Хозяйке взор то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно. Глядишь, и в полночь вдруг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний, В чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встает. Пора, прощайте, ждут постели. Приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей. И что же, куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже, тихонько графу руку жмет. Наталья Павловна раздета. Стоит параша перед ней. Друзья мои, параша эта на перстнице ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит. Порою с барином шалит. Порой на барина кричит и лжет пред бароней отважно. Теперь она толкует важно, а графе о делах его не пропускает ничего. Бог весть разведать, как успела. Но госпожа ей, наконец, сказала, полно, надоело. Спросила кофту и чипец, легла и выйти вон велела. Своим французом, между тем, и граф раздет уже совсем. Ложится он, сигару просит. Месье Пикар ему приносит. Графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиной, будильник и неразрезанный роман. В постели лёжа Вальтер Скотта глазами пробегает он. Но граф душевно развлечён. Неугомонная забота его тревожит. Мыслит он, неужто в правду я влюблён? Что, если можно? Вот забавно! Однако ж это было б славно. Я, кажется, хозяйке мил. И Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет. Не спится графу. Бес не дремлет и дразнит грешную мечтой в нём чувства. Пылкий наш герой воображает очень живо хозяйке взор красноречивый. Довольно круглый, полный стан, приятный голос, прямо женский. Лица румянят деревенские здоровья, краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной. Он помнит. Точно, точно так. Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак. Он должен был остаться с нею, ловить минутную затею. Но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь. И тотчас, на плеча накинув свой пёстрый шёлковый калат, и стул в потёмках опрокинув, в надежде сладостных наград, к лукреции торквиний новый отправился на всё готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки. Украдкой, медленно идёт, полузажмурясь подступает, свернётся в ком, хвостом играет, разинит когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-сарап. Влюблённый граф в потёмках бродит, дорогу ощупью находит. Желанием пламенным томим, едва дыханье переводит. Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмёт ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к её ногам. Она теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные, и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив её сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха, она торквению с размаха даёт пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую! Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшно упылая, но шпиц косматый вдруг золая прервал параши крепкий сон. Услышав граф её походку и приклиная свой ночлег и своенравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводит остальную ночь, воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей, зевая, занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щёткой своей не гладит стриженных кудрей. О чём он думает, не знаю, но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идёт. Проказница младая, на смешливый потупе взор и губки алые кусая, заводит скромно разговор о том, о сём. Сперва смущённый, но постепенно ободрённый, с улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, уж он и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблён. Вдруг шум в передней, входит, кто же? Наташа, здравствуй! Ах, мой боже, граф, вот мой муж! Душа моя, граф Нулин! Рад сердечная! Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? И полно, граф, я вас прошу, жена и я, гостям мы рады. Не знаю, право, я спешу. Нет, граф, останьтесь! Но с досадой и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска. Пекар всё скоро уложил, и граф уехал. Тема и сказка могла бы кончиться, друзья. Но слова два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена всё мужу рассказала, и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам. Почему ж? Муж как не так. Совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то графа он визжать заставит, чтоб сами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трёх лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дива. Конец поэмы Граф Нулин Посвящение и песнь первая Поэма Полтава Из собрания сочинений в десяти томах Том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтёра, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Полтава Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти томах Том третий Эпиграф The power and glory of the war, faithless at the vain votaries, men, had passed by the triumphant Tsar Байрон Посвящение Тебе, но голос музы тёмный, коснётся люха твоего, поймёшь ли ты душою скромной стремленье сердца моего? Или посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобой без ответа пройдёт, неприснанная вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало, милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Песнь первая Богат и славен Кочубей Его луга необозримы Там табуны его коней пасутся вольны, нехранимы Кругом Полтавы хутора окружены его садами И много у него добра, мехов, атласа, серебра и на виду, и под замками Но Кочубей богат и горд не долгогривыми конями Ни златом данью крымских орд, ни родовыми хуторами Прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей И то сказать В Полтаве нет красавицы Марии равной Она свежа, как вешний цвет, взлелейный в тени дубравной Как тополь киевских высот, она стройна Её движения, то лебедя пустынных вод, напоминают плавный ход То лани быстрые стремления Как пена грудь её бела Вокруг высокого чела, как тучи локоны чернеют Звездой блестят её глаза, её уста, как розордеют Но не единая краса, мгновенный цвет Молвою шумной в молодой Марии почтена Везде прославилась она девицей скромной и разумной Зато завидных женихов ей шлёт Украина и Россия Но от венца, как от оков, бежит пугливая Мария Всем женихам отказ, и вот за ней сам Гетман сватов шлёт Он стар, он удручён годами, войной, заботами, трудами Но чувства в нём кипят, и вновь Мазе поведает любовь Мгновенно сердце молодое горит и гаснет В нём любовь проходит и приходит вновь В нём чувства каждый день иное Не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями Пылает сердце старика, окаменелое годами Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено Но поздний жар уж не остынет, и с жизнью лишь его покинет Несерно под утёс уходит, орла послыша тяжкий лёд Одна в синях невеста бродит, трепещет и решенья ждёт И вся полна негодованием, к ней мать идёт И с содроганием, схватив ей руку, говорит Бесстыдный, старец нечестивый, возможно ль? Нет, пока мы живы, нет, он греха не совершит Он, должен быть отцом и другом невинной крестницы своей Безумец, на закате дней он вздумал быть её супругом Мария вздрогнула, лицо покрыло бледность гробовая И, охладев как неживая, упала дева на крыльцо Она опомнилась, но снова закрыла очи И ни слова не говорит Отец и мать, ей сердце ищет успокоить Боязнь и горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить Напрасно! Целые два дня, то молча плача, то стеня Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная, как тень, не зная сна На третий день её светлица опустела Никто не знал, когда и как она закрылась Лишь рыбак той ночью слышал конский топот, казачью речь и женский шёпот И утром след осьми подков был виден на росе лугов Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые Порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые Воображение красоты влагают страстные мечты И вскоре слуха кочубея коснулась роковая весть Она забыла стыд и честь, она в объятиях злодея Какой позор! Отец и мать молву не смеют понимать Тогда лишь истина явилась своей ужасной наготой Тогда лишь только объяснилась душа преступницы молодой Тогда лишь только стало явно, зачем бежала своенравно Она семейственных оков, томилась тайно, воздыхала И на приветы женихов молчанием гордым отвечала Зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала Когда беседа ликовала и чаша пенилась вином Зачем она всегда певала те песни, кои он слагал Когда он беден был и мал, когда молва его не знала Зачем снеженскую душой она любила конный строй И бранный звон литавры и клики пред бунчукому булавой Малороссийского владыки Богат и знатен Кочубей, довольна у него друзей Свою омыть он может славу, он может возмутить Полтаву Внезапно с третьего дворца он может мчением отца Постигнуть гордого злодея, он может верную рукой вонзить Но замысел иной волнует сердце Кочубея Была та смутная пора, когда Россия молодая В бореньях силой напряга мужала с гением Петра Суровый был в науке славы ей дан учитель Не один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары Окрепла Русь, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат Венчанный славой бесполезный, отважный Карл скользил над бездной Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины Как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву Он шел путем, где след оставил в дни наши новый сильный враг Когда падением ославил муж Рока свой попятный шаг Украина глухо волновалась Давно в ней искра разгоралась Друзья кровавой старины народной чаяли войны Роптали, требуя кичливо, чтоб Гетман узы их расторг И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг Вокруг Мазепа раздавался мятежный крик Пора, пора! Но старый Гетман оставался послушным подданным Петра Храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину Молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал Что ж Гетман, юноши твердили, он из немог, он слишком стар Труды и годы угасили в нем прежний деятельный жар Зачем дрожащую рукою еще он носит булаву? Теперь бы грянуть нам войною на ненавистную Москву Когда бы старый Дорошенко или Самойлович молодой Или наш Полей или Гордиенко владели силой войсковой Тогда в снегах чужбины дальней не погибали казаки И в Малороссии печальной освобождались уж полки Так своего ли им пыла, роптала юность удалая Опасных алча перемен, забыв отчизны давний плен Богдана счастливые споры, святые брани, договоры И славу дедовских времен Но старость ходит осторожно и подозрительно глядит Чего нельзя и что возможно еще не вдруг она решит Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом Кто испытующим умом проникнет бездну рукавую, души коварной Думы в ней, плоды подавленных страстей лежат погружены глубоко И замысел давнишних дней, быть может, взреет одиноко Как знать? Но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрей и ложней Тем с виду он неосторожней и в обхождении простей Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать Умами править безопасно, чужие тайны разрешать С какой доверчивостью лживый, как добродушно на пирах со старцами старик болтливый Жалеет он о прошлых днях, свободу славит в своевольном Поносит власти с недовольным, с ожесточенным слезы льет С глупцом разумную речь ведет Немногим может быть известно, что дух его неукротим Что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим Что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал Что далеко преступный виды старик надменный простирал Что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни Что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду Что презирает он свободу, что нет отчизны для него Издавна умысел ужасный взлелеял тайно злой старик в душе своей Но взор опасный, враждебный взор его проник Нет, дерзкий хищник, нет, губитель Скрижеща мыслит Кочубей Я пощажу твою обитель, темницу дочери моей Ты не истлеешь средь пожара Ты не издохнешь от удара казачьей сабли Нет злодей в руках московских палачей В крови, причетных отрицаниях, на дыбе, корчась в истязаниях Ты проклянешь и день, и час, когда ты дочь крестил у нас И пир, на коем чести чашу тебе я полну наливал И ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал Так, было время, с Кочубеем был друг Мазепа Вон и дни, как с Олю, Хлебом и Илеем делились чувствами они Их кони по полям победы скакали рядом сквозь огни Нередко долгие беседы наедине вели они Пред Кочубеем Гетман скрытный, души мятежный, ненасытный Отчасти бездну открывал И о грядущих изменениях, переговорах, возмущениях В речах неясных намекал Так, было сердце Кочубея в то время предано ему Но в горькой злобе свирепея Теперь позыву одному оно послушно Он голубит единую мысль и день, и ночь Или сам погибнет, или погубит Отомстит поруганную дочь Но предприимчивую злобу он крепко в сердце затаил Бессильный горести, как гробу, теперь он мысли устремил Он зла Мазепи не желает, всему виновна дочь одна Но он и дочери прощает Пусть Богу даст ответ она Покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон А между тем орлином взором в кругу домашним Ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных Во всем открылся он жене Давно в глубокой тишине уже до нос он грозный копит И гнева женского полна Несерпеливая жена супруга злобного торопит В тиши ночей наложит сна, как некий дух Ему она о мщенье шепчет, укоряет И слезы льет, и ободряет, и клятвы требует И ей клянется мрачный кочубей Удар обдуман, с кочубеем бесстрашный искра заодно И оба мыслят, одолеем, врага падение решено Но кто ж усерден пламенея, ревнуя к общему добру Донос на мощного злодея предубежденному Петру К ногам положит, не рабея Между полтавских казаков, презренных девою несчастной Один в сладеческих годов ее любил любовью страстной Вечерней, утренней порой, на берегу реки родной В тени украинских черешин, бывало, он Марию ждал И ожиданием страдал, и краткой встречей был утешен Он без надежд ее любил, не докучал он ей мольбою Отказов он не пережил Когда наехали толпою к ней женихи Из их рядов унылый сир он удалился Когда же вдруг меж казаков позор Мариин огласился И беспощадная молва ее со смехом поразила И тут Мария сохранила над ним привычные права Но если кто, хотя случайно, пред ним Мазепу называл То он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал Кто при звездах и при луне Так поздно едет на коне Чей-то конь неутомимый Бежит в степи необозримый Казак на север держит путь Казак не хочет отдохнуть Ни в чистом поле, ни в дубраве Ни при опасном переправе Как сткло булат его блестит Мешок за пазухой звенит Не спотыкаясь, конь ретивый Бежит, размахивая гривой Червонцу нужно для конца Булат потеха молодца Ретивый конь потеха тоже Но шапка для него дороже За шапку он оставит рад коня, червонца и булат Но выдаст шапку только сбою И то лишь сбудень головою Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит Донос на гетмана-злодея Царю Петру от Кочубея Грозы не чуя между тем, не ужасаемый ничем Мазепа козни продолжает С ним полномочный езуит Мятеж народный учреждает И шаткой трон ему сулит Во тьме ночной они, как воры, ведут свои переговоры Измену ценят меж собой Слагают цифру универсалов Торгуют царской головой Торгуют клятвами вассалов Какой-то нищий во дворец неведомо отколе ходит И орлик, гетманов-делец, его приводит и выводит Повсюду тайно сеют яд его подосланные слуги Там, на дону, казачьи круги, они с булавином мутят Там будет диких орд отвагу Там, за порогами Днепра, стращают буйную ватагу Самодержавием Петра Мазепа всюду взор кидает И письма шлет из края в край Угрозы хитрый подымает Он на Москву в Бахчисарай Король ему в Варшаве внемлет В стенах Очакова, Паша Восстанет Карл и Царь Не дремлет его коварная душа Он, думой-думу развивая Верней готовит свой удар В нем не слабеет воля злая Неутомим преступный жар Но как он вздрогнул Как воспрянул Когда пред ним внезапно грянул Упадший гром Когда ему, врагу России самому Вельможи русские послали В Полтаве писанный донос И вместо праведных угроз Как жертве ласки расточали И озабоченной войной Кнушаясь мнимой клеветой Донос оставя без внимания Сам царь Иуду утешал И злобу шумом наказания Смирить надолго обещал Мазепа в горести притворной К царю возносит глаз покорный И знает Бог И видит свет Он, бедный гетман Двадцать лет царю служил Душою верной Его щедроту и безмерной осып Он дивно вознесен О, как слепа, безумно злоба Ему-ль теперь у двери гроба Начать учение измен И потемнять благую славу Не он ли Помощь Станиславу С негодованием отказал Стыдясь отверг венец Украины И договор и письма тайны К царю Подолгу отослал Не он ли на учение мхана И цареградского салтана Был глух Усердием горя С врагами белого царя Умом и саблей рад был спорить Трудов и жизни не жалел И ныне злобный недруг Смел его седины опозорить И кто же Искра, кочубей Так долго быв его друзьями Искровожадными слезами В холодной дерзости своей Их казни требуют злодей Чьей казни Старец непреклонный Чья дочь в объятиях его Но хладно сердце своего Он заглушает тропот сонный Он говорит В неравный спор Зачем вступает сей безумец Он сам Надменный вольнодумец Сам точат на себя топор Куда бежит зажавший вежды На чем он основал надежды Или Но дочери любовь Главы отцовской не искупят Любовник Гетману уступит Не то моя прольется кровь Мария Бедная Мария Краса черкасских дочерей Не знаешь ты Какого змия Ласкаешь на груди своей Какой же властью непонятной К душе свирепой И развратной Так сильно ты привлечена Кому ты в жертву отдана Его кудрявые седины Его глубокие морщины Его блестящий впалый взор Его лукавый разговор Тебе всего-всего дороже Ты, мать, забыть для них могла Соблазном посланная ложа Ты отчий сенья предпочла Своими чудными очами Тебя старик заворожил Своими тихими речами В тебе он совесть усыпил Ты на него с благоговеньем Возводишь ослепленный взор Его лелеешь с умилением Тебе приятен твой позор Ты им в безумном упоении Как целомудрием горда Ты прелесть нежную стыда В своем утратила паденье Что стыд Марии Что молва Что для нее мирские пени Когда склоняется в колени К ней старца гордая глава Когда с ней Гетман забывает Судьбы своей и труд и шум Иль тайны смелых грозных дум Ей деви робко открывает И дней невинных ей не жаль И душу ей одна печаль Порой как туча затмевает Она унылых пред собой Отца и мать воображает Она сквозь слезы Видит их в бездетной старости Одних И мнится пением их внимает О, если б ведала она Что уж узнала вся Украина Но от нее сохранена Еще убийственная тайна Конец песни первой Из поэмы Полтава Песня вторая Поэма Полтава Из собрания сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Полтава Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том третий Песнь вторая Мазепа мрачен Ум его смущен жестокими мечтами Мария нежными очами Глядит на старца своего Она, обняв его колени Слова любви ему твердит Напрасно! Черных помышлений Ее любовь не удалит Пред бедной девой с невниманием Он хладно потупляет взор И ей на ласковый укор Одним ответствует молчанием Удивлена, оскорблена Едва дыша встает она И говорит с негодованием Послушай, Гетман Для тебя я позабыла Все на свете Навек однажды полюбя Одно имела я в предмете Твою любовь Я для нее сгубила Счастье мое Но ни о чем я не жалею Ты помнишь В страшной тишине В ту ночь, как стала я твоею Меня любить Ты клялся мне Зачем же ты меня не любишь? Мой друг Несправедлива ты Оставь безумные мечты Ты подозрением сердца губишь Нет, душу пылкую твою Волнуют, ослепляют страсти Мария, верь Тебя люблю Я больше славы Больше власти Неправда Ты со мной хитришь Давно ли мы были неразлучны Теперь ты ласк моих бежишь Теперь они тебе докучны Ты целый день в кругу старшин В пирах, разъездах Я забыта Ты долгой ночью или один Или с нищим Или у иезуита Любовь смиренная моя Встречает хладную суровость Ты пил недавно, знаю я Здоровье дульской Это новость Кто это дульская? И ты, ревниво Мнель, в маиле лето Искать надменного привета Самолюбивой красоты И стану ли я, старик суровый Как праздный юноша, вздыхать Влащить позорные оковы И жен притворством искушать Нет, объяснись без отговорок И просто прямо отвечай Покой души твоей мне дорог Мария, так и быть Узнай Давно замыслили мы дело Теперь оно кипит у нас Благое время нам приспело Борьбы великой, близок час Без милой вольности и славы Склоняли долгом и главы Под покровительством Варшавы Под самовластием Москвы Но независимой державой У крайней быть уже пора И знамя вольности кровавый Я подымаю на Петра Готово все В переговорах со мною оба короля И скоро в смутах В бранных спорах Быть может трон воздвигну я Друзей надежных я имею Княгиня Дульская И с нею мой езуит Да нищий сей К концу мой замысел приводит Через руки их ко мне доходят Наказы письма королей Вот важные тебе признания Довольна ль ты? Твои мечтания рассеяны ль? О, милый мой! Ты будешь царь земли родной Твоим сединам как пристанет Корона царская Постой! Не все свершилось Буря грянет Кто может знать, что ждет меня? Я близ тебя не знаю страха Ты так могусь! О, знаю я! Трон ждет тебя! А если плаха? С тобой на плаху, если так Ах, пережить тебя могу ли? Но нет, ты носишь власти знак Меня ты любишь? Я люблю ли? Скажи, отец или супруг тебе дороже? Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он Семью стараюсь я забыть мою Я стала ей в позор Быть может, какая страшная мечта Моим отцом я проклята А за кого? Так я дороже Тебе отца Молчишь? О, Боже! Что ж, отвечай! Реши ты сам Послушай, если было б там Ему или мне Погибнуть надо А ты бы нам судьей была Кого б ты в жертву принесла? Кому бы ты была ограда? Ах, полно! Сердце не смущай Ты искуситель! Отвечай! Ты бледен Речь твоя сурова О, не сердись Всем, всем готова Тебе я жертвовать Поверь! Но страшны мне слова такие Довольно! Помни же, Мария Что ты сказала мне теперь Тиха украинская ночь Прозрачно небо Звезды блещут Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух Чуть стрепещут Сребристых тополей листы Луна спокойно с высоты Над белой церковью сияет И пышных гетманов сады И старый замок Оцаряет И тихо, тихо Все кругом Но в замке Шепота смятенья В одной из башен Под окном В глубоком Тяжком размышлении Окован Кочубей сидит И мрачно Нанима глядит За утро казнь Но без боязни Он мыслит Об ужасной казни О жизни Не жалеет он Что смерть ему Желанный сон Готов он лечь Во гроб кровавый Дрема одолит Но Боже правый К ногам злодея Молча пасть Как бессловесное создание Царем быть отдану Во власть Врагу царя На поруганье Утратить жизнь И с нею честь Друзей с собой На плаху весть Над гробом Слышать их проклятия Ложась безвином Под топор Врага веселый Встретить взор И смерти кинуться В объятья Не завещая Никому Вражды К злодею своему И вспомнил он Свою Полтаву Обычный круг семьи Друзей Минувших дней Богатства Славу И песни дочери своей И старый дом Где он родился Где знал и труд И мирный сон И все Чем в жизни Насладился Что добровольно Бросил он И для чего Но ключ В заржавом Замке гремит И пробужден Несчастный думает Вот он Вот на пути Моем кровавом Мой вождь Под знаменем креста Грехов Могущий Разрешитель Духовной скорби Врач Служитель За нас Распятого Христа Его святую Кровь и тело Принесший мне Да укреплюсь Да приступлю Ко смерти Смело И с жизни Вечной Приобщусь И с сокрушением Сердечным Готов Несчастный Кочубей Перед всесильным Бесконечным Излить тоску Мольбы Своей Но не отшельника Святого Он гостя Узнает Иного Свирепый Орлик Перед ним И отвращением Томим Страдалец Горького Прошает Ты здесь Жестокий Человек Зачем Последний Мой ночлег Еще Мазепа Возмущает Допрос Не кончен Отвечай Я отвечал уже Ступай Оставь меня Еще признание Пан Гетман Требует Но в чем Давно Сознался я Во всем Что вы хотели Показания Мои все ложны Я лукав Я строю козни Гетман прав Чего вам более Мы знаем Что ты Несчетно Был богат Мы знаем Ни единый клад Тобой в диканьке Укрываем Свершится Казнь твоя Должна Твое имение Сполна В казну Поступит Войсковую Таков закон Я указую Тебе последний Долг Открой Где клады Скрытые Тобой Так Не ошиблись Вы Три клада Всей жизни Были мне Отрада И первый Клад Мой Честь Была Клад Этот Пытка Отняла Другой Где спрятал Деньги Злой Холоп Окончишь Меня в покое Где спрятал Деньги Укажи Не хочешь Деньги Где Скажи Или выйдет Следствие Плохое Подумай Место Нам назначь Молчишь Ну в пытку Ей Палач Палач Вошел О Ночь Мучений Но где же Гетман Где Злодей Куда Бежал От Угрызений Змейной Совести Своей Светлица Девы Усыпленной Еще Незнанием Блаженной Близ Ложа Крестницы Молодой Сидит С поникшей Угловой Мазепа Тихий И Угрюмый В его Душе Проходят Думы Одна Другой Мрачнее Мрачнее Умрет Безумный Кочубей Спасти Нельзя Его Чем Ближе Цель Гетмана Тем Тверже Он Быть Должен Властью Облечен Тем Перед Ним Склоняться Ниже Должна Вражда Спасенья Нет Доносчик И его Клеврет Умрут Но Бросив Зор На Ложе Мазепа Думает О Боже Что Будет С ней Когда Она Услышит Слово Роковое Досель Она Еще В Покое Но Тайна Быть Сохранена Не Может Доле Секира Упав Поутру Загремит По всей Украине Голос Мира Вокруг Нее Заговорит Ах Вижу Я Кому Судьбою Волненья Жизни Суждены Тот Стой Один Перед Грозою Не Призывай К себе Жены В Одну Телегу Впрячь Не Можно Коня И Трепетную Лань Все Что Цены Себе Не Знает Все Все Чем Жизнь Мила Бывает Бедняжка Принесла Мне В Дар Мне Старцу Мрачному И Что Ж Какой Готовлю Ей Удар И Он Глядит На Тихом Ложе Как Сладок Юности Покой Как Сон Ее Лелеет Нежно Уста Раскрылись Безмятежно Дыхание Груди Молодой А Завтра Завтра Содрогаясь Мазепа Отвращает Взгляд Встает И Тихо Пробираясь В уединенный Сходит Сад Тиха Украинская Ночь Прозрачно Небо Звезды Блещут Свои Дремоты Превозмочь Не хочет Воздух Чуть Стрепещут В сребристых Тополей Листы Но Мрачны Странные Мечты В душе Мазепы Звезды Ночи Как Обвинительные Очи За ним Насмешливо Глядят И Тополей Стеснившись В ряд Качая Тихо Головою Как Судьи Шепчут Меж Собою И Летней Теплой Ночи Тьма Душна Как Черная Тюрьма Вдруг Теплой Теплой Мазепа Теплой Ропот Вдруг Вдруг Восклицание Раздалось И Смолкло Все Лишь Комской Топот Был Слышен В грозной Тишине Там Окруженный Сердюками Вельможный Гетман С старшинами Скакал На Вороном Коне А Там По Киевской Дороге Телега Ехала В тревоге Все Взоры Обратили К Ней В Ней С Миром С Небом Примиренный Могущей Веры Укрепленной Сидел Безвинный Кочубей С Ним Искра Тихий Равнодушный Как Агнец Жребию Послушный Телега Стала Раздалось Моленье Ликов Громогласных Скодил Куренье Поднялось За упокой Души Несчастных Безмолвно Молится Народ Страдальцев За врагов И вот Идут Они Взошли На плаху Крестясь Ложится Кочубей Как будто В гробе Тьмы Людей Молчат Топор Блеснул С размаху И отскочила Голова Все Поле Охнуло Другая Катится Вслед за ней Мигая Зарделась Кровью Трава И Сердцем Радуясь Во злобе Палач Сачуб Поймал И хобби И напряженную Рукой Потряс И хобби Над толпой Свершилась Поковой Слышит Нездешний С нищетой Конец Песни Второй Из поэмы Полтава Полтава Песня Поэма Полтава Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Песнь Третья 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 Москва Третья Кровавая Наездник Третья Под палатку Одной Ведется Шепотом Беседа Нет Вижу я Нет Орлик Мой Поторопились Мы Некстати Расчет И дерзкий И плохой И в нем Не будет Благодати Пропал Видно Цель Моя Что делать Дал я Промах Важный Ошибся В этом Карле Я Он Мальчик Бойкой И отважный Два Три Сражений Разыграть Конечно Может Он С успехом К врагу На ужин Прискакать Ответствовать На бомбу Смехом Не хуже Русского Стрелка Прокрасыв В ночь Ко вражью Стану Свалить Как нынче Казака И обменять На рану Рану Но не ему Вести борьбу С самодержавным Великаном Как полк Вертеться Он судьбу Принудить Хочет Барабаном Он Слеп Упрям Нетерпелив И легкомысленно Кичлив Бог Весть Какому Счастью Верит Он Силы Новые Врага Успехом Прошлом Только мерит Сломить Ему Свои Рога Стыжусь Воинственным Бродягой Увлекся Я На старый След Был Ослеплен Его Отвагой И беглом Счастьем Побед Как Дева Ровкая Сраженья Дождемся Время Не ушло С Петром Опять Войти В сношенья Еще Поправить Можно Зло Разбитой Нами Нет Сомненья Царь Не Отвергнет Примиренья Нет Поздно Русскому Царю Со мной Мириться Невозможно Давно Решилась Непреложно Моя Судьба Давно Горю Стесненный Злобой Под Азовом Однажды Я с Царем Суровым В оставки Ночью Пировал Полны вином Кипели чаши Кипели с ними Речи наши Я слово Смелое Сказал Смутились Гости Молодые Царь Вспыхнув Чашу Уронил Из-за усы Моя седые Меня с угрозой Ухватил Тогда Смирясь В бессильном Гневе Отмстить Себе Я клятву Дал Носил Ее Как мать Во чреве Младенца Носит Срок Настал Так Обо мне Воспоминаниях Хранить он Будет До конца Петру Я послан В наказанье Я терн В листах Его венца Он дал бы Грады родовые И жизни Лучшие часы Чтоб снова Как в одни былые Держать Мазепу За усы Но есть Еще для нас Надежды Кому бежать Решит Заря Умолк И закрывает Вежды Изменник Русского Царя Горит Восток Зарею Новый Уж На равнине По холмам Грохочут Пушки Дым Багровый Кругами Всходит К небесам Навстречу Утренним Лучам Полки Ряды Свои Сомкнули В кустах Рассыпались Стрелки Катятся Ядра Свищут Пули Нависли Хладные Штыки Сыны Любимые Победы Сквозь Огни Окопов Рвутся Шведы Волнуясь Конница Летит Ее Стремление Крепит И Битвы Поле Роковое Гремит Пылает Здесь И Там Но Явно Счастье Боевое Служить Уж Начинает Нам Пальбой Отбитые Дружины Мешаясь Падают Вопрах Уходит Розен Сквозь Теснины Сдается Пылкой Шлипен Бах Тесним Мы Шведов Рать За Ратью Темнеет Слава Их Знамен И Бога Брани Благодатью Наш Каждый Шаг Запечатлен Тогда-то Свыше Вдохновенный Раздался Звучный Глаз Петра За Дело С Богом Из Шатра Толпой Любимцев Окруженной Выходит Петр Его Глаза Сияют Лик Его Ужасен Движенья Быстры Он Прекрасен Он Весь Как Божия Гроза Идет Ему Коня Подводят Ретив И Смирен Верный Конь Почуя Роковой Огонь Дрожит Глазами Косо Водит И Мчится В прахе Боевом Гордясь Могучим Седоком Уж Близок Полдень Жар Пылает Как Пахарь Битва Отдыхает Кой-где Горцуют Казаки Равняя Строятся Полки Молчит Музыка Боевая На Холмах Пушки Присмирев Прервали Свой Голодный Рев И Се Равнину Оглашая Далече Грянуло Ура Полки Увидели Петра И Он Промчался Пред полками Могуч И радостен Как бой Он Поле Пожирал Очами За ним Во след Неслись Толпой Сии Птенцы Гнезда Петрова В Пременах Жребия Земного В Трудах Державства И Войны Его Товарищи Сыны И Шереметьев Благородный И Брюс И Боур И Репнин И Счастье Баловень Безродный Полудержавный Властелин И Перед Синими Рядами Своих Воинственных Дружин Несомый Верными Слугами В Качалке Бледен Недвежим Страдая Раной Карл Явился Вожди Героя Шли За ним Он В думу Тихо Погрузился Смущенный Взор Изобразил Необычайное Волнение Казалось Карла Приводил Желанный Бой Внедоуменье Вдруг Слабым Манием Руки На Русских Двинул Он Полки И С ними Царские Дружины Сошлись В дыму Среди Равнины И Грянул Бой Полтавский Бой В огне Под градом Расколенным Стеной Живою Отраженным Над Падшим Строем Свежий Строй Штыки Смыкает Тяжкой Тучей Отряды Конец И Летучей Браздами Саблями Звуча Сшибаясь Рубится С плеча Бросая Груды Тел На Груду Шары Чугунные Повсюду Меж Ними Прыгают Разят Прах Роют И В крови Шипят Швед Русский Колет Рубит Режет Бой Барабанный Клики Скрежет Гром Пушек Топот Ржание Стон И Смерть И Ад Со Всех Сторон Среди Тревоги И Волненья На Жди Спокойные Глядят Движенья Ратные Следят Предвидят Гибель И Победу И В тишине Ведут Беседу Но Близ Московского Царя Кто Воин Сей Под Сединами Двумя Поддержан Казаками Сердечной Ревностью Горя Он Оком Опытным Героя Взирает На Волненье Боя Уж На Коня Не Вскочит Он А Дрях В Изгнанье Сиротея И Казаки На Клич Полея Не Налетят Со Всех Сторон Но Что Ж Его Сверкнули Очи И Гневом Будто Мглою Ночью Покрылось Старое Чело Что Возмутить Его Могло Или Он Сквозь Бранный Дым Увидел Врага Мазепу И Сей Миг Своей Лета Возненавидел Обезоруженный Старик Мазепа В думу Погруженный Взирал На Битву Окруженный Толпой Мятежных Казаков Родных Старшин И Сердюков Вдруг Выстрел Старец Обратился У Войнаровского В руках Мушкетный Ствол Еще Дымился Сраженный В нескольких Шагах Молодой Казак В крови Валялся А Конь Весь В пене И пыли Почуя Волю Дико Мчался Скрываясь В огненной Саблю В руках С безумной Яростью В очах Старик Подъехав Обратился К нему С вопросом Но Казак Уж Умирал Потухший Зрак Еще Грозил Врагу России Был Мрачен Помертвел И Лик И Имя Нежное Марии Чуть Лепетал Еще Язык Но Близок Близок Миг Победы Ура Мы Ломим Гнутся Шведы О Славный Час О Славный Вид Следом Конница Пустилась Убийством Тупица Мечи И Падшими Вся Степь Покрылась Как Роем Черной Саранчи Пирует Петр И Горд И Ясен И Слава Полон Взор Его И Царский Пир Его Прекрасен При Кликах Войска Своего В шатре Своем Он Угощает Своих Вождей Вождей Чужих И Славных Пленников Ласкает И За Где Первый Грозный Наш Учитель Чью Долговременную Злость Смирил Полтавский Победитель И Где Шмазепа Где Злодей Куда Бежал Иуда В страхе Зачем Король Не Меж Гостей Зачем Изменник Не На Плахе Верхом В глуши Степей Ногих Король И Гетман Мчатся Оба Бегут Судьба Связала Их Опасность Близкая И злоба Дарует Силу Королю Он Рану Тяжкую Свою Забыл Поникнув Головою Он Скачет Русскими Гоним И Слуги Верные Толпою Чуть Могут Следовать За Ним Обозревая Зорким Взглядом Степей Широкой Полукруг С ним Старый Гетман Скачет Рядом Пред Ними Хутор Что Ж Вдруг Мазепа Будто Испугался Что Мимо Хутора Помчался Он Стороной Во Весь Опор Или Этот Запустелый Двор И Дом И Сад Уединенный И В поле Отпертая Дверь Какой-нибудь Рассказ Забвенный Ему Напомнили Теперь Святой Невинности Губитель Узнал Ли Ты Сию Обитель Сей Дом Веселый Прежде Дом Где Ты Вином Разгоряченный Семье Счастливо Окруженный Шутил Бывало За Столом Узнал Ли Ты Приют Укромный Где Мирный Ангел Обитал И Сад Откуда Ночью Темный Ты Вывел В степь Узнал Узнал Ночные Тени Степь Объемлют На Бреге Синего Днепра Между Скалами Чутко Дремлют Враги России И Петра Щадят Мечты Покой Героя Урон Полтавы Он Забыл Но Сон Мазепы Смутен Был В нем Ночном Его Зовут Он Пробудился Глядит Над ним Грозя Перстом Тихонько Кто-то Наклонился Он Вздрогнул Как Под Топором Пред Ним С Развитыми Влосами Сверкая Впалыми Глазами Вся Врубище Худа Бледна Стоит Луно Освещена Или Это Сон Мария Ты Ли Ах Тише Тише Друг Сейчас Отец Мать Глаза Закрыли Постой Услышать Могут Нас Мария Бедная Мария Опомнись Боже Что с тобой Послушай Хитрости Какие Что за Рассказ У них Смешной Она Затайно Мне Сказала Что Умер Бедный Мой Отец И Мне Тихонько Показала Седую Голову Творец Куда Бежать Нам От Злоречья Подумай Эта Голова Была Совсем Не Человечья А Волчья Видишь Какова Чем Обмануть Меня Хотела Не Стыдно Ль Ей Меня Пугать И Для Чего Чтоб Я Не Смела С тобой Сегодня Убежать Посможно Ль С Горестью Глубокой Любовник Ей Внимал Жестокий Но Вихрью Мысли Предана Однако Ж Говорит Она Я Помню Поле Праздник Шумный И Черн И Мертвые Тела На Праздник Мать Меня Вела Но Где Ж Ты Был С Тобой Розно Зачем Начис Китай С Я Пойдем Домой Скорей Уж Поздно Ах Вижу Голова Моя Полна Волнения Пустого Я Принимала За Другого Тебя Старик Оставь Меня Твой Взор Насмешлив И Ужасен Ты Безобразен Он Прекрасен В Его Глазах Блестит Любовь В Его Речах Такая Нега Его Усы Белее Снега А На Твоих Засохла Кровь И С Диким Смехом Завизжала И Легче Серно Молодой Она Вспрыгнула Побежала И Скрылась В темноте Ночной Редела Тень Восток Олел Огонь Казачий Пламенел Пшеницу Казаки Варили Драбанты У Брегу Днепра Коней Расседло Нахпаили Проснулся Карл Ого Пора Вставай Мазепа Рассветает Но Гетман Уж Не спит Давно Тоска Тоска Его Снедает В груди Дыханье Стеснено И Молча Он Коня Седлает И Скачет С беглым Королем И Страшно Взор Его Сверкает С родным Прощаясь С рубежом Прошло Сто лет И Что ж Осталось От Сильных Гордых Сих Мужей Столь Полных Воле Страстей Их Поколение Миновалось И С ним Исчез Кровавый След Усилий Бедствий И Побед В Гражданстве Северной Державы В ее Воинственной Судьбе Лишь Ты Воздвиг Герой Полтавы Огромный Памятник Себе В стране Где Мельниц Ряд Крылатый Ограды Мирной Обступил Бендер Пустынные Раскаты Где Бродят Буйволы Рогаты Вокруг Воинственных Могил Останки Разоренной Сени Три Углубленные В земле И мхом Поросшие Ступени Гласят О шведском Короле С них Отражал Герой Безумный Один В толпе Домашних Слуг Турецкой Рати Приступ Шумный И бросил Шпагу Под Бунчук Ильщетно Там Пришлет Сунылый Искал Багетманской Могилы Забыт Мазепа С давних Пор Лишь В торжествующей Святыне Раз в год Анафимой Доныне Грозя Гремит О нем Собор Но Сохранилась Могила Где Двух Страдальцев Прах Почил Меж Древних Праведных Могил Их мирно Церковь Приютила Цветет В диканьке Древний ряд Дубов Друзьями Насажденных Они О праотцах Казненных До ныне Внукам Говорят Но Дочь Преступница Предания Об ней Молчат Ее Страдания Ее Судьба Ее Конец Непроницаемую Тьмою От нас Закрыты Лишь порою Слепой Украинский Певец Когда в селе Перед народом Он песни Гетмана Бринчит О грешной Деве Мимоходом Казачкам Юнам Говорит Конец Песни Третьей Из поэмы Полтава Конец Поэмы Полтава Поэма Тазит Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Сын Гасуба Рукой завистника Убит Вблизи Развален Татар Туба В родимой Сакле Он лежит Обряд Творится Погребальный Звучит Уныло Песнь Мулы Ворбу Впряженные Волы Стоят Пред Саклею Печальной Двор Полон Тесной Толпой Подъемлют Гости Скорбный Вой И с плачем Бьют На грудной Броне И в нем Ля шум Небоевой Метутся Спутанные Кони Все ждут Из Сакли Наконец Выходит Между жен Отец Два Узденя За ним Выносят На бурке Хладный Труп Толпу По сторонам Раздаться Просят Слагают Тело На арбу И с ним Кладут Снаряд Воинский Неразреженную Пищаль Колчаный Лук Кинжал Грузинский И шашки Крестовую Сталь Чтобы крепка Была могила Где храбрый Ляжет Почевать Чтоб мог Назов он Азраила Исправным Воином Восстать В дорогу Шествие Готово И тронулась Арба За ней Одехи Следуют Сурово Смиряя Молча Пыл Коней Уж Потухал Закат Огнистый Злотя Нагорные Скалы Когда Долина Каменистой Достигли Тихие Волы В долине Той Враждою Жадной Сражен Наездник Молодой Там Ныне Тень Могилы Хладной Воспримет Уж Труп землей Взят Могила Завалена Толпа Вокруг Мольбы Последние Творила Из-за горы Явились Вдруг Старик Седой И Отрок Стройный Дают Дорогу Пришлицу И Скорбному Старик Отцу Так Молвил Важный И Спокойный Прошло Тому Тринадцать Лет Как Ты В аул Чужой Пришед Вручил Мне Слабого Младенца Чтоб Воспитанием Из него Я сделал Храброго Чеченца Сегодня Сына Одного Ты Преждевременно Хоронишь Гасуп Покорен Будь Судьбе Другого Я Привел Тебе Вот Он Ты Голову Преклонишь К его Могучему Плечу Твою Потерю Им Заменишь Труды Мои Ты Сам Оценишь Хвалиться Ими Не Хочу Умолкнул Смотрит Торопливо Гасуп На Отрока Тазит Главу Потупе Молчаливо Ему Недвижим Предстоит И в горе Им Гасуп Любуясь Влеченью Сердца Повинуясь Объемлет Ласково Его Потом Наставника Ласкает Благодарит И приглашает Под кровлю Дома Своего Три дня Три ночи С кунаками Его он Хочет Угощать И после Честно Провожать С благословением И дарами Ему Ж Отец Печальный Мнит Обязан Благом Я Бесценном Слугой И другом Неизменном Могучим Мстителем Обид Проходят Дни Печаль Заснула В душе Гасуба Но Тазит Все дикость Прежню Хранит Среди Родимого Аула Он Как чужой Он Целый День В горах Один Молчит И бродит Так В сакле Кормленный Олень Все в лес Глядит Все в глушу Ходит Он Любит По крутым Скалам Скользить Ползти Тропой Кремнистой Внимая Буре Голосистой И в песне Воющим Волнам Он Иногда До поздней ночи Сидит Печален Над горой Недвижно Вдаль Уставя Очи Опершись На руку Главой Какие мысли В нем Проходят Чего Желает Он Тогда Из мира Дольнего Куда Младые Сны Его Уводят Как знать Незримо Глубь Сердец В мечтаниях Отрок Своеволен Как Ветер В небе Но Отец Уже Тазит В ущелье Скал Где прорван Каменистый Берег И путь Открыт Над Реял Что Делал Там Я Слушал Терек А не Видал Ли ты Грузин Иль Русских Видел Я С товаром Тифлиски Ехал Армянин Он Был Со Стражей Нет Один Зачем Нечаянным Ударом Не Вздумал Ты Сразить Его И не Прыгнул К нему Сутеса Потупил Очи Сын Черкеса Не отвечая Ничего Тазит Опять Коня Седлает Два Дня Две Ночи Пропадает Потом Является Домой Где Был За Белой Горой Кого Ты Встретил На Кургане От Нас Бежавшего Раба Ой Милосердная Судьба Где Ж Он Уже Лена Аркане Ты Беглеца Не Притащил Тазит Опять Главу Склонил Гасуп Нахмурился Вмолчанье Но Скрыл Своё Негодование Нет Мыслит Он Не Заменит Он Никогда Другого Брата Не Научился Мой Тазит Как Шашкой Добывают Злата Ни Стат Моих Ни Табунов Не Наделят Его Разъезды Он Только Знает Без Трудов Внимать Волнам Глядеть На Звезды А Не Внабегах Отбивать Коней Сногайскими Быками И Сбоевзятыми Рабами Суда В Анапе Нагружать Тазит Опять Коня Седлает Два Дня Две Ночи Пропадает На Третий Бледен Как Мертвец Приходит Он Домой Отец Его Увидя Вопрошает Где Был Ты Около Станиц Кубани Близ Лесных Границ Кого Ты Видел Супостата Кого Кого Убийцу Брата Убийцу Сына Моего Приди Где Голова Его Тазит Мне Череп Этот Нужен Дай Нагляжусь Убийца Был Один Изранен Безоружен Ты Долго Крови Не Забыл Врага Ты Навзнич Прокинул Не Правда Ли Ты Шашку Вынул Ты В горло Сталь Ему Воткнул И Трижды Тихо Повернул Упился Ты Его Стенанием Его Змеиным Издыханием Где Ж Голова Подай Нет Сил Но Сын Молчит Потупя Очи И Стал Гасуп Чернее Ночи И Сыну Грозного Запил Поди Ты Прочь Ты Мне Не Сын Ты Не Чеченец Ты Старуха Ты Трус Ты Раб Ты Армянин Будь Проклят Мной Пади Чтоб Слуха Никто Оробком Не Имел Чтоб Вечно Ждал Ты Грозной Встречи Чтоб Мертвый Брат Тебе На Плечи Окровавленный Кошкой Сел И К Безни Гнал Тебя Несчадно Чтоб Ты Как Раненый Олень Бежал Тоскоя Безотрадно Чтоб Дети Русских Деревень Тебя Веревкую Поймали И Как Волчонка Затерзали Чтоб Ты Беги Беги Скорей Не Оскверняй Моих Очей Сказал И На Землек И Очи Закрыл И Так Лежал До Восходило И Скал Вершины Серебрила Тазита Трижды Он Позвал Никто Ему Не Отвечал Ущелье Горных Поселенцы В долине Шумно Собрались Привычные Игры Начались Верхами Юные Чеченцы В пыли Несясь Во весь Опор Стрелою Шашку Пробивают Иль Триже Сложенный Ковер Булат Им Сразу Рассекают То Скользко Тешится Борьбой То Пляской Быстрой Жены Девы Меж тем Поют И Гул Лесной Далече Вторят Их Напевы Но Между Юношей Один Забав Наездничьих Не Делят Верхом Не Мчится Вдоль Стремнин Из Лука Звонкого Не Целит И Между Девами Одна Молчит Уныла И Бледна Они В Толпе Читой Странной Стоят Не Видя Ничего И Горе Им Он Сын Изгнанный Она Любовница Его Ох Было Время С ней Украдкой Видался Юноша В горах Он Пил Огонь Отравы Сладкой В ее Сметенье В речи Кратко В ее Потупленных Очах Когда С домашнего Порогу Она Смотрела На Дорогу С подружкой Резвой Говоря И Вдруг Садилась И Бледнела И Отвечая Не Глядела И Разгоралась Как Заря Или Увод Когда Стояла Текущих С каменных Вершин И Долго Кованый Кувшин Волною Звонкой Наполняла И Он Невластный Превозмочь Волнений Сердца Раз Приходит К ее Отцу Его Отводит И Говорит Твоя Мне Дочь Давно Мила По Ней Тоскуя Один Исир Давно Живуя Благослови Любовь Мою Я Беден Но Могуч И Молот Мне Голод Тебе Я Буду Сын И Друг Послушный Преданный И Нежный Твоим Сынам Кунак Надежный А ей Приверженный Супруг Конец Поэмы Тазит Поэма Домик В Коломне Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Домик В Коломне Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Четырестопный Ямб Мне надоел Им пишет Всякий Мальчикам Забаву Пора б Его оставить Я хотел Давным-давно Приняться За октаву А в самом деле Я бы Совладел С тройным Созвучием Пущусь На славу Ведь рифмы Запросто Со мной Живут Две Придут Сами Третью Приведут А чтоб Им путь Открыть Широкий Вольный Глаголы Из мелкой сволочи Вербу Рать Мне рифмы Нужны Все готов Сберечь Я Хоть весь Словарь Что слог То и солдат Все годно В строй У нас Ведь не парад Ну Женские Женские Мужеские Слоги Благословясь Попробуем Слушай Равняйтеся Вытягивайте Ноги И по три В ряд В октаву Заезжай Не бойтесь Мы не будем Слишком строги Держись Вольней И только Не плашай А там Уже привыкнем Слава Богу И выйдем На ровную Дорогу Как весело Стихи Свои вести Под цифрами В порядке Строй за строем Не позволять им В сторону Брести Как войску В пух Рассыпанному Боем Тут каждый Слог Замечен И в чести Тут каждый Стих Глядит Себе Героем А стихотворец С кем же Равен Он Он Тамерлан Или сам Наполеон Немного Отдохнем На этой точке Что Перестать Или пустить На пе Признаться вам Я в пятистопной Строчке Люблю цезуру На второй стопе Иначе стих То в яме То на кочке И хоть лежу Теперь на канапе Все кажется Мне будто В тряском беге Померзлой пашне Мчусь я на телеге Что за беда Не все ж гулять Пешком По Невскому Граниту Или на Бале Лощить паркет Или скакать Верхом В степи Киргизской Поплетусь-ка далее Со станции На станцию Шашком Как говорят О том оригинале Который Который Не кормя На рысаке Приехал Из Москвы К Неверике Скажу Рысак Парнасский Находец Его не обогнал бы Но пегас Стар Зуб уж нет Им вырытый Колодец Иссох Порос крапивы У парнас В отставке Феб Живет А хороводец Старушек Муз Уж не прельщает Нас И табор свой С классических Вершинок Перенесли мы На толкучий Рынок Усядься Муза Ручки В рукава Под лавку Ножки Не вертись Резвушка Теперь начнем Жила-была Вдова Тому лет Восемь Бедная Старушка С одной Дочерью У покрова Стояла Их смиренная Лачушка За самой будкой Вижу, как теперь Светелку Три окна Крыльцо И дверь Три дни тому Туда ходил я вместе С одним знакомым Перед вечерком Лачушки этой Нет уж там На месте ее Построен Трехэтажный дом Я вспомнила Старушке О невесте Бывало тут Сидевших под окном О той поре Когда я был моложе Я думал Живы ли они И что же Мне стало грустно На высокий дом Глядел я косо Если в эту пору Пожар его бы Охватил кругом То моему Озлобленному взору Приятно было пламя Странным сном Бывает сердце полно Много вздору Приходит нам на ум Когда придем Одни Или с товарищем Вдвоем Тогда блажен Кто крепко Словом правит Ну умерER Прекрасная девица Как муза наша, грустная певица. Фигурно или буквально, Всей семьей, от емщика до первого поэта, Мы все поем уныло. Грустный бой, песнь русская, Известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших муз и дев. Но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, Умела мыть и гладить, шить и плесть. Всем домом правила одна параша. Поручены ей было счеты весть, При ней варилась гречневая каша. Сей важный труд ей помогала несть Стрепуха Фекла, добрая старуха, Давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать бывала под окном сидела, Днем она чулок вязала, А вечером за маленьким столом Раскладывала карты и гадала. Дочь, между тем, весь обегала дом, То у окна, то на дворе мелькала, И кто бы ни проехал или не шел, Всех успевала видеть. Зоркий пол. Зимой уставни закрывались рано, Но летом до ночи растворено, Все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, Так заведено. Бывало, мать давным-давно храпела, А дочка на луну еще смотрела, И слушала мяуканье котов по чердакам, Свиданий знак нескромный, До стража дальний крик, До бой часов. И только, ночь над мирно-уколомной, Тиха отменно, Редко из домов мелькнут две тени. Сердце девы томной, Ей слышать было можно, Как оно упругое толкалось полотно. По воскресеньям, летом и зимою, Вдова ходила с нею к покрову, И становилась перед толпою, Укрылась она лево. Я живу теперь не там, Но верную мечтою люблю летать, Заснувши наяву, в коломну к покрову, И в воскресенье там слушать Русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда, Графиня звали, как не помню право. Она была богата, молода, Входила в церковь с шумом, величава, Молилась гордо, где была горда. Бывало, грешен, Все гляжу направо, Все на нее, Параша перед ней, Казалась бедная, Еще бедней. Порой графиня на нее небрежно Бросала важный взор свой, Но она молилась богу тихо и прилежно, И не казалась им развлечена. Смирение в ней изображалось нежно. Графиня же была погружена в самой себе, В волшебстве моды новой, В своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал, Честславия, Его б вы в ней узнали, Но сквозь надменность эту Я читал иную повесть, Долгие печали, Смирение жалоб, В них-то я вникал, Невольный взор они-то привлекали, Но это знать графиня не могла, И верно в список жертв Меня внесла. Она страдала, Хоть была прекрасна и молода, Хоть жизнь ее текла в роскошной неге, Хоть была подвластна фортуна ей, Хоть мода ей несла свой фимиам, Она была несчастна. Блажение сто крат ее была, Читатель, новая знакомка ваша, Простая, добрая моя параша. Коса змеей на гребне роговом, Из-за ушей змеей кудри русы, Косыночка крест-накрест или узлом, На тонкой шее восковые бусы, Наряд простой, Но пред ее окном Все ж ездили гвардейцы-черноусы, И девушка прельщать умела их, Без помощи нарядов дорогих. Меж ими, кто ее был сердцу ближе, Или равно для всех она была душо холодна, Увидим ниже. По каместь мир на жизнь она вела, Не думая о баллах, о Париже, Не о дворе, Хоть при дворе жила ее сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга Гоф-фурьера. Но горе вдруг их посетила дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, Слегла. Напрасно чаем и вином, И уксусом, и мятным припаркой Ее лечили. Ночь пред Рождеством Она скончалась. С бедной кухаркой Они простились. В тот же день пришли за ней И гроб на Охту отвезли. Об ней жалели в доме, Всех же боля, Кот Васька. После вдовушка моя Подумала, что два-три дня Не доли жить можно без кухарки, Что нельзя Придать свою трапезу Божьей воле. Старушка кличет дочь. — Параша! — Я. — Где взять кухарку? Сведы у соседки, Не знают ли? Дешевые так редки. — Узнаю, маменька. И вышла вон, Закутавшись. Зима стояла грозно, И снег скрипел, И синий небосклон Безоблачен В звездах Сиял морозно. Вдова ждала Парашу долго, Сон ее клонил тихонько. Было поздно, Когда Параша тихо к ней вошла, Сказав, — Вот я кухарку привела. За нею следом, Робко выступая, Короткой юбочкой принарядясь, Высокая, Собо недурная, Шла девушка, И, низко поклоняясь, Прижалась в угол, Фартук разбирая. — А что возьмешь? — спросила, Обратясь, старуха. — Все, что будет вам угодно, Сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. — А как зовут? — А Маврой? — Ну, Мавруша, Живи у нас, Ты молода, мой свет, Гоняй мужчин. Покойница Феклуша Служила мне в кухарках Десять лет, Ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, За дочерью моей, Усердно будь, Присчитывать не смей. Проходит день, Другой, В кухарке толку Довольно мало, То переварит, То пережарит, То с посуды полку уронит, Вечно все пересолит. Шить сядет, Не умеет взять иголку, Ее бронят, Она о себе молчит. Везде, Во всем уж как-нибудь подгадит, Параша бьется, А никак не сладит. Поутру В воскресенье Мать и дочь Пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ли, У ней всю ночь Болели зубы, Чуть жива таскалась. Корицы нужно было Натолочь, Пирожное Испечина 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 Сбиралась. Ее Оставили, Но в церкви Вдруг На старую вдову Нашел Испуг. Она подумала, Мавруша ловкой, Зачем К пирожному Припала Страсть? Пирожница Ей-ей Глядит Плутовкой. Не вздумала ли Она Нас обокрасть, Да улеснуть? Вот будем Мы с обновкой Для праздника, Ах, Какая страсть! Так думая, Старушка Обмирала И, наконец, Не вытерпев, Сказала, Стой тут, Параша, Я схожу домой, Мне что-то страшно. Дочь Не разумела, Чего ей страшно. С паперти долой Чуть-чуть Моя старушка Не слетела, Мне сердце билось, Как перед бедой. Пришла в лачушку, В кухню посмотрела, Мавруши нет. Вдова К себе В покой Вошла И что ж, О, Боже, Страх какой! Пред зеркальцем Параши, Чинно сидя, Кухарка брилась. Что с моей вдовой? Ах, Ах! И шлепнулась, Ее увидя, Та в торопях С намыленной щекой Через старуху, Вдовью честь обидя, Прыгнула в сене Прямо на крыльцо, Да ну бежать, Сокрыв себе лицо. Обедник кончилось, Пришла Параша. Что, маменька? Ах, пашенька моя, Маврушка! Что, что с ней? Кухарка наша, Ополнится доселе не в силах я, За серкальцем, Вся в мыле. Воля ваша, Мне, право, Ничего понять нельзя. Ты где ж, Мавруша? Ах, она разбойник, Она здесь брилась, Точно мой покойник. Параша закраснелась, Куда октавы нас вели. К чему ж такую подняли тревогу, Скликали рать и с похвальбой ушли? Завидную ж вы избрали дорогу, Уже ли иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас норовоучения? Нет. Или есть? Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, Кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчину, Тому рядится в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему Брить бороду себе, Что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь Из рассказа моего. Конец поэмы Домик в Коломне Часть первая Поэма Анджела Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Анджела Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Часть первая В одном из городов Италии счастливый Когда-то властвовал придобрый старый дуг Народа своего отец щедолюбивый Друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук. О доброте своей он слишком предавался. Народ любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал карающий закон, Как дряхлый зверь, уже к ловитве неспособный. Дуг это чувствовал в душе своей незлобной И часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек С дня на день были внуки, Что грудь кормилица ребенок уж кусал, Что правосудие сидело сложа руки И по носу его лениво не щелкал. Нередко добрый дуг, раскаянием смущенный, Хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно Молчанием суда уже дозволено, И вдруг его казнить совсем несправедливо И странно было бы тому же особливо, Кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго дуг терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время Придать иным рукам верховной власти бремя, Чтоб новый властелин расправой новый мог Порядок вдруг завесть, и был бы крут и строг. Был некто Анжела, муж опытный, Не новый в искусстве властвовать, Обычаем суровый, бледнеющий в трудах, Учении и посте, за нравы строгие Прославленные везде, стеснивший весь себя Оградою законной, с нахмуренным лицом И с волей непреклонной. Его-то старый дуг наместником нарек, И в ужас ополчил им милостью облег, Не ограничены права ему вручая. А сам, докученного внимания избегая, С народом не простясь, инкогнито один Пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анжела вступила во управление, И все тот час другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, Законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, По пятницам пошли разыгрываться казни. И ухо стал себе почесывать народ и говорить, Эхе, да этот уж не тот. Между законами, забытыми в ту пору, Жестокий был один. Закон сей изрекал, Прелюбодею смерть. Такого приговору в том городе Никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анжела в громаде уложения Открыл его и в страх по весам городским Опять его на свет пустил для исполнения, Сурово говоря, помощником своим. Пора нам зло пугнуть. В обалованном народе Преобратились привычки уж в права И шмигут кругом закона на свободе, Как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужала и стряпицы, На коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжела на всех навел невольно дрожь. Роптали вообще, смеялась молодежь И в шутках строгого вельможа не щадила. Меж тем, как ветрено над бездну скользило. И первый под топор беспечной головой Попался Клавдио, патрицей молодой. В надежде всю беду со временем исправить И нелюбовницу, супругу, в свет представить, Джульетту нежную успену обольстить И к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия к несчастью явны стали, Младых любовников свидетели застали, Ославили в суде взаимный их позор, И юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, С поникшей головой обратно шел в тюрьму, Невольно к каждому внесшая сожаленья И горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцо, Гуляка беззаботный, повесов, вздорный в раль, Но малый доброхотный. — Друг, — молвил Клавдио, — молю, не откажи, Сходи ты в монастырь к сестре моей, Скажи, что должен я на смерть идти, Чтоб поспешила она спасти меня, Друзей бы упросила, Или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много Луцо искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, К тому ж и без речей рыдающая младость Мягчит сердца людей. — Изволь, поговорю, — Гуляка отвечал И сам к монастырю тот час отправился. Молодая Изабелла в то время С важной у монахини сидела. Постричься через день она должна была И разговор о том со старицей вела. Вдруг Луцо звонит и входит. У решетки его приветствует, Перебирает четки полузатворница. — Кого угодно вам? — Девица. И, судя по розовым щекам, Уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, Что к ней меня прислал ее несчастный брат? — Несчастный? Почему? Что с ним? Скажите смело. Я Клавдия сестра. — Нет, право? — Очень рад. Он кланяется вам сердечно. — Вот в чем дело? Ваш брат в тюрьме. — За что? — За то, за что бы я благодарил его, Красавица моя, И не было б ему иного наказания. Тут он в подробные пустился описания, Немного жесткие, Своей наготой для девственных ушей, Отшельницы молодой. Но со вниманием все выслушала дева, Без приторных причудств дливости и гнева. Она чиста была душой, как эфир. Ее смутить не мог неведомый ей мир Своей суетой и праздными речами. — Теперь, — примолвил он, — Осталось лишь мольбами вам тронуть Анжела. И вот о чем просил вас, братец. — Боже мой, — девица отвечала, — Когда под слов моих я пользы ожидала. Но сомневаюсь, во мне не станет сил. — Сомнения нам враги, — тот с жаром возразил. Нас неудачу предатели стращают, И благо верное достать не допущают. Ступайте, Анжела, и знайте от меня, Что если девица, колено преклоняя Перед мужчиной и просит, и рыдает, Как бог, он все дает, чего не пожелает. Девица, отпросясь у матери честной, С усердным лутся у к вельможа поспешила, И, на колено встав, смиренную мольбой За брата своего наместника молила. — Девица, — отвечал суровый человек, — Спасти его нельзя. Твой брат отжил свой век. Он должен умереть. Заплакав, Изабелла склонилась перед ним И прочить тихо тело. Но он доброе луцо девицу удержал. — Не отступайтесь так, — он тихо ей сказал, — Просите вновь его, бросайтесь на колени, Хватайтесь за плащ, рыдайте. Слезы, пение — все средства женского искусства Вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, Как будто речь идет между вами про иголку. Конечно, если так не будет верно толку, Не отставайте же, еще! Она опять усердную мольбой Садливо умолять жестокосердного блюстителя закона. — Поверь мне, — говорит, — ни царская корона, Ни меч наместника, ни бархат судьи, Ни полководства жезл, Все почести сии земных властителей Ничто не украшает, как милосердие. Оно их возвышает. Когда во власть твою мой брат был облечен, А ты был Клавдио, ты мог бы упасть, как он, Но брат бы не был строг, как ты. Ее укором смущен был Анджела, Сверкая мрачным взором. — Оставь меня, прошу! — сказал он тихо ей. Но дева скромная и жарче, и смелее была час от часу. — Подумай, — говорила, — подумай, Если тот, чья праведная сила прощает и целит, Судил бы грешных нас без милосердия. Скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, И милость нежная твоими дыхнет устами, И новый человек ты будешь. Он в ответ. — Боди, твои мольбы пустая слов утрата. Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата, и завтра он умрет. — Как завтра? Что? Нет, нет, он не готов еще, казнить его не можно. Уже ли, Господу, пошлем неосторожно, Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят не бьем до времени, Так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, государь, Несчастно осужден за преступление, Которое доселе прощалось каждому. Постраждет первый он. Закон не умирал, Но был лишь высыпление. Теперь проснулся он. Будь милостив. Нельзя потворствовать греху, Есть тоже преступление. Карая одного, спасаю многих я. Ты ль первый изречешься, приговор ужасный, И первой жертвой мой будет брат несчастный. Нет, нет, будь милостив. Уже ль душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней, Уже ли и мысли грешные в ней отроду не тлели? Невольно он вздрогнул, Поникнул головой и прочить тихотел. Она, постой, постой, послушай, Воротись. Великими дарами я задарю тебя. Прими мои дары. Они не суетны, но честны и добры, И будешь ими ты делиться с небесами. Я одарю тебя молитвами души, Предутренней зарей, В полуночной тиши, Молитвами любви, смирения и мира, Молитвами святых, угодных небу дев, В уединении умерших уж для мира, Живых для Господа. Смущен и присмирев, Он ей свидание на завтра назначает И в отдаленные покои поспешает. Конец первой части поэмы Анджела Часть вторая Поэма Анджела Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Анджела Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Часть вторая День целый Анджела безмолвный и угрюмый Сидел, уединясь, Объят одной думой, Одним желанием Всю ночь не тронул сон Усталых вежд его. «Что ж это?» Мыслит он. «Ужель ее люблю, Когда хочу так сильно Услышать вновь ее И взор мой усладить Девичьей прелестью? По ней грустит умильно душа. Или когда святого уловить Захочет бес, Тогда приманкают святою И манит он на крюк? Нескромной красотой Я не был отроду К соблазнам увлечен. И чистой девою Теперь я побежден». Влюбленный человек Доселя мне казался смешным, И я его безумству удивлялся. А ныне... Размышлять, Молиться хочет он, Но мыслит, Молится рассеяно. Словами он небу говорит, А волей и мечтами Стремится к ней одной. В уныние погружен, Устами праздными Жевал он имя Бога, А в сердце грех кипел. Душевная тревога Его осилила. Правление для него, Как дельная, Завнозатверженная книга, Несносным сделалось. Скучал он, Как от иго, Отречься был готов Отца на своего. А важность мудру, Который столь гордился, Который весь народ Бессмысленно дивился, Ценил он ни во что, И сравнивал с пером, Носимым в воздухе Летучим ветерком. По утру Канжела явилась Изабелла, И странный разговор С наместником имела. Что скажешь? Полю я твою Пришла узнать. Ах, Если бы ее Могла ты угадать. Твой брат Не должен жить. А мог бы. Почему же Простить нельзя его? Простить? Что в мире хуже Столь гнусного греха? Убийство легче. Да, Так судят в небесах, Но на земле. Когда? Ты думаешь? Так вот, Тебе предположение. Что, Если поддали тебе На разрешение Оставить брата Влечь каплахи На убой Или скупить его, Пожертвовав собой И плоть Придав греху? Скорее, Чем душою Я плоть Ужертвовать готова. Я с тобою Теперь не о душе Толкую. Дело в том, Брат Осужден на казнь. Его спасти Грехом Не милосердие ль? Пред Богом Я готова душою Отвечать. Греха в том Никакого, Поверь и нет. Спаси ты, Брата моего, Тут милость, А не грех. Спасешь ли ты его, Коль милость На весах Равно с грехом Потянет? О, Пусть Пусть моим грехом Спасение Брата Станет, Коль только Это грех. О том, Готова я Молиться День и Ночь. Нет, Выслушай меня. Или ты Слов моих Совсем Не понимаешь, Или понять Меня Нарочно Избегаешь. Я проще Изъяснюсь. Твой брат Приговорен. Так. Смерть Исрек ему Решительно Закон. Так точно. Средства Есть одно К его Спасенью. Все Это Клонится К тому Предположению И Только Есть Вопрос И Больше Ничего. Положим, Тот, Кто Б Мог Один Спасти Его. Напередник Судии Иль Сам По Сану Властный Закон Утолковать, Мягчить Их Смысл Ужасный. К Тебе Желанием Был Преступным Воспален И Требовал, Чтоб Ты Казнь Брата Искупила Что Скажешь? Как Бы Ты В Уме Своем Решила? Для Брата Для Себя Решилось Бы Скорей Поверь, Как Яхонты Носить Рубцы Бичей И Лечь В Кровавый Гроб Спокойно Как На Ложе, Чем Осквернить Себя. Твой Брат Умрет. Так Что Жа? Он Лучший Путь Себе, Конечно, Изберет. Без Честь Семь Сестры Души Он Не Спасет. Брат, Лучше Раз Умри, Чем Гибнуть Мне Навечно. За Что Ж Казалось О тебе Бесчеловечно Решение Суда? Ты Обвиняла Нас В Жестокосердии. Давно Ль Еще? Сейчас Ты Праведный Закон Тираном Называла, А брат Негрех Едва Ль Не Шуткой Почитала. Прости, Прости Меня, Невольно Я душой Тогда Лукавила. Увы, Себе Самой Противуречила Я, Милая Спасая И Ненавистная Притворно Извиняя. Мы Слабы. Я Твоим Признанием Ободрен. Так Женщина Слаба. Я В этом Убежден И Говорю Тебе Будь Женщина Не Боле Или Будешь Ничего. Так Покорися Воле Судьбы Своей. Тебя Я Не могу Понять. Поймешь, Люблю Тебя. Увы, Что Мне Сказать? Джульетту Брат Любил, И он Умрет Несчастный. Люби Меня, И Жив Он Будет. Знаю, Властный Испытывать Других Ты Хочешь? Нет, Клянусь, От слова Моего Теперь Не Отопрусь, Клянусь Честью. О, Много, Много Чести, И Дело Честное, Обманщик, Демон Лесте, Сейчас Мне, Клавдио, Свободу Подпиши, Или поступок Твой И черноту Души Я всюду Разглашу И полный Лицемерий Тебе Перед Людьми. И Кто Же Станет Верить? По Строгости Моей Известен Свету Я. Молва Всеобщая, Мой Сан, Вся Жизнь Моя И Самый Приговор Над Братней Головою Представит Твой Донос Безумной Клеветою. Теперь Я Волю Дал Стремлению Страстей. Подумай И Смирись Пред Воле Моей. Брось Эти Глупости И Слезы И Моленья И Краску Робкую. От Смерти От Мучения Тем Брата Не Спасешь. Покорностью Одной И Скупишь Ты Его От Плахи Роковой. До Завтра От Тебя Я Стану Ждать Ответа. И Знай, Что Твоего Я Не Боюсь Извета. Звергнет Ложь Моя. Сказал И Вышел Вон Невинную Девицу Оставя В ужасе. Поднявши К небесам Молящий Ясный Взор И Чистую Десницу От Мерзостных Палат Спешит Она В темницу. Дверь Отворилась Ей И Брат Ее Глазам Представился. В цепях В унынии Глубоком О светских Радостях Стараясь Не Жалеть Еще Надеясь Жить Готовясь Умереть Безмолвенно Он Сидел И С ним В плаще Широком Под черным Куколем С распятием В руках Сокбедной Старостью Беседовал Монах. Старик Доказывал Страдальцу Молодому Что Смерть И Бытие Равны Одна Другому Что Здесь И Там Одна Бессмертная Душа И Что Под лунный Мир Не стоит Ни Гроша. С А в сердце Милой Джульетты Занимался. Отшельница Вошла. Мир Вам! Очнулся Он И смотрит На сестру Мгновенно Оживлен. Отец Мой Говорит Монаху Изабелла. Я С братом Говорить Одна Бы Здесь Хотела. Монах Оставил Их. Что Ж Милая Сестра Что Скажешь? Милый Брат Пришла Тебе Пора. Так Нет Спасения. Нет Или Разве Поплатиться Душой За голову? Так Средство Есть Одно? Так Есть Ты Мог Бы Жить Судья Готов Смягчиться В нем Милосердие Бесовское Оно Тебе Дарует Жизнь За узы Муки Вечной Что Вечная Тюрьма? Тюрьма Хоть Без Оград Без Цепи Изъяснись Что Ж Это? Друг Сердечный Брат Милый Я боюсь Послушай Милый Брат Семь Восемь Лишних Лет Ужель Брат 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 Узнаю Из Гроба Слышу Я Отцовский Голос Точно Ты Должен Умереть Умри Же Беспорочно Послушай Ничего Тебе Не Утаю Тот Грозный Судья Святоша Тот Жестокий Чьи Взоры Строгие Во всех Родят Боязнь Чья Избранная Речь Шлет Отроков На казнь Сам Демон Сердце В нем Черно Как Ад Глубокий И Полной Мерзостью Наместник Ад Облег Его В свою Броню Лукавый Человек Знай Если Б я Его Бестыдное Желание Решилась Утолить Тогда Б Мог Ты Жить О нет Не Надобно На Гнусное Свидание Сказал Он Нынче В ночь Должна Поспешить Или Завтра Ты Умрешь Не Иди Сестра Брат Милый Бог Видит Кежели Одной Моей Могилой Могла Бо Я Тебя От Казни Искупить Не Стало Более Иголки Дорожить Я Жизни У Моей Благодарю Друг Милый Так Савтра Клавдио Ты К смерти Будь Готов Да Так И Страсти В нем Кипят С Такой Усилой Или В этом Нет Греха Или Из Семи Грехов Такого Прегрешения Там Верно Не Казнят Для Одного Мгновения Уже Ль Себя Сгубить Решился Пон Навек Нет Я Не Думаю Он Умный Человек Ах Изабелла Что Что Скажешь Смерть Ужасна И Стыд Ужасен Так Однако Ж Умереть Идти Неведомо Куда В огробе Тлеть В холодной Тесноте Увы Земля Прекрасна И Жизнь Мила А тут Войти В немую Мглу Стремглав Низвергнуться В кипящую Смолу Или Во льду Застыть Или С ветром Быстротечным Носиться В пустоте Пространством Бесконечным И Все Что Грезится Отчаянной Мечте Нет Нет Земная Жизнь В болезни В нищете В печалях В старости В неволе Будет раем В сравнении С тем Чего За гробом Ожидаем О боже Друг ты мой Сестра Позволь мне Жить Уж если Будет грех Спасти от смерти Брата Природа Извинит Что Смеешь Говорить Трус Тварь Бездушная От сестры На разврата Себе Ты жизни Ждешь Кровосмеситель Нет Я думать Не могу Нельзя Чтоб Жизни Свет Моим Отцом Тебе Даны Прости Мне Боже Нет Осквернила Мать Отеческая Ложа Коль Понесла Тебя Умри Когда Бо Я спасти Тебя Могла Лишь Воле Моею То Все Таким Теперь Свершилась Касть Твоя Я Тысячу Молитв За смерть Твою Имею За жизнь Уж Ни Одной Сестра Постой Постой Сестра Прости Меня И Узник Молодой Удерживал Ее За платье Изабелла От гнева Своего На силу Охладела И Брата Бедного Простила И Опять Лаская Начала Страдальца Утешать Конец Второй Части Из Поэмы Анжела Часть Третья Поэма Анжела Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Анжела Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Часть Третья Монах Больницы Слышал Все Сказал Ты Похвалы Достойно Свой Долг Осполнила Ты Свято Но Теперь Придайся Ж Ты Моим Советам Будь Покойно Все К Лучшему Придет Послушным Будь И Верь Тут Он Е Объяснил Своё Предположение И Дал Прощальное Своё Благословение Друзья Поверитель Чтоб Мрачное Чело Угрюмой Злой Души Печальное Зерцало Желания Женские Навеки Привязала И Нежной Красоте Понравиться Могло Не Чудно Ли Но Так Сей Анжела Надменный Сей Злобный Человек Сей Грешник Был Любим Душою Нежным Печальной Смиренной Душой Отверженной Мучителем Своим Он Был Давно Женат Летунья Легкокрила Молодой Его Жены Молва Не Пощадила Без Доказательства Насмешлива Коря И Он Её Прогнал Надменно Говоря Пускай Себе Молвы Не Право Обвинения Нет Нужды Не Должно Коснуться Подозрения К Супруге Кесаря С Тех Пор Она Жила Одна В Предместе Печально Изнывая Об Ней-то Вспомнил Дук И Дева Молодая По Наставлению Монаха К Ней Пошла Марьяна Под Окном За Пряжью Сидела И Тихо Плакала Как Ангел Изабелла Пред Ней Нечаянно Явилась У Дверей Отшельница Была Давно Знакома С ней И Часто Утешать Несчастно Уходила Монаха Мысль Она Ей Тотчас Объяснила Марьяна Только Лишь Настанет Ночь Мгла К палатам Анжела Идти Должна Была В саду С ним Встретиться Под каменной Оградой И Наградив Его Условленной Наградой Чуть Внятным Шепотом Прощаясь Шепнуть Лишь Только То Теперь О Брате Не Забудь Марьяна Бедная Сквозь Слезы Улыбалась Готовилась Дрожа И Дело С ней Рассталось Всю Ночь В темнице Дуг Впоследствии Ожидал И Сидя С Клавдио Страдальца Утешал Пред Светом Снова К ним Явилась Изабелла Все Шло Как Надобно Сейчас У ней Сидела Марьяна Бледная С успехом Возвращаясь И мужа Обманув Деница Занялась Вдруг Запечатанный Приказ Приносит Вестник Начальнику Тюрьмы Читают Что ж Наместник Немедля Узника Приказывал Казнить И голову Его В палаты Предъявить Замыслив Новую Затею Дуг Представил Начальнику Тюрьмы Свой Перстень И печать И казнь Остановил А Канжела Отправил Другую Голову Велев Обрить И снять Ее широких Плеч Разбойника Морского Горячкой В ту же ночь Умершего В тюрьме А сам Отправился Дабы Вельможу Злого Столь гнусные Дела Творящего Во тьме Прицветом Обличить Едва Молва Невнятно А казнь Клавдио Успела Пробежать Пришла Другая Весть Узнали Что Обратно Как граду Едет Дуг Народ Его Встречать Толпами Кинулся И Анжела Смущенный Грызом И Совестью Предчувствием Стесненный Туда Жа Поспешил Улыбкой Добрый Дуг Приветствует Народ Теснящийся Вокруг И Дружно К Анжела Протягивает Руку И Вдруг Расстался Крик И Прямо В ноги Дуку Девица Падает Помилуй Государь Ты Щит Невинности Ты Милости Алтарь Помилуй Анжела Бледнеет И Трепещет И Взоры Дикие На Изабеллу Мещет Но Победил Себя А Правиться Успев Она Помешана Сказал Он Видев Брата Приговоренного На смерть Сия Утрата В ней Разум Потрясла Но Обнаружа Гнев И Долго Скрытое В душе Негодование Все Знаю Молвил Дук Все Знаю Наконец Злодейство На земле Получит Воздаяние Девица Анжела За мною Во дворец У трона Во дворце Стояла Мариана И бедный Клавдио Злодей Увидев их Затрепетал Челом Поникнул И утих Все Объяснилось И правда Из тумана Возникла Дук Тогда Что Анжела Скажи Чего Достоин Ты Без слез И без боязни С угрюмой Твердостью Тот Отвечает Казни И об одном Молю Скорее Прикажи Вести Меня На смерть Иди Сказал Властитель Догибнет Судья Торгаш И Обольститель Но Бедная Жена К ногам Его Упав Помилуй Молвила Ты Мужем Не отдав Не отымай Опять Не смейся Надо Мною Не я Но Анжела Смеялся Над тобою Ей Дук Ответствует Но О твоей Судьбе Сам Буду Я Пищись Останутся Тебе Его Сокровища И Будешь Ты Награда Супругу Лучшему Мне Лучшего Не надо Помилуй Государь Не будь Неумолим Твоя Рука Меня Соединила С ним Уже Ли Для того Так Долго Я Вдовела Он Человечеству Свою Принес Лишь Дань Сестра Спаси Меня Друг Милый Изабелла Проси Ты За него Хоть На колени Стань Хоть Руки Подыми Ты Молча Изабелла Душой Огрешники Как Ангел Пожалела И Предвластителем Колено Преклоня Помилуй Государь Сказала За меня Не осуждай Его Он Сколько Мне Известно И Как Я Думаю Жил Праведно И Честно Пока Месть На Меня Очей Не Устремил Прости Конец Третьей части Из поэмы Анжела Конец Поэмы Анжела Глава 25 Поэма Медный Всадник Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Дорог Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный Всадник Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том Третий Вступление Медный Всадник Петербургская Повесть Предисловие Происшествия Происшествие Описанное В всей Повести Основано На Истине Подробности Наводнения Заимствованы Из тогдашних Журналов Любопытные Могут Справиться С Известием Составленным Берхом Вступление На берегу Пустынных Волн Стоял он Дум Великих Полн И вдаль Глядел Пред ним Широко Река Неслася Бедный Челн По ней Стремился Одиноко По Мшистым Топким Берегам Чернели Избы Здесь И там Приют Убогого Чухонца И лес Неведомый Лучам В тумане Спрятанного Солнца Кругом Шумел И думал Он Отсель Грозить Мы будем Шведу Здесь Будет Город Заложен Назло Надменному Соседу Природой Здесь Нам Суждено В Европу Прорубить Окно Ногою Твердой Стать Приморе Сюда По Новым Им Волнам Все Флаги В гости Будут К нам И запируем На Прошло Сто лет И юный Град Полночных Стран Краса И дива Из тьмы Лесов И стоп И блат Вознесся Пышно Горделиво Где Где Прежде Финский Рыболов Печальный Пасынок Природы Один У низких Берегов Бросал В неведомые Воды Свой Ветхий Невод Ныне Там По Оживленным Берегам Громады Строенные Теснятся Дворцов И башен Корабли Толпой Со всех Концов Земли К богатым Пристаням Стремятся В гранит Оделася Нева Мосты Повисли Над водами Темнозелеными Садами Ее покрылись Острова И перед Младшею Столицей Померкла Старая Москва Как перед Новою Царицей Парфироносная Вдова Люблю Тебя Петра Творенья Люблю Твой Строгий Стройный Вид Невы Державное Течение Береговой Ее Гранит Твоих Оград Узор Чугунный Твоих Задумчивых Ночей Прозрачный Сумрак Плеск Безлунный Когда Я в Комнате Моей Пишу Читаю Без Лампады И Ясны Спящие Громады Пустынных Улиц И Светла Адмилартийская Игла И Не пуская Тьму Ночную На Золотые Небеса Одна Заря Сменить Другую Спешит Дав Ночи Полчаса Люблю Зимы Твоей Жестокой Недвижный Воздух И Мороз Бег Санок Вдоль Невы Широкой Девичьи Лица Ярче Рос И Блеск И Шум И Говор Балов А В час Пирушки Холостой Шипение Пенистых Бокалов И Пунша Пламень Голубой Люблю Люблю Воинственную Живость Потешных Марсовых Полей Пехотных Ратей И Коней Однообразную Красивость В их Стройно Зыблемом Строю Лоскуте Сих Знамен Победных Сияние Шапок Этих Медных Насквозь Прострельных В бою Люблю Военная Столица Твоей Твердыни Дым и Гром Когда Полночная Царица Дарует Сына В царский Дом Или Победу Над Врагом Россия Снова Торжествует Или Взломав Свой Синий Лед Нева К Морям Его Несет И Чуя Вешние Дни Ликует Красуйся Град Петров И Стой Неколебимо Как Россия Да Умирится Же С тобой И Побежденная Стихия Вражду И Плен Старинный Свой Пусть Волны Финские Забудут И Тщетной Злобою Не Будут Тревожить Вечный Сон Петра Была Ужасная Пора Об ней Свежо Воспоминание Об ней Друзья Мои Для Вас Начну Своё Повествование Печален Будет Мой Рассказ Конец Вступления Поэмы Медный Всадник Клава 26 Поэма Медный Всадник Часть 1 Собрание Сочинений В 10 Томах Том 3 Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или регистри Или регистри В качестве Волонтёра Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный Всадник Часть 1 Поэма Александра Сергеевича Пушкина И собрание Сочинений В 10 Томах Том 3 Глава 26 Над Омрачённым Петроградом Дышал Ноябрь Осенним Хладом Плеская Шумную Волной В края Своей Ограды Стройной Нева Металась Как больной В своей Постели Беспокойной Уж Было Поздно И Темно Сердито Бился Дождь В окно И ветер Дул Печально Воя В то время Из гостей Домой Пришёл Евгений Молодой Мы будем Нашего Героя Звать Этим Именем Оно Звучит Приятно С ним Давно Моё Перо К тому же Дружно Прозвание Нам его Не нужно Хотя В минувшие Времена Оно Быть может И блистало И под Пером Карамзина В родных Преданиях Прозвучало Но Ныне Светом И молвой Оно Забыто Наш герой Живёт В Коломне Где-то Служит Дичится Знатных И не тужит Ни о Подчующей Родне Ни о Забытой Старине И так Время 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 Что служит Он всего Два Года Он Так же Думал Что погода Не унималась Что Река Все Прибывало Что И в нем Параша И чтобы Дождь В окно Стучал Не так Сердито Сонные Очи Он Наконец Закрыл И вот Редеет Мгла Ненастной Ночи И Бледный День Уж Настает Ужасный День Нева Всю Ночь Рвалась К морю Против Бури Не Одолев Их Буйной Дури И Спорить Стало Ей Не В мочь Поутру Над ее Бригами Теснился Кучами Народ Любуя С Брызгами Горами И пеной Разъяренных Вод Но Силой Ветров От Залива Перегражденная Нева Обратно Шла Гневна Бурлива И Затопляла Острова Погода Пуще Свирепела Нева Вздувалась И ревела Котлом Клокочей Клубясь И Вдруг Как Зверь Остервенясь На город Кинулась Пред Нею Все Побежало Все Вокруг Вдруг Опустело Воды Вдруг Втекли В подземные Подвалы К решеткам Хлынули Каналы И Всплыл Петрополь Как Тритон По пояс Воду Погружен Осада Приступ Злые волны Как воры Лезут В окна Челны С разбега Стекла Бьют Кормой Лотки Под Мокрой Пеленой Обломки Хижин Бревны Кровли Товар Запасливой Торговли Пожитки Бледной Нищеты Грозой Снесенные Мосты Граба С размытого Кладбища Плывут По улицам Народ Зрит Божий Гнев И Казни Ждет Увы Все Гибнет Кров И Пища Где Будет Взять В тот Грозный Год Покойный Царь Еще Россией Со Славой Правил На Балкон Печален Смутен Вышел Он И Молвил С Божьей Стихией Царям Не Совладать Он Сел И В думе Скорбными Очами На Злое Бедствие Глядел Стояли Стогны Озерами И В них Широкими Реками Вливались Улицы Дворец Казался Островом Печальным Царь Молвил И С конца В конец По Ближним Улицам И Дальним В опасный Путь Средь Бурных Вод Его Пустились Генералы Спасать И Страхом Обуялой И Дома Тонущий Народ Тогда На площади Петровой Где дом В углу Вознесся Новый Где Над возвышенным Крыльцом С подъятой Лапой Как живые Стоят Два льва Сторожевые Над зверем Раморным Верхом Без шляпы Руки Сжав Крестом Сидел Недвижный Страшно Бледный Евгений Он Страшился Бедный Не за Себя Он Не слыхал Как Подымался Жадный Вал Ему Подошвы Подмывая Как Дождь Ему В лекцо Хлистал Как Ветер Буйно Завывая С него И шляпу Вдруг Сорвал Его Отчаянные Взоры На край Один Наведены Недвижно Были Словно Горы Из возмущенной Глубины Вставали Волны Там И злились Там Буря Выло Там Носились Обломки Боже Боже Там Увы Близехонько К волнам Почти У самого Залива Забор Некрашенный Да Ива И ветхий Домик Там Они Вдова И дочь Его Параша Его Мечта Или Во сне Он Это Видит Или Вся Наша И жизнь Ничто Как Сон Пустой Насмешка Неба Над землей И он Как будто Околдован Как будто К мрамору Прикован Сойти Не может Вкруг Него Вода И Больше Ничего И Обращен К нему Спиною В Неколебимой Вышине Над Возмущенную Невою Стоит С простертою Рукою Кумир На Бронзовом Коне Конец Поэмы Медный Всадник Часть 1 Глава 27 Поэма Медный Всадник Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том 3 Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVax Все Звукозаписи LibriVax Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Вебсайт LibriVax Dot.org Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный Всадник Часть 2 Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том 3 Глава 27 Но вот Насытясь Разрушением И наглым Буйством Утомясь Нева Обратно Повлеклась Своим Любуясь Возмущением И покидая С небрежением Свою Добычу Так Злодей Открылась И Евгений Смотрит Смотрит Видит Лодку Он К ней Бежит Как на Находку Он Перевозчика Зовет И перевозчик Беззаботный Его За гривенник Охотно Через волны Страшные Везет И долго С бурными Волнами Боролся Опытный Гребец И скрыться Вглубь Межих Рядами Всечасно С дерзкими Пловцами Готов Был Челн И Наконец Достиг Он Берега Несчастный Знакомый Улицей Бежит В места Знакомые Глядит Узнать Не может Вид Ужасный Все Перед Ним Завалено Что сброшено Что снесено Скривились Домики Другие Совсем Обрушились Иные Волнами Сдвинуты Кругом Как будто В поле Боевом Тела Валяются Евгений Стремглав Не помня Ничего Изнемогая От мучений Бежит Туда Где ждет Его Судьба С неведомым Известием Как Запечатанным Письмом И вот Бежит Уж он Предместьем И вот Залив И близок Дом Что ж Это Он Остановился Пошел Назад И Воротился Глядит Идет Еще Глядит Вот Место Где их Дом Стоит Вот Ива Были Здесь Вороты Снесло Их Видно Где Же Дом И Полон Сумрачной Заботы Все Ходит Ходит Он Кругом Толкует Громко Сам С собою И Вдруг Ударил В лоб Рукою Захохотал Ночная Мгла На город Трепетный Сошла Но Долго Жители Не спали И Меж Собою Толковали О дне Минувшем Утро Луч Из-за Усталых Бледных Туч Блеснул Над Тихою Столицей И Не Нашел Уже Следов Беды Вчерашней Багреницей Уже Прикрыто Было Зло В порядок Прежний Все Вошло Уже По Улицам Свободным С Своим Бесчувствием Холодным Ходил Народ Чиновный Люд Покинув Свой Ночной Приют На Службу Шел Торгаш Отважный Не Унывая Открывал Невой Ограбленный Подвал Сбирая Свой Убыток Важный На Ближнем Выместить С Дворов Свозили Лодки Граф Хвостов Поэт Любимый Небесами Уж Пел Бессмертными Стихами Несчастье Невских Берегов Но Бедный Бедный Мой Евгений Увы Его Сметенный Ум Против Ужасных Потрясений Не Устоял Мятежный Шум Невы И Ветров Раздавался В Его Ушах Ужасных Дум Безмолвно Полон Он Скитался Его Терзал Какой-то Сон Прошла Неделя Месяц Он К себе Домой Не Возвращался Его Пустынный Уголок Отдал В наймы Как вышел Срок Хозяин Бедному Поэту Евгений За своим Добром Не Приходил Он Скоро Свету Стал Чужд Весь День Бродил Пешком А спал На пристани Питался В окошко Поданным Куском Одежда Ветхая На нем Рвалась И тлела Злые Дети Бросали Камни Вслед Ему Нередко Кучерские Плеть Его Стегали Потому Что Он Не Разбирал Дороги Уж Никогда Казалось Он Не Примечал Он Оглушен Был Шумом Внутренней Тревоги И Так Он Свой Несчастный Век Влачил Ни Зверь Ни Человек Ни То Ни Сё Ни Житель Света Ни Призрак Мёртвый Раз Он Спал У Невской Пристани Дни Лета Клонились К осени Дышал Ненастный Ветер Мрачный Вал Плескал На Пристань Роб Щепени И Бьясь Об Гладкие Ступени Как Человечек У Дверей Ему Невнемлющих Судей Бедняк Проснулся Мрачно Было Дождь Капал Ветер Выл Уныло И С ним Вдали Во тьме Ночной Перекликался Часовой Вскочил Евгений Вспомнил Живо Он Прошлый Ужас Торопливо Он Встал Пошел Бродить И Вдруг Остановился И Вокруг Тихонько Стал Водить Очами С боязнью Дикой На лице Он Очутился Под столбами Большого Дома На крыльце С подъятой Лапой Как живые Стояли Львы Староживые И Прямо В темной Вышине Над огражденную Скалою Кумир С простертую Рукою Сидел На бронзовом Коне Евгений Вздрогнул Прояснили С нем Страшно Мысли Он Узнал И место Где потоп Играл Где волны Хищные Толпились Бунтуя Злобно Вкруг Него И львов И площадь И того Кто неподвижно Возвышался Во мраке Медной Угловой Того Вздой Железной И И зубы Стиснув Пальцы Сжав Как Обуянной Силой Черной Добро Строитель Чудотворный Шепнул Он Злобно Задрожав Ужо Тебе И вдруг Стремглав Бежать Пустился Показалось Ему Что Грозного Царя Мгновенно Гневом Возгоря Лицо Тихонько Обращалось И он По площади Пустой Бежит И слышит За собой Как будто Грома Грохотания Тяжелозвонкое Скакание По Сотрясенной Мостовой И озарен Луною Бледной Простерш Руку В вышине За ним Несется Всадник Медный На звонко Скачущем Коне И Во всю Ночь Безумец Бедный Куда Стопы Не обращал За ним Повсюду Всадник Медный С тяжелым Топотом Скакал И с той Поры Когда Случалось Идти Той Площадью Ему В его Лице Изображалось Сметение К сердцу Своему Он Прижимал Поспешно Руку Как бы Его Смиряя Муку Картуз Изношенный Сымал Смущенных Глаз Не подымал И шел Сторонкой Остров Малый На взморье Виден Иногда Причалит С неводом Туда Рыбак На ловле Запоздалый И бедный Ужин Свой Варит Или Чиновник Посетит Гуляя В лодке Воскресенье Пустынный Остров Не взросло Там Небылинки Наводнение Туда Играя Занесло Домишко Ветхий Над водою Остался Он Как черный Куст Его Прошедшую Весною Свезли На барке Был Он Пуст И Весь Разрушен У Порога Нашли Безумца Моего И Тут же Хладный Труп Его Похоронили Ради Бога Конец Поэмы Медный Всадник Песнь Первая Поэма Монах Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Полеподробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Монах Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Песнь Первая Святой Монах Грехопадение Юбка Хочу Воспеть Как дух Нечистой Ада Оседлен Был Бродатым Стариком Как Овладел Он Черным Клобуком Как Он Втолкнул Монаха Грешных В стадо Певец Любви Фернейский Старичок К тебе Вольтер Я ныне Обращаюсь Куда Скажи Девался Твой Смычок Которым Я В Жандарке Восхищаюсь Где Кисть Твоя Скажи Уже Лев Век Их Ни Один Найдет Человек Вольтер Султан Французского Парнаса Я не хочу Седлать Коня Пегаса Я не хочу Измусно Делать Дам Но Дай Лишь Мне Твою Золотую Лиру Я Буду С ней Всему Известен Миру Ты Хмуришься И говоришь Не Дам А ты Поэт Проклятый Аполлоном Испачкавший Простенки Кабаков Под геликон Упавший В грязь С вильоном Не Можешь ли Ты Мне Помочь Барков Сусмешкую Даешь Ты Мне Скрипицу Сулешь Вино И Музу Пол Девицу Последуй Лишь Примеру Моему Нет Нет Барков Скрипица Не Возьму Я Стану Петь Что В голову Придется Пусть Как Небудь Стих Застихом Польется Невдалеке От Тех Прекрасных Мест Где Дерзостный Восстал Иван Великой На голове Золотой Носящий Крест В глуши Лесов В пустыне Мрачной Дикой Был Монастырь В глухих Его стенах Под старость Лет Один Седой Монах Святым Житьем Молитвами Спасался И дней К концу Спокойно Приближался Наш Труженик Не слишком Был Богат Запышенность Он Не мог Попасть В ад Имел Кота Имел Псалтир И четки Клобук Стихарь Да Что в зеленой Водке Взошедший В дом Где мирно Жил Монах Ни золото Увидели Б вы горы Ни мрамор Там Престил Б ваши Взоры Там Не висел Рафаэль На стенах Увидели Б вы стул О трех Ногах Да В уголку Скамейка В пол Аршина На кое Спал И завтракал Монах Там Пуховик Над лавкой Не вздувался Хотя Монах Он в пухе Не валялся Между двух Простынь На мягких Тюфяках Весь Круглый Год Святой Отец Постился Весь Божий День Он В келье Провождал Помилуй Мя В пол Голоса Читал Ел Плотно Спал И Всякий Час Молился А ты Монах Мятежный Язуит Красней Теперь Коль Ты Краснеть Умеешь Коль Совести Хоть Капельку Имеешь Красней И ты Богатый Кармелит И ты Стыдись Но Лира Стой Далеко Занесло Уже Меня Против Уря Сокровенья Бесить Попов Не Наше Ремесло Панкратий Жил Счастлив В Выединении Надеялся Увидеть Вскоре Рай Но Ни Один Земли Безвестный Край Защитить Нас От Дьявола Не Может И В тех Местах Где Черный Сатана Под Стражив От Злости Когти Гложит Узнали Вдруг Что Разгорожена К Монастырям Свободная Дорога И Вдруг Толпой Все Черти Поднялись По Воздуху На Крыльях Понеслись И Ной В Париж К Пляшивым К Артезианцам С Копейками С Червонцами Полез Тот Ватикан К Брюхатым Итальянцам Бургундского И Макарони Нес Тот Девку С Прилатом Повалился Тот Молодцом К Монашенкам Пустился И Слышал Я Что Будто Старый Поп Одной Ногой Уже Вступивший В гроб Двух Молодых Венчал Перед Налоем Черт Прибежал Амуров С целым Роем И Вдруг Дичок Накрылась И Всхрапел Поп Замолчал На Девицу Глядел А Девица На Дьяка Наглядела У Жениха Кровь Сильно Закипела А Без Всех И К Себе Живат Повел Уж Темна Ночь На Небеса Всходила Уж В Городах Утих Вседневный Шум Луна В Окно Монаха Осветила В Молитвенник Весь Устремивший Ум Панкратий Наш Никола Пред Иконой Со Вздохами Земные Клал Поклоны Пришел Молок Так Дьявола Зовут Панкратия Под Вздыхал Вздыхал А Дьявол Тут Как Тут Бьет Час Молок Не хочет Отцепиться Бьет Два Бьет Три Нечистый Все Сидит Уж Будешь Мой Он Сам С С С С С С С С Наш Старик Уж Перестал Креститься На Лавку Сел Потер Глаза Зевнул С Молитву Три Раза Протянулся Зевнул Опять И Чуть Чуть Не Заснул Однако Ж Нет Панкратий Вдруг Проснулся И Снова Без Монаха Соблазнять Чтоб Усыпить Боброва Стал Читать Монах Скучал Монах Там Удивился Век Не Зевал Как Богу Он Молился Но Нет Уж Сил Кресты Псалтирь Слова Все Позабыл Седая Голова Как Яблоко По Груде Покатилась С Вдруг Под Стол Святой Вздремал Всхрапел Как Старый Вол Несчастный Спи Панкратий Вдруг Проснулся Взад И Вперед Со Страхом Оглянулся Перекрестясь С постели Он Встает Глядит Вокруг Светильно Нагорело Чуть Слабый Свет Вокруг Себя Льет Что-то В углу Как Будто Забелело Монах Идет Что Ж Юбку Видит Он Только Сон Вскричал Монах Остолбене Вбледне Как Это Что И Продолжать Не смея Как Вкопанный Пред Белой Юбкой Стал Молчал Краснел Смущался Трепетал Огню Любви Единственна Преграда Любовника Сладчайшая Награда И Прелести Единственный Покров О Юбка Речь К тебе Я Обращаю Строки Сии Тебе Я Посвящаю А Душу Виперо Мое Любовь Люблю Тебя О Юбка Дорогая Когда Меня Под вечер Ожидая Наталья Сняв Парчевый Сарафан Тобою Лишь Окружит Тонкий Стан Что Может Быть Тогда Тебя Милее И Ты Виясь Вокруг Прекрасных Ног Струи Ручьев Прозрачнее Светлее Касаешься Тех Мест Где Юный Бог Покоится Меж Розой И Лелеи Или Как Филон За Хлои Побежав Прижать Ее В Объятия Стремиться Зеленый Куст Тебя Вдруг Удержав Она Должна Остыдясь Остановиться Но Поздно Все Филон Ее Догнав С ней На Траву Душистую Валиться И Пламенно Дрожащая Рука Счастливого Любовью Пастуха Тебя За край Тихонько Поднимает Она Ему Взортом Осклабляет И Он Но Нет Не Смею Продолжать Я Трепещу И Сердце Сильно Бьется И Может Быть Читатели Как Знать И Ваша Кровь Стремлением Страсти Льется Но Наш Монах О Юбке Рассуждал Не Так Как Я Я Молод Не Пострижен И Счастьем Немало Не Обижен Он Не Был Рад Что Юбку Увидал И В тот же Час Смекнул И Догадался Что В Когти Он Нечистого Попался Конец Песни Первой Из Поэмы Монах Песнь Вторая Поэма Монах Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Монах Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Песнь Вторая Горькие Размышления Сон Спасительная Мысль Пока Месть Ночь Еще Не Удалилась Пока Месть Свет Лила Еще Луна То Юбка Все Еще Была Видна Как Скоро Твердь Зарею Осветилась От Взоров Вдруг Сокрылась Она А Наш Монах Увы Лишен Покоя Уж Он Не Спит Не Гладит Он Кота Не Помнит Он Церковного Налоя Со Всех Сторон Панкратию Беда Как Мыслит Он Когда Из Собачонки В монастыре И духа Нет Моем Когда Здесь Век Не Видывал Ее Пченки Кто Мог Ее Принесть Ко Мне Жив Дом Уж Мнится Мне Прости Владыка В том Уж Нет Ли Здесь Страшусь Сказать Девчонки Монах Краснел И Делать Что Не Знал Во Всех Углах Под Лавками Искал Все Тщетно Нет Ни С Чем Старик Остался Зато Весь День Как Бледно Тень Таскался Не Ел Не Пил Покойно И Не Спал Проходит День И Вечер Наступая Зажег Везде Лампады И Свечи Уже Монах С Главы Клобук Снимая Ложился Спать Но Только Что Лучи Луна С Небес В Окно И Вопустила И Чтоб Не Впасть Кой Как Во Искушение Хотел Уже Навек Лишиться Зренья Лишь Только Бы На Юбку Не Смотреть Старик Крехтя На Бок Перевернулся И В Простыню Тепленько Завернулся Сомкнул Глаза Заснул И Стал Храпеть Тот Час Молок Вдруг В Муху Превратился И Полетел Жужать Вокруг Него Летал Летал Пустился Монах Храпит И Чудно Видит Сон Казалось Ему Что Средь Долины Между Цветов Стоит Под Миртом Он Покруг Него Сатиров Фавнов Сон И Ной Смеясь Льет В кубок Пенной Вины Зеленый Плющ На Черных Волосах И Виноград На Голове Висящий И Легкий Фирс У Ног Его Лежащий Все Говорит Что Вечно Юный Вакх Веселье Бог Сатира Покровитель Другой Надув Пастушечу Свирель Поет Любовь И Сердце Повелитель Одушевлял Его Весел Утрель Под Липами Там Пляшут Хороводом Толпы Детей И Юношей И Дев А Даля Ветвей Под Темным Сводом В Густой Тени Развесистых Дерев На Ложе Рос Любовью Распаленные Обнявшиеся Любовники Лежат Монах На все Взирал Сметенным Оком То На стакан Он взоры Обращал То На девиз Глядел Чернец Со вздохом Пляшивый Лоб С досадой Чесал Стоя Как пень И рот В сажень Разинов И Вдруг В душе Почувствовав Кураж И На бекрень Взъярясь Клобук Надвинув В зеленый Лес Как Белоус И Пашка К легкий Конь За девку Погнался Быстрей Орла Быстрей Звука Лир Прелестница Летела Как Зефир Но Наш Монах Эол Прид ней Казался Без отдыха За новой Дафной Гнался Не Дам Ворчал Я Промаха В кольцо Но Леший Вдруг Мелькнув Из-за Кусточка Панкратия Хвать Юбчонку В лицо И Вдруг Исчез Приятный Вид Лесочка Ручья Холмов И Нимф Не Видит Он Уж Фаунов Нет Вспорхнул И Купидон И Нет Следа Красоточки Прелестной Монах Один В степи Глухой Безвестный Нахмуря Взор Темнеет Небосклон Вдруг Грянул Гром Монаха Поражает Панкратий Ах И Вдруг Проснулся Он Смущенный Взор Он Всюду Обращает На Небесах Как Яхонты Юбки Нет Панкратий Встал Умылся И Помолясь Он Плакать Сильно Стал Сел Под окно И Горько Горевал Ах Думал Он По что Ты Прогневился Чем Виноват Владыка Пред Тобой Как Грешником Вертит Нечистый Мной Хочу Не Спать Хочу Тебе Молиться Возьму Псальтир А тут Юбка Вдруг Хочу Вздремать И ночью Сном Забыться Что Снится Мне Смущается Мой Дух Услышь Мое Усердное Моленье Не Дай Мне Впасть Господь В Искушенье Услышал Бог Молитва Старика И Ум Его В Минуту Просветился Из Бедного Седого Простяка Панкратий Вдруг Вне Втона Притворился Обдумывал Смотрел Сличал Смекнул И В радости Свой Опрокинул Стул И Как Мудрец Кем Сиракус Спасался По Улице Бежавший Босс Игол Открытием Своим Он Восхищался И Громко Всем Кричал Нашел Нашел Ну Думал Он От Бесов И Евчонки Избавлюсь Я И Милые Девчонки Уже Меня Во сне Не Соблазнят Я Заживу Опять Монах Монахом Я Стану Ждать Последний Час Со страхом И Сверою И Все Пойдет На Лад Так Мыслил Он И Очень Ошибался Могущий Рог Вселенной Господин Панкратием Как Куклой Забавлялся Монах Водой Наполнил Свой Кувшин Забормотал Над ним Слова Молитвы И Был Готов На Грозные Ада Битвы Ждет Юбки Он С Своей же Стороны Нечистый Дух Весь День Был На Работе И Весь В Жару В Грязи В Пыли И Поте Предупредить Спешил Восход Луны Конец Песни Второй Из Поэмы Монах Песнь Третья Поэма Монах Из Собрания Сочнений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot Org Поэма Монах Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Песнь Третья Пойманный Бес Ах Отчего Мне дивная Природа Карет Джо Искусство Не дала Тогда Б В число Парнастского Народа Лихая Страсть Меня Не занесла Чернилами Я не марал Бо пальцы Не засорял Бумагу Чердак Из-за бюро Как девица За пяльцы Стихи писать Не сел Бо я Никак Я Кисти Взял Бестрепетной Рукою И Выпив Миг Шампанского Стакан Трудиться Б Стал Я Жаркой Головою Как Цициан Иль Пламенный Албан Представил Бо все Прелести Натальи На полну Грудь Спустил Бо Прять Волос Вкруг Головы Венок Душистых Рос Вкруг Милых Ног Одежду Резвой Тальи Стан Обхватил Киприда Пояс Злат И Кистью Был Счастливей Я Сто Крат Иль Краски Б Взял Вернета Иль Пуссина Волной Реки Струилась Б Холстина На небосклон Палящих Южных Стран Возведший Ночь Задумчивой Луною Представил Б Над Серую Скалою Вкруг Кое Бьет Шумящий Океан Высокие Покрытым Мохом Стены И Там Волнах Где Дышит Ветерок На Серебре Вкруг Скал Блестящей Пены Зефирами Колеблемый Челнок Нарисовал Б В нем Я Кантемиру Ее Красы И Рад Б 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 Удалясь Но Рубенцам На Свет Я Не Родился Не Рисовать Я Рифмы Плесть Пустился Мартынов Пусть Пленяет Кистью Нас А Я Я Вновь Взмастился Напарнас Исполнившись Иройской Отвагой Опять Беру Чернильницу С Бумагой И Стану Вновь Я Песнь Продолжать Что Делает Теперь Седой Панкратий Что Делает И Враг Его Косматый Уж Перестал Феб Землю Освещать Со Всех Сторон Уж Тени Налетают Туман Сокрыл Ветрощица Лисов Уж Кое-где И Звездочки Блистают Уж И Луна Мелькнула Сквозь Лисов Нежив Нежив Немертв Сидит Под образами Чернец Молясь Обеими Руками И Вдруг Бела Как Вновь Напавший Снег Москвы Реки На Каменистый Брег Как Легка Тень В глазах Явилась Юбка Монах Встает Как Пламень Покраснев Как Модинки Прелестные Алла Губка Схватил Кувшин Весь Гневом Возгорев И Всей Водой Он Юбку Обливает О Чудо Вмиг Сей Призрак Исчезает И Вот Пред Ним С Рогами И С Хвостом Как Серый Волк Щетина Весь Покрытый Как Добрый Конь С Подкованным Копытом Предстал Молок Дрожащий Под столом С главы До ног Облитый Весь Водою Закрыв Себя Подолом Япончи Вращал Глаза Как Фонари В ночи Ура Вскричал Монах С усмешкой Злою Поймал Тебя Подземный Чародей Ты Мой Теперь Не Вырвешься Злодей Все Шалости Заплатишь Головою Иди В бутыль Закупорю Тебя Сейчас Ее В колодец Брошу Я Ага Мамон Дрожишь Передо Мною Ты Победил Почтенный Старичок Так Отвечал Смирнехонь Комолок Ты Победил Но будь великодушен В гнилой воде Меня не потопи Я буду век Зато тебе послушен Спокойно ешь Спокойно ночью спи Уж соблазнять тебя Никак не стану Все так Все так Да полезай в бутыль Уж от тебя Мой друг Я не отстану Ведь плутни все твои Я не забыл Прости меня Доволен будешь мною Богатство все Польют к тебе Рекою Как банково Я взнать тебя пущу Достану дом Куплю тебе кареты Придут к тебе В переднюю поэты Всех кланяться Заставлю богачу Сниму клобук По моде причешу Все променяв На длинный фрак С штанами Поскачешь ты Гордиться жеребцами Народ смеясь Колесами давить И аглинской Кареты всех девить Поедешь ты По тетю Шиловского За ужином Дремать у Горчакова К Нарышкиной Подправливать жилет Потом все знать С министрами С князьями Ведь будешь жить Как скромными друзьями Ты позовешь На пышный свой обед Не соблазнишь Тебя я не оставлю Без дальних слов Сейчас в бутыль иди Постой Постой Голубчик Погоди Я жен тебе И красных дев Доставлю Проклятый бес Как И в моих руках Осмелился ты думать О женах Смотри какой Но нет Работник Ада Ты не прельстишь Панкратья суетой За все Про все Готова уж награда Раскаешься Служитель беса злой Минуту Дай с тобою Объясниться Оставь меня Не будь врагом моим Поступок сей Наверно Наградится А я тебя Свезу в Ярусалим При сих словах Монах себя не вспомнил В Ярусалим Девясь он бесу молвил В Ярусалим Да-да Свезу тебя Ну если так Тебя избавлю я Старик Старик Не слушай ты молока Оставь его Оставь Ярусалим Лишь ищет бес Поддеть святого Сбока Не связывай ты Тесной дружбы с ним Но ты меня не слушаешь Панкратий Берешь седло Берешь чпра Кузду Уж под тобой Бодрится черт проклятый Готовится на адскую езду Лети, старик Сев на плеча молока Толкай его И взада Под бока Лети Спеши В священный град Востока Но помни то Что не на лошака Ты возложил Свои почтенные ноги Держись Держись Всегда прямой дороги Ведь в мрачный ад Дорога Широка Конец песни Третьей Из поэмы Монах Конец поэмы Монах Поэма Бава Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Для более подробной информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox Поэма Поэма Бава Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Отрывок Из поэмы Часто Часто Я беседовал С болтуном Страны Элинские И не смел Осиплым голосом С Шепеленом И с Рифматовым Выспевать Героев Севера Несравненного Вергилия Я читал И перечитывал Не стараясь Подражать ему В нежных чувствах И гармонии Разбирал Я немца Клопштока И не мог Понять Премудрого Не хотел я Воспевать Как он Я хочу Чтоб меня поняли Все От мала До великого За Мельтоном И Камоинсом Опасался я Бескрил парить Не дерзал В стихах Бессмысленных Херувимов Жарить пушками Сатаною Обитать в раю Или святую Богородицу Вместе славить Сафродитую Не бывал я Греховодником Но вчера В архивах Рояся Отыскал я Книжку славную Золотую Незабвенную Катехизис Остроумя Словом Жанну Орлеанскую Прочитал И в восхищении Пробову Пою Царевича О Вольтер Додон Со славой Хотя Незабвенную 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 Громобуря Незабвенную 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 Что тут Думать Закричал Герой Царь Бава тебе Ненадобен Ну и К черту Королевича Решено Ему Вживых Не быть После Братца Вы Рассудите Как С ним Надобно Разделаться Тем И Кончил Храбрые Воины Речи Любят Лаконически Ладно Мы Тебя Послушаем Царь Промолвил Потянувшийся Завтра Други Мы Увидимся А теперь Вступайте Все Домой Оплошал Додон Отсрочкою Не Твердил Он Верно В Азбуке Не Откладывай До Завтрава Что Сегодня Можешь Выполнить Разошлись Все Придворные Ночь Меж Тем Уже Сгущалась Царь Додон В постелю Царскую Вместе Смилой Лег Супругу С Несравненной Милитрисою Но Спиной Оборотился К ней В эту Ночь Его Величеству Не Играть А Спать Хотелось Милитрисина Служаночка Зоя Молодая Девица Ангел Станом Зором Личиком Белая Ручка Нежной Ножкою С Госпожи Сняв Платье Шелково Юбку Чепчик Ленты Кружева Все Под ключ В комоде Спрятала К ней К ней В окошечка Читатели Бендакира Царь 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 Батюшка На костре На костре Изжарят Завтра Бедный Царь Заплакал Жалобно Больно Стало Доброй Девушке Чем Могу Скажи Помочь Тебе Я Во всем Тебе Покорствую Вот Что Хочется Мне Зоенька Истемниться Сына Выручи И Сама В жилище Мрачное Сядь На место Королевича Пострадай За невинного Поклонюсь Тебе Незехонько И скажу Спасибо Зоенька Зоенька Тут Призадумалась За спасибо В темную Яму Сесть Это Жестко Ей Казалось Но Имея Чувства Нежные Зоя Втайне Согласилась На такое Предложение Так Ты Прав Оракул Франции Говоря Что Жены Слабые Против Стрел Рота Юного Все Имеют Душу Добрую Сердце Нежно Непритворное Но Скажи О Царь Возлюбленный Зоя Молвила Покойнику Как Могу Но Посуди Ты Сам Пронестись В темницу Мрачную Где Горюет Твой Любезный Сын Пятьдесят Отборных Воинов Днем И Ночью Стерегут Его Мне Ли Слабой Робкой Женщине Обмануть Их Очи Зоркие Будь Покойно Поклянись Лишь Только Милая Не Отвергнуть Его Случая Если Сам Тебе Представится Я Клянусь Сказала Девица Вмиг Исчезло Привидение Из окошка Быстро Вылетев Воздыхая Тихо Зоенька Опустила Тут Окошечко И В постели Успокоившись Скоро Скоро Сном Забылась Конец Поэмы Пава Поэма Исповедь Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Вебсайт LibriVox Dot Org Поэма Исповедь Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Вечерня Отошла Давно Но в кельях Тихо И темно Уже И сам Игумен Строгий Свои Молитвы Прекратил И кости Ветхие Склонил Перекрестясь На одр Убогий Кругом И сон И тишина Но церкви Дверь Отворена Трепещет Луч Лампады И тускло Озаряет Он И темную Живопись Икон И позлащенные Оклады И раздается В тишине То тяжкий Вздох То шепот Важный И мрачно Дремлет В ошине Старинный Свод Глухой И влажный Опомнись Время Время Раскаянье Покров Я разрешу тебя Грехов Сложи Мучительное Время Конец Поэмы Исповедь Поэма О гитаристах И поэма Актеон Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации И регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма О гитаристах И поэма Актеон Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Поэма О гитаристах И Ордаке План Два Орнаута Сенью небес И в силанте Дремлет Конец Поэмы О гитаристах Поэма Актеон План Морфей Влюблен В Диану Его двор Он Усыпляет Эндемиона Диана Пропуск Назначает Ему Свидание И находит Его Спящим Актеон Это узнает От Фионы Ищет Диану Не спит Наконец Видит Диану В источнике Актеон Он Фот Апрежаво Седуи Тарон Найад Луи Думанд Л'histoire Скандалеuse Диану Тарон Медиморфей Etc Etc Актеон Водиану Он Девиен Амуре Ла Труф О бен Мед Мед Дан Ла Грот Теон Набросок Начала Поэма В лесах Гаргафий Счастливый Заланью Быстрый Пугливый Стремился Долго Актеон Уже На тихий Небосклон Восходит Бледная Диана И в сумраке Пускает Он Последнюю Стрелу Колчана Конец Поэмы Актеон Поэма Водим Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot org Поэма Вадим Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Свод неба Мраком Обложился В волнах Варяжских Лунный луч Сверкая Меж вечерних Туч Столпом Неровным Отразился Качаясь В югу Правит Челн Другой Как волхвом Пораженный Стоит Недвижим На брега Глаза Вперив Не молвит Слова И через Челн Его нога Перешагнуть Уже готова Плывут Плывут Причаливай Старик К утесу Правь И в волны Вмиг Прыгнул Пловец Нетерпеливый И берегов Уже Достиг Меж тем Рукой Неторопливой Другой Ветрило Опустив Свычом К утесу Пригоняет К подошвам Двух Союзных Ив Узлом Надежным Укрепляет И входит Медленной Стопой На берег Дикий И крутой Кремень Звучит И пламя Вскоре Далеко Осветило Море Суровый Край Громады Скал На берегу Стоят Угрюмом Об них Мятежный Бьется вал И пена Плещет Сосны С шумом Качают Старые Главы Над зыбкой Пеленой Пучины Кругом Ни цвета Ни травы Песок Да мох Скалы Стремнины Везде Хранят Клеймо Громов И след Потоков Остащенных И тлеют Кости Пир волков В расселенных Окровавленных К огню Заботливый Старик Простер Немеющие Руки Примета Долголетной Муки Согбедной Кости Тащилик На коем Время Углубляла Свои Последние Следы Одежда Обувь Все являла В нем Дикость Нужду И труды Но кто Же тот Блистает Младость В его лице Как вешний Цвет Прекрасен Он Но умница Радость Его не знала С детских лет В глазах Потупленных Кручина На нем Одежда Славянина И на бедре Славянский Меч Славян Вот очи Голубые Вот их Волосы Золотые Волнами Падшие До плеч Косматом Рубящем Одетый Огнем Живительном Согретый Старик Забылся Крепким Сном Но юноша На персе Руки Задумчиво Сложив Крестом Сидит С нахмуренным Челом Уста Невнятно Шепчут Звуки Предмет Великий Роковой Немые Чувства В нем Объемлят Он В мыслях Видит Край Иной Он Тайному Призыву Внемлет Проходит Ночь Огонь Погас Остыл И пепел Вот Пучина Белеет Близок Утро Час Не сходит Сон На Славянина Видал Он Дальнее Страны По суше По морю Носился Во дни Былые Дни Войны На западе На юге Бился Деля Добычу И труды Суровым Племенем Адена И перед Ним Врагов Ряды Бежали Как морская Пена В час Бури К черным Берегам Внимал Он Радостным Хвалам И арфам Скальдов Иступленных В жилище Сильных Пировал И очи Дев Иноплеменных Красою Чуждой Привлекал Сладкий сон Не переносит Теперь героев Край чужой В поля Где мчится Бурный бой Где меч Главы героев Косит Не видит он Знакомых скал Кириоландии Печальной Ни Альбиона Где искал Кровавых сеч И славы дальней Ему не снится Шум валов Он позабыл Морские битвы И пламя Яркое Костров И трубный Звук И лай Лавитвы Другие Грезы И мечты Волнуют Сердце Славянина Пред ним Славянская Дружина Он Узнает Ее Щиты Он Снова Простирает Руки Товарищам Минувших Лет Забытым В долгие Дни Разлуки Которых Уж И в мире Нет Он Видит Новгород Великий Знакомый Терем С давних Пор Но Тын Оброс Крапивой Дикой Обвиты Окна Повеликой В траве Заглох Широкий Двор Он Быстро Храмен Опустелых Проходит Молчаливый Ряд Все Мертво Нет Гостей Веселых Застольной Чаши Не Гремят И И вот Высокая Светлица В нем Сердце Бьется Здесь Или Нет Любовь Очей Душа Девица Цветет Ли здесь Мой Милый Цвет Найду Ль Ее И С этим Словом Он Входит Что Жа Страшный Вид В постелях Хладной Под покровом Девица Мертвая Лежит В нем Замер Дух И Взволновался Покров Приподымает Он Глядит Она И слабый Стон Сквозь Чашки Сон Его Раздался Она Она Ее Черты На персих Рану Обнажает Она Погибла Восклицает Кто Мог И Слышит Голос Ты Меж Тем Привычные Заботы Средь Усладительной Дремоты Тревожат Душу Старика Во сне Он Парус Развивает Плывет По воле Ветерка Его Тихонько Увлекает К заливу Светлая Река И рыба Вольная Впадает В тяжелый Невод Старика Все Тихо Море Почивает Но Туча Виснет Дальный Гром Надзвучной Бездной Угрохочет И вот Пучина Под челном Кипит Подъемлется Клокочет Напрасно К верным Берегам Несчастный Возвратиться Хочет Челнок Трещит И Пополам Рыбак Идет На дно Морское И Провудясь Трепещет Он Клезит О крест Берега В покое На полусветлый Небосклон Восходит Утро Золотое С дерев Сутетистых Вершин Навстречу Радостной Денице Щебеча Полетели Птицы И Рассвело Но Славянин Еще на Мшистом Камне Дремлет Пылает Гневом Гордый Лик И Сонный Движется Язык Со Стоном Камень Он Объемлет Тихонько Юноша Старик Ногой Толкает Осторожный И Улетает Призрак Ложный С его Главы Он Восстает И Видя Солнечный Восход Прощаясь Старику Седому Со Златом Руку Подает Чу Молвил К берегу Родному Попутный Ветр Тебя Зовет Спеши Теперь Тиха Пучина Ступай А я Мне Путь Иной Старик С веселой Душой Благословляет Славянина Да Сохранят Тебя Перун Родитель Бури Царь Полночный И Световид И Лада Мощный Будь Здрав До Гроба Долго Юн Да Встретит Юная Супруга Тебя В веселье И Слезах Да Выпьешь Мед Из чаши Друга А Недруга Не Зринешь В Прах Потом Со скал Он К челну Сходит И Влажный Узел Развязал Надулся Парус Побежал Но Старец Долго Глаз Не Сводит С Крутых Прибрежистых Вершин Венчаных Темными Лесами Куда Уж Быстрыми Шагами Сокрылся Юный Славянин Конец Поэмы Вадим Поэмы Бава Мостислав Агасфер Кирджали Казачка И Черкес Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэмы Бава Мостислав Агасфер Кирджали Казачка И Черкес Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Бава Планы Зинзивей Осажден Маркобруном Бава Слышит И едет Ночью Дерется С воинами С лукопером И возвращается Раненый Приезжает Рассказывает Свою историю Смерть Гведона Меч 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 К нему Посылают Палача Он Его Убивает И Выходит Вон За ним Погоня Он С полканом Разбивает Ее Булат Сказывает Ему Сказки Маркобрун В отсутствие Осаждает Город И берет В плен Дружневну Бавана Бавана Море Разбойничает Находит Пилигрима Который Отдает Ему Коня И Три Зелия Приезжает В царство Зиндивея Оно Разрено Едет К себе Убивает Бавана Престоле Отца Своего Осада Ночь На башне Бой Жених Убит Невеста Влюбляется Бава Проводит Ночь У нее Открывает Свою Историю Царь Узнает И высылает Вон Баву Бава Едет Вон Из Государства Освобождает Разбойника Три Службы Старец Пилигрим Обкрадывает Его Спящего На Границах Бывшего Женихов Удела Бойны Его Находят Приводят Царю Бывав Темнице Царевна Его Обольщает Он Ее Презирает Она Чародейка Старец Дух Ею Подосланный Бывав Осужден На Смерть Первая Служба Он Видит Корабль И Едет К Себе Буря Корабль Разрушен Вторая Служба Приезжает Убивает Додона Едет К невесте Находит Пилигрима Берет У него Тризелие По сказке Перечень Действующих Лиц Бова Сувор Милитриса Додон Гведон Мельчегрея Дружневна Наброски Начала Поэмы Кого Союзником И другом Себе Ты Выбрал Зиндивей Кто Будет Счастливым Супругом Царевны Дочери Твоей Она Мила Как Ландыш Мая Резва Как Лань Кавказских Гор Зачем Раздался Гром Войны Во славном Царстве Зиндивея Поля И села Зажжены Народ Кипит Гремят Народные Клики Пред теремом Грузинского Владыки Съезжаются Могучие Цари Царевичи Князья Богатыри Царь Зиндивей Их Ласково Встречает Готовит Пир И Ровно Сорок Дней Своих Гостей Он Пышно Угощает Конец Поэмы Бова Поэма Мстислав Планы План Владимир При нем Молодые Богатыри Идут На Косогов Пстислав В горах Оставленные Богатыри Разъезжаются Илья Едет Далее Находит Его И везет К отцу Царевна За ними Едет Она Пристает К печенегам Сражение Мстислав Нажалуются Мстислав Гостей Уснуло Все Под сенью Ночи Еврейской Хижины Одной Не посетил Отрадный Сон На колокольне Городской Бьет полночь Вдруг рукой Тяжелой Стучаться К ним Семья Вздохнула Молодой Еврей Встает И дверь С недоумением Отворяет И Входит Незнакомый Странник В его Руке Дорожный Посох Конец Поэмы Агосфер Поэма Кирджали В степях Зеленых Буджака Где пруд Заветная Река Обходит Русские Владенья При бедном Усте Ручейка Стоит Безвестное Селение Семействами Болгары Тут В беспечной Дикости Живут Храня Родительские Нравы Питаясь Трудом И не Заботятся О том Как Ротоборствуют Державы И грозно Правят Их Судьбой Конец Поэмы Кирджали Поэма Казачка И Черкес План Станица Терек За водой Невеста Черкес На том берегу Она Назначает Ему Свидание Он Хочет Увести Ее Тревога Бабы Убивают Молодого Черкеса Берут Берут В плен Отсылают В крепость Обмен Побег Девушки С Черкесом Отрывок Текста Полюби Меня Девица Нет Что же Скажет Вся Станица Я С другим Обручена Твой Жених Теперь Далече Конец Поэмы Казачка И Черкес Поэма Езерский Незавершенная Поэма Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Звукозапись Сделана Ниной Поэма Езерский Незавершенная Поэма Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Над омраченным Петроградом Осенний ветер Тучи гнал Дышало небо Влажным хладом Нева шумела Бил савал О пристальной Набережной Стройной Как челобитчик Беспокойный Об дверь судейской Дождь в окно Стучал печально Уж темно Все становилось В это время Иван Езерский Мой сосед Вошел в свой Тесный кабинет Однако Шрот его И племя И чины Службы И года Вам знать Не худо Господа Начнем Об Ова Мой Езерский Происходил От тех Вождей Чей дух Воинственный И зверский Был древле Ужасом Морей Одульф Его начальник Рода Вельми Бегрозин Воевода Гласит Софийский Хронограф При Ольге Сын его Варлав Принял Крещение В Цареграде С рукой Греческой Княжны От них Два сына Рождены Якуб И Дорофей В засаде Убит Якуб А Дорофей Родил Двенадцать Сыновей Андрей По прозвищу Езерский Родил Ивана Да Илью Он в Лавре Схимился Печерской Отцель Фамилию Свою Ведут Езерские При Калке Один из них Был свачен С валки А там Раздавлен Как комар За дами Тяжкими Татар Зато Со славой Хоть с уроном Другой Езерский Елизар Упился Кровью Татар Между Непрядвою И Доном Ударя С тыла В таборых С дружиной Суздальцев Своих В века Старинной Нашей славы Как и в худые Времена Крамолы Смуты В дни Кровавы Блестят Езерских Имена Они В войске И в совете На воеводстве И в ответе Служили Князям И царям Из них Езерский Варлаам Горды Не славился Боярской За спор Под страшный Гнев И умер Сицких Пересев Когда же От думы Величавый Принял Романов Свой Венец Когда Под мирною Державой Русь Отдохнула Наконец А наши Вороги Смирились Тогда Езерские Явились В великой Силе При дворе При императоре Петре Но извините Статься Может Читатель Я вам Досадил Наш век Вас верно Просветил Вас Спесть Дорянская Не гложет И нужды Нет вам Никакой До вашей Книги Родовой Кто Бни Был Ваш Родоначальник Стеслав Удалый Или Ермак Или Митюшка Целовальник Вам Все Равно Конечно Так Вы Презираете Отцами Их Древней Славой Правами Великодушно И умно Вы Отреклись От них Давно Прямого Просвещения Ради Гордясь Как Общей Пользой Друг Сыною Собственных Заслуг Звездой Двоюродного Дядя Или Приглашением На бал Туда Где Дед Ваш Не Бывал Я Сам Хоть В книжках И словесно Собратья Надо Мною Трунят Я Мещанин Как Вам Известно И В этом Смысле Демократ Но Каюсь Новый Ходоковский Люблю От бабушки Московской Я Слушать Толки О Родне Об Отдаленной Старине Могучих Предков Правнук Бедный Люблю Встречать Их Имена В Двух Трех Строках Карамзина А Вот Этой Слабости Безвредны Как Не Старался Видит Бог Отвыкнуть Я Никак Не Мог Мне Жаль Что Сих Родов Боярских Бледнеет Блеск И Никнет Дух Мне Жаль Что Нет Князей Пожарских Что От Других Пропал И Слух Что Их Поносит Шут Фиглярин Что Русский Ветреный Боярин Теряет Грамоты Царей Как Старый Сбор Календарей Что Исторические Звуки Нам стали Чужды Хоть Спроста Из Бару Мы Лезем В Тьер Эта Хоть Нищи Будут Наши Внуки И Что Спасимы Нам За то Не Скажет Кажется Никто Мне Жаль Что Мы Руки Наемные Дозволя Грабить Свой Доход С Трудом Ярем Заботой Темной Влачим В столице Круглый Год Что Не Живем Семьей Дружной В довольстве В тишине Досужной Старея Близ Могил Родных В своих Поместьях Родовых Где В нашем Тереме Забытом Растет Пустынная Трава Что Геральдического Льва Демократическим Копытом У нас Легает И Осел Дух Века Вот Куда Зашел Ведал Язерский Сам Твердо Ведал Что Дед Его Великий Муж Имел Пятнадцать Тысяч Душ Из Них Отцу Его Досталась Осьмая Часть И Та Сполна Была Сперва Заложена Потом В ломбарде Продавалась А сам Он Жалованием Жил И Регистратором Служил Допросом Музу Беспокоя С усмешкой Скажет Критик Мой Куда Завидного Героя Сосед Державин Двух Своих Соседов И Смерть Мещерского Воспел Певец Фелиции Быть умел Певцом Их Свадеб И Обедов И Похорон Сменивших Пир Хоть Этим Не Смущался Амир Заметят Мне Что Есть Же Разность Между Державиным И Мной Что Красота И Безобразность Разделены Чертой Одной Что Князь Мещерский Был Сенатор А не Калешский Регистратор Что Лучше Ежели Поэт Возьмет Возвышенный Предмет Что Нет К тому Же Перевода Прямым Героем Что Они Совсем Не Чудо В наши Дни Или Я Не Этого Прихода Или Разве Меж Моих Друзей Двух Трех Великих Нет Людей Зачем Крутится Ветр Вовраги Подъемлет Лист И Пыль Несет Когда Корабля В ней Движной Влаги Его Дыхание Жадно Ждет Зачем От гор И Мимо Башен Летит Орел Тяжел И Страшен На Черный Пень Спроси Его Зачем Орапа Своего Младая Любит Дездемона Как Месяц Любит Ночь Мглу Затем Что Ветру И Орлу И Сердцу Девы Нет Закона Гордись Таков И Ты Поэт И Для Тебя Условий Нет Исполнен Мыслями Златыми Не Понимаем И Никем Перед Распутьями Земными Проходишь Ты Уныл Нем С Толпой Не Делишь Ты Ни Гнева Ни 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 Хохота Ни Рева Ни Удивления Ни Труда Глупец Кричит Куда Куда Дорога Здесь Но Ты Не Слышишь Идешь Куда Тебя Влекут Мечтай Тайные Твой Труд Тебе Награда Им Ты Дышишь А плот Его Бросаешь Ты Толпе Рабыни Суеты Скажите Эка Эвздор Или Браво Или Не Скажите Ничего Я В том Стою Имел Я Право Избрать Соседа Моего В Герои Повести Смиренный Хоть Человек Он Не Военный Не Второклассный Донжуан Не Демон Даже Не Цыган А А впрочем Малый Деловой Конец Поэмы Езерский Незавершенная Поэма Поэма Юдив Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Юдив Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Когда Владыка Ассирийский Народы Казни Указнил И Алаферн Весь Край Азийский Его Десница Покорил Высок Смирением Терпеливом И крепок Верой В Бога Сил Перед Сатрапом Горделивым Израил Вые Не склонил Во все Пределы Иудеи Проникнул Трепет И Ереи Одели Вретящем Алтарь Народ Завыл Объятый Страхом Главу Покрыв Золой И прахом И Внял Ему Всевышний Царь Притек Сатрап К ущельям Горным И зрит Их узкие Врата Замком Замкнуты Непокорным Стеной Как поясом Узорным Припоясалась Высота И Над тесниной Торжествуя Как Муж На Страже В тишине Стоит Белеесь Ветелуя В недостижимой Вашине Сатрап Смутился Изумленный И Гнев В нем Душу Помрачил И Свой Совет Разноплеменный Он Любопытный Вопросил Кто Сей Народ И Что Их Сила И Кто Им Вождь И Отчего Сердца Их Дерзость Воспалила И Их Надежда На Кого И Встал Тогда Сынов Аммона Военачальник Ахиор И Рек И Алоферн Сатрона Склонил К нему И Слух И Взор Конец Поэмы Юдив